Найти квалифицированного IT-специалиста долго и дорого? Да, долго и дорого. Но недавно я наткнулся на сервис Skip. Это платформа, которая соединяет талантливых специалистов. И о нем сейчас вам быстренько расскажу. Нужна команда разработчиков? Это твой шанс начать масштабировать свой бизнес или проект. Для этого тебе достаточно зайти на сайт skip.pro. Skip соберет команду квалифицированных специалистов за 24 часа. Более 10 тысяч специалистов. Быстро, эффективно, из любой точки мира. Skip.pro. Вот такая тема. И сейчас вы можете воспользоваться безрисковым пробным периодом, протестировать сервис и увидеть результаты уже буквально через 5 дней. Дерзайте. Перед просмотром этого выпуска я хочу записать небольшое интро, потому что надо. 4,5 часа. И это не просто так. Вам повезло, и сегодня вы увидите 2 выпуска в одном. Первый выпуск мы записали в ноябре 2021 года. Это стандартное интервью IT Бороды и Ильи Климова, где Ильюха рассказывает про себя и рассказывает много чего про Vue.js, про курсы, про преподавание. Этот выпуск длится 2,5 часа, и он идет в самом начале. Да, я решил не смешивать дозаписи и оригинальное интервью. Я решил выложить интервью в первой половине, а дозапись с Ильюхой и во второй половине. И дозаписывались мы в формате подкаста в конце июня 2022 года, то есть уже после того, как началась полномасштабная война против Украины. И в этом втором выпуске, во второй части мы поговорили про то, как Ильюха живет в Харькове на протяжении всех этих дней. А я заспойлерю вам немножко. Илья вырос в Харькове, Илья жил в Харькове, и Илья продолжает жить в Харькове, в том городе, который постоянно находится под градом ракетных обстрелов. Поэтому я не мог не поговорить с Ильей про то, как он выживает, как он справляется, что с ним успело произойти после 24 февраля, и что, по его мнению, будет дальше. Для меня Илья записан в ноябре 2021 года, Илья записан в июне 2022 года. Это абсолютно два разных Ильи. Я четко увидел это на этапе монтажа, именно поэтому я решил не разделять два этих выпуска на, по факту, раздельные выпуски Ютуба. Первая часть раскрывает человека, раскрывает его профессиональные навыки, раскрывает его планы на будущее до войны. И вторая часть показывает то, кем стал Илья сегодня, как поменялись его планы, и что со всем этим он думает делать дальше. Поэтому не буду больше задерживать. Всем приятного просмотра. Поехали. Часть первая. Традиционное интервью. Илья Климов, разработчик из Украины. Слава Украине. Фронтен селеба. Одет на прякся один козуля. Только подумал, это же 33 года, а мне там возраст Христа. Вью умеет правильно выставлять CSS-свойства транзишн. Вау. Свитчиться из реакта во Вью очень приятно. Ты собрался писать код? Нет, будь любезен, выучи TypeScript. Еще хорошо бы Rx. Как можно больше ныть о том, как все плохо. Ты должен написать качественный говнокод. Первый день в GitLab какой-то сообщение. Говорю, I've opened pull request. Такая легкая пауза. Говорит, we call it other way. Банан в коробке. Банан в коробке? Снаружи коробка, внутри банан. Айтишечка надо. Ну что, Илья Климов у нас в гостях. Замечательная у тебя кофта, я уже говорил сегодня. Она очень сочетается с креслом, потому что записываем это все в Украине, в Киеве. Да, патриотично очень выглядит. Очень патриотично, прям респект. Слава Украине. Илья Климов, разработчик из Украины. И давай я быстренько перечислю те регалии, которые я вот для себя нашел в интернете. Если что-то будет не так, ты меня поправишь. Значит, кто у нас такой Илья Климов? Во-первых, Илья Климов это сеньор фронт-энд инженер в GitLab. Пока да. Фронт-энд инженер. Это мое почтение. Контрибьютор во Vue.js. Не совсем. В основной репозиторию у меня есть парочка смешных контрибьюшенов. Я очень много контрибьютию в тестовые утилиты для Vue, которые являются частью основной библиотеки. Но до основного репозитория просто не та сфера интересов. Окей. Активист русскоязычного сообщества Vue разработчиков. Ну, а что такое активист? Я хотел написать главарь. Если это более правильно, то можем сказать так. Readboss. Ты его основатель, наверное. Да. Ну, одного из. То есть есть два сообщества. То есть мы основатели второго, который чуть-чуть поменьше, вместе с Наташей Тепухиной. Вот она как раз контрибьютор во Vue. Вот. Отлично. И я так понимаю, ваше сообщество замечено создателем Vue в том числе? Ну, они знают о его существовании, но мы специально, чтобы не конфликтовать с тем сообществом, которое было раньше, попросили нас наоборот нигде не включать. Авторы и ведущие канала JavaScript Ninja — это то, откуда я про тебя узнал изначально. Да. Правильно. Канал немаленький. Сколько сейчас подписчиков? Не знаю. 35 тысяч. Я за этим не особо слежу. Ну, надеюсь, после этого выпуска буду все 50. И преподаватель. Да. Ты преподавал в университетах и на своих курсах. Да. И так как у тебя есть свои курсы, ты еще и бизнесмен. Ну, да. С точки зрения зарабатывания денег? Да. Да. Отлично. Давай еще допишем туда, что я кандидат технических наук. Абсолютно бесполезная в нашей профессии вещь, но родители очень гордятся. Ты про это еще расскажешь. Да. Вначале я спрашиваю про детство, юношество, универское годы, школьное годы, вот чтобы погрузить немножко. Поэтому давай начнем с того, где ты родился и как проходило твое детство. В каком году ты родился? Так, я родился очень давно, в 1988 году. У меня двоюродная, троюродная на самом деле сестра, к черту подробности. Так получилось, что пошла в школу, и я тоже захотел. Ей тогда было 7 лет, мне было тогда 4 года. Что значит захотел? Все идут в школу, это было... Нет, ну все идут в школу в 7 лет, ну тогда было в 7 лет. А ты в 4 года захотел в школу? В 4 года захотела, поскольку я был очень задолбистым ребенком, в смысле умел задолбывать кого угодно, в том числе родители, вот они меня в 5 лет отдали в школу, соответственно, вместе с 7-летками. Ого, так можно было? Ну оказалось, да. Большое спасибо директору моей школы, царство ему небесное. Он рискнул и сказал, ну окей, если он типа проходит по параметрам, давайте попробуем. Потому что мне кажется, что если бы я пошел в школу на пару лет позже, мне бы там было бы уже сильно скучнее. Ну и, соответственно, в 15 лет, дальше, даже не так, давай последовательность сохранять, мне повезло, что в школе, а тогда это была достаточно большая редкость, я ходил в самую обычную школу, которая находилась в спальном районе города, на краю города. Какого города? Харькова. Харьков. И пока что собираюсь оставаться здесь. Что у нас был компьютерный класс, и, соответственно, с компьютерами я познакомился во втором классе. Ух ты. Да, то есть это было лого, черепашка рисует всякое под выполнением команд. Типа факультативно, да? Факультативно, да. То есть свой компьютер у меня появился достаточно поздно, это был восьмой класс уже. И после этого в 15 лет закончил вуз, и дальше, ой, господи, школу, конечно, это было близко. И у меня вот в 15 лет был большой выбор, я долго думал, куда идти. Ты хорошо учился. Золотая медаль. Золотая медаль, отлично. У меня был выбор, куда идти. На журналистику, потому что у меня были достаточно серьезные достижения в плане художной литературы, там, лауреат Шевченковской премии. Ты прям писал в детстве? Прям писал, да, у меня там даже что-то изданное есть. Или, соответственно, информатика, где тоже были успехи. А ты на то время и писал, и увлекался программированием вот со второго класса? Да. Так. Я не знаю, знаешь, знает ли у вас, что это украинские слушатели знают? Хорошо, чем? Конечно. Нет, что такое Малая Академия Наук Украины. Ну, это, короче, мелкие там исследовательские работы для школьников. Вот у меня там было первые места на всей Украине. Но тогда я решил пойти в IT, потому что подумал, ну, журналистом-то я точно смогу быть. Если что, без диплома. Тогда я не знал, что программистом вообще, в принципе, без диплома тоже можно быть. Да, тут, как говорится, оказывается, тот выбор, когда нельзя было ошибиться. Все. Дальше в 20 лет закончил вуз. И решил пройти универ затянутую сторону. Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Какая кафедра? Искусственный интеллект. И, то есть, я занимался всем вот этим хайпом еще до того, когда стало мейнстримом. Так, дай угадаю красный диплом. Да. Ну что, ну нет тут надписи задрот. Давай так. Так, ты себя считаешь задротом, либо у тебя просто хорошо получалось? А в чем разница? Задрот в хорошем смысле слова. Задрот. Блин, не может быть задрот в хорошем смысле слова. Тебе нравилось учиться? Да. Правда, я учился местами раздолбайста. Как так? Красный диплом раздолбайста, это сложно совместимые вещи. Ну, когда ты там занимаешь всякие там места на уровне полуфинала мира по программированию. У тебя так было? Да. По версии, ACM и CPC, но командные соревнования. И поэтому, скажем так, в вузе готовы чуть больше терпеть твоих выходок в этом контексте. Хотя смешно, что у нас было три человека из одной группы, которые занимались всем этим. И одного отчислили. Забил. Забил. Популярная тема олимпиадников, знаем, видели и слышали. Да. Поэтому и после этого я решил пройти вуз за темную сторону, пойти в аспирантуру. Почему? С одной стороны, так исторически сложилось. Так получилось, что я понял, что мне нравится преподавать. То есть у нас на магистрских занятиях была педагогика. Плюс так получилось, что я сотрудничал с человеком, который потом стал моим научным руководителем. И он иногда давал мне проводить лекции, ну по ряду причин. И я попробовал и понял, что мне это нравится. И вот логичным образом я пошел в аспирантуру не для того, чтобы прежде всего написать научную работу, а чтобы преподавать. Я был очень интересным преподавателем. Я на первой же лекции говорил студентам, что, во-первых, я поставлю им, какую оценку они хотят. Потому что, говорю, чем меньше, вы знаете, тем дороже стою я на рынке труда. Хорошая мотивация. И второе, шутил, наверное, не очень корректно. Сейчас бы, наверное, так уже не стал шутить, что наш университет спасает тысячи жизней, потому что такие идиоты не идут в медицинский. Сейчас это я бы не стал уже так делать. Батюшенька, да вы были выскочкой. А что ты хочешь от человека, который в 20 лет вынужден одеваться в пиджак, потому что я закончил рано, и мне дали четвертый курс, который был на год старше меня. И чтобы не было ситуации, когда заходят и говорят, а где преподаватель? Поэтому мне пришлось так одеваться, чтобы хотя бы выглядеть как преподаватель. Поэтому я очень так хорошо учил студентов и параллельно с этим работал. Работал я в начале... Давай, прежде чем работаю, еще хочу уточнить. Ты был олимпиадником в школе. Был олимпиадником или нет? Да. По программированию? Это было... Какие места были? На Межнар? На Межнар не доходил. В университете ты дошел до Межнара в командном зачете? Да, полуфинал мира. Полуфинал мира. У меня сразу вопрос, почему ты поступил в аспирантуру внутри Украины, если по факту мог поехать куда угодно? Насколько я знаю, олимпиады дают эту возможность. Потому что я патриот. Это основная причина, почему я сейчас остаюсь. Я считаю, что люди из этой страны меня многому научили. И я каким-то образом, хотя бы налогами, потому что я учусь здесь, пытаюсь вернуть этот долг. Хорошо. Теперь к работе, собственно. Преподаешь ты в аспирантуре и... И параллельно я начинал работать в таком типичном украинском стартапе. Давай даже не так. Мой путь в IT начался с системного администрирования. Я жил в отдаленном районе, куда цивилизация в виде локальных сетей дошла очень поздно. И у нас вот самоорганизовалась локалочка на 20 человек. Потом я стал ее системным администратором. И занимался этим до тех пор, пока она доросла до 2000 человек. Сколько тебе лет было? Когда это начиналось? Это был второй курс, 16 лет. И там же я, собственно, начал первый сколько-нибудь серьезный опыт программирования получать. Почему? Это были смутные времена, по-мегабайтный трафик. И по-мегабайтный трафик еще и по направлениям. То есть мегабайт в Харькове стоит одну сумму, мегабайт в Украину другую сумму, мегабайт в мир третью сумму. У вас даже так было? Да. Даже в стране разделение? Да. И в связи с этим, когда сетка разрослась, бесплатный биллинг, он до сих пор существует, а биллз, начал загибаться под этим. И я вот начал заниматься тем, что я его переписывал под нагрузку. Поэтому моим первым языком стал Perl. Это была не та практика, которую стоит повторять. ПХП тогда еще не был в достаточно зрелом состоянии. Да, тогда были времена третьего ПХП. Но я же говорю, Perl стал потому, что биллинг был написан. Он тогда и популярен был. Да. Потом я пошел в стартап, причем стартап был такой полухардварный. Мы делали собственные системы GPS, GSM-мониторинга. То, что ставится на машину, к примеру, ставились они на фуры, мониторили, чтобы водители топлива не сливали, мониторили, где фура находится и вокруг всего этого. И там бэк был на PHP. Я же занимался JavaScript-овой частью. Вот с тех пор я, по сути, начал писать на JavaScript. И с тех пор так и пишу. Ну, не хочется сказать исключительно на JavaScript, а JavaScript остается моим главным языком программирования все это время, и менять не хочется. А про какие языки программирования ты бы мог сказать? Ну, типа TypeScript? Так. Извините, но это не язык программирования. Я же, я еще и очень большой хейтер, так сказать, TypeScript-а. Хорошо, об этом еще поговорим. Да. В смысле, про какие языки? Какие языки, кроме JavaScript-а? Ну, я писал на PHP, писал достаточно много. Так получилось, что когда я из этого стартапа перешел в аутсорсинговую компанию, меня взяли как senior JavaScript-разработчика, пока, ну, как всегда, пока проект утресали и так далее, меня посадили, вот, PHP, пиши. И оказалось, что я неплохо и в PHP умею. И после этого я писал достаточно долгое время на PHP. Сейчас, к примеру, в GitLab я пишу, соответственно, на JavaScript, на Ruby у нас бэкэнд на Ruby, и у нас есть немного Go, вот, подписываю и на Go. Так, хорошо. Украинский стартап? Да. Ты, кстати, сказал, что он типичный украинский. А чем отличается типичный украинский стартап от нетипичного, неукраинского? Никого не хочу обижать, платят копейки, перспективы сомнительные. Если обычно в случае со стартапом только второе, ну, это было вот... Подожди, у вас в стартапах еще и платили? Офигеть. Мало. Ну, ладно, понятно. Очень мало, настолько, что когда я перешел из стартапа в аутсорсинг, я, типа, меня спросили, сколько я хочу денег, я подумал, сколько я хочу, умножил на 3, а мне дали еще на 200 долларов больше. Офигеть. Ну, типа, настолько я себя недооценил, потому что, честно говоря, никогда не интересовался рынком труда. Тут можно пошутить, как бы, насколько ноль не умножай, получится. Да-да-да. Ну, вот это было недалеко от истины. А аутсорс, сколько тебя там продержалось? Продержался ты там? Так, ой, это сложный вопрос. Это что-то крупное было? Ну, я не знаю, там, 200 человек крупное считается. Ну, не люкс-софт. Да, не люкс-софт. Ну, в принципе, люкс-софт в те времена в Харькове поменьше был. Я продержался там 2,5-3 года, по-моему, и ушел с позиции deputy CTO, заместителя технического директора. Ушел, потому что я искренне, мне искренне не нравилось, как в аутсорсинговой компании относились к людям как к ресурсу, и искренне верил, что можно построить компанию на других принципах, даже в аутсорсинге. И пошел строить свою компанию. Да. Точнее, на самом деле, я свою компанию начал строить против своей воли. Почему? У меня была команда, с которой я поддерживал, ну, я считаю, хорошие отношения. Тогда я еще даже не знал, что, в принципе, любой нормальный менеджер должен так себя вести. Это так, по наитию было. То есть, грубо говоря, все давление сверху я принимал на себя и, соответственно, прикрывал их от тех, не побоюсь этого слова, местами идиотических решений, которые, к сожалению, существовали в аутсорсе. И когда я сказал, ну, все, я ухожу, они сказали, о, мы с тобой. Я говорю, отлично, ребята, я вообще как бы в пустоту ухожу. Мне как раз пришла пора защищать кандидатскую диссертацию. Я ее за три года аспирантуры не защитил. Мне потребовалось чуть больше времени, чтобы ее закончить, потому что работал и так далее. И такое, то есть, я говорю, ну, ладно, ребят, давайте что-то думать. Отказал только одному человеку из тех, кто хотел со мной, при том, что это суперкрутой человек и инженер, мы до сих пор общаемся. Просто так получилось, что у него в тот момент была беременная жена. И я говорю, извини, я морально не готов брать на себя такую ответственность. У меня, я говорю, есть условная подушка безопасности. Вот там семь человек мы начинали, чтобы платить вам в течение двух месяцев. Вдруг что случится, я типа не хочу, чтобы это было на моей совести. И я вот в продажах, я был полный ноль. Сейчас я тоже полный ноль, но я хотя бы это осознаю. И так получилось, что я взял, написал всем клиентам, с которыми я раньше вел. Вначале не так. Когда я написал, что я ухожу, часть клиентов написала, говорит, о, мы бы хотели продолжать с тобой работать. Говорю, извините, ребят, контракт запрещает в течение четырех лет мне с вами работать. И тогда один клиент порекомендовал нас своему знакомому. И исключительно вот по сарафанному радио мы получили первые заказы. Тоже аутсорс-компания по факту. Тоже аутсорс-компания. И тогда я наивно думал, что типа аутсорс-компания, которая специализируется на том, что хорошо пишет решение на JavaScript, это позиционирование. Сейчас я знаю, что это полное чушь, а не позиционирование. Ну типа бизнесу неважно, на чем ты пишешь. Либо потому что на JavaScript нельзя хорошо писать. Отличный допрос, да. Я жду к нэтчику. Что мне остается делать, кроме как набрасывать? В итоге? В итоге. Это все просуществовало семь лет. Семь лет? Семь лет. У меня была своя компания. Ничего себе. И знаешь, она существовала во многом на везении. Ну то есть, грубо говоря, мы начинали сотрудничество с человеком, который работал в Nokia в Финляндии. Потом, к примеру, Nokia купила Microsoft. Соответственно, мы продолжили сотрудничать с Microsoft Mobile. И все это продолжалось, пока не в противоположность всем существующим утверждениям снаряд дважды не попал в одну и ту же лунку. Поясню, о чем идет речь. Я никогда не хотел строить большую компанию. То есть, мы в пике были порядка 20 человек. А когда у тебя 20 человек, у тебя запас прочности относительно небольшой. И так получилось, что у меня уходит заказчик, у которого сидели 5 человек. Я эти 5 человек, они сидят, грубо говоря, на бенче полтора месяца, месяц, пока я ищу новый проект. Нахожу я новый проект. И через полтора месяца так получается, что на этом новом проекте заказчик с той стороны банкротится, перестает платить. И вот я понимаю, что у меня просто нет ни сил, ни желания продолжать дальше. И я понимаю, что зарплаты-то росли, что люди, вот каждый первый человек, который сидит у меня в компании, может припойти куда-то и получать больше. Поэтому я пришел, сказал, знаете же как, друга нельзя купить, но можно выгодно продать. То есть, я, по сути, их все поустраивал в другие компании. Получил за это рекрутинг-бонус. С части этого рекрутинг-бонуса выплатил, собственно, вот те задержки по зарплате, которые образовались из-за того, что мне недоплатили. С части этого, плюс того, что было отложено на фонд зарплаты, купил желтый лотус, спортивную машинку. Да, как раз. И ушел в никуда. То есть, я там 2 месяца просто отдыхал. Но, честно говоря, почти все время, если взять усредненно за 7 лет, я в своей IT-компании зарабатывал меньше, чем если бы я работал инженером своего уровня, как владелец. Ну, это популярная тема. Да. Потом, ну, даже не потом, ближе к концу, я понял, что это не совсем со мной что-то не так. PricewaterhouseCoopers, известная аналитическая фирма, проводила исследование. У нас как раз в Харькове зарождался IT-кластер аутсорса, и выяснилось, что в среднем по больнице в Харькове аутсорс 17% прибыли дает. 17%? Да. То есть вот... Мало? Ну да. Да. Но это связано с тем, что там ты условно можешь продавать даже банально того же Мидла там в X2, но вычти отпускные, которые ты платишь, сам бенч, который ты оплачиваешь по сути из этих же ресурсов. Вот в чистую, в среднем по больнице 17% было на тот момент. И ты такой... И, соответственно, если ты хочешь зарабатывать много, единственный способ растить людей. А мне никогда не было интересно становиться менеджером чисто. Я всегда все эти 7 лет писал код, и я хотел продолжать писать код. И вот я ушел в никуда. И после этого я параллельно выступал на всяких конференциях, потому что мне всегда было интересно что-то людям рассказывать. И в полете на конференцию в Армении, иронично, через неделю от этого момента опять лечу туда же, в Ереван, выступать на JazzConf, я познакомился вот с Наташей Теплухиной, которая тогда не так давно устроилась в GitLab, и которая мне в полете рассказала о ценностях GitLab, о подходе GitLab. И я понял, что мне это может быть интересно. Потому что все-таки... Как это? Ты, когда работаешь на себя, у тебя есть определенная форма свободы. У тебя есть огромное количество обязательств, которые тебе мешают спать по ночам. Но в свободах определять, когда ты делаешь, что ты делаешь есть. И я думаю, что если бы я пошел в типичную компанию, мне было бы тяжело. После этого я взял резюме, подал в GitLab, и дальше в этот момент мне приходит письмо, извините, мы не нанимаем в вашей стране. Я такой, что? Чего? Вот. GitLab же из Украины оригинали. Ну, во-первых, да. Во-вторых, как бы вот я живым человеком, который работал в GitLab. А я говорю, Наташа, я что-то протяне знаю, у тебя другое гражданство? Она говорит, нет. Оказалось, это было в 2016, ну, короче, не помню даты. В общем, было обострение вот этого велотекущего конфликта. В Украине вводили на 90 дней военное положение в отдельных областях. И GitLab на эти 90 дней внес Украину в no hiring list, что, в принципе, здраво. А рекрутер, это я писал чуть позже, после того, как это все прошло, забыла, в GitLab все управляется Git-ом, сделать Git-pool. И посмотрела в старый неспуленный лист. Вот. И я тогда написал, собственно, на Фейсбуке Диме Запорожцу, который, собственно, создал GitLab, он из Харькова. Мы не были лично знакомы. Но я наступил, говорю, вот как так-то? И вот Наташа спросила, Дима спросил, и после этого мне приходит письмо. Говорит, ой, извините. То есть создатель GitLab сам тебе ответил по факту и впрекся в это? Ну, я так понимаю, что он задал вопрос рекрутингу, но вообще я бы не удивился, если бы он и сам ответил. Дима это феноменальный человек, который вот сейчас про это уже можно говорить, по итогам IPO вошел в топ-25 самых богатых людей Украины, но он остается инженером. Он пишет код. До ковида мы там каждый месяц собирались на один-два дня в каворкинге, вместе работали харьковчанами. Это вот человек, который кодит. Ты знаешь, когда человек, который создал многомиллионную компанию, приходит, достает ноут, запускает Vim и начинает очень быстро фигачить рубишный код, это впечатляет. Это как-то мы на GitLab быстро переключились. А у тебя до GitLab еще хотел поспрашать про кандидатскую немножко. Ты сказал, что кандидатская только родителям нужна была по факту. Нет, я говорил не так. Родители порадовались. Да. Я говорил, что она абсолютно... Ну, давай так. Что она была, что там за у тебя работа была? Если убрать всю эту научную мишуру, я занимался предсказыванием схода лавин в Швейцарии. То есть есть в Швейцарии городок, который ты наверняка знаешь, Давос, где проходит международный форум. Этот городок расположен между двумя горами. И раз в сто лет, в среднем, по больнице, его сносит лавиной. Ну, вот не такое расположение у городка. Поэтому там располагается Швейцарский институт снега и лавин. И вот сейчас, уже тогда, приближается очередной сто летний срок, и они обеспокоены исследованиями. Так его же по-любому снесет. Что мы против лавины сделать можем? Потому что, на самом деле, есть огромное количество способов бороться с лавиной. Но самый простой способ, если совсем упрощать, то ты выкатываешь пушку и стреляешь из нее. Суть в том, чтобы нашуметь максимально и спровоцировать досрочный сход лавины, ну, как управляемый. Суть в том, что, собственно, оперировать пушкой дорого, потому что надо перекрывать дороги, обеспечивать безопасность и так далее. И твоя задача, как ученого, предсказать, собственно, сказать, когда надо выкатывать пушку, при этом твоя задача обеспечить минимальное количество ложных несрабатываний. Ну, то есть, когда ты пушку не выкатил, а лавина сошла. Причем ты до пушки, ты программист, который искусственный интеллект изучал. Ну, нейроночки и все такое. Так вот. Как? Что наш вуз сделал ряд датчиков, которые сбрасываются с внимания дирижабля. Почему? Потому что шум винта может спровоцировать сход лавины. Тогда дроны были еще совсем не те, как сейчас. Я думаю, сейчас можно было бы это и дронами. То есть, он зарывается в снег в конкретной точке и транслирует состояние снежного покрова. Большое количество параметров. Фактически, у тебя есть карта склона, где находится, собственно, куча этих датчиков. Ты высел. И информация о состоянии снежного покрова в каждой точке. Так. И, имея эти данные, надо предсказать сход лавины. Собственно... Ну, ладно. Ну, у тебя есть исторические данные, какое было состояние снежного покрова, когда лавина сходила. У тебя есть данные о погоде. У тебя есть данные, в принципе, о физическом процессе. Ну, собственно, диссертацию я защищал не по искусственному интеллекту. Это направление системной анализы теории оптимальных решений. То есть там сложные математические многокритериальные модели. То есть, чтобы ты понимал, у меня был выбор, я мог стать кандидатом как технических наук, так и физико-математических наук. Это на стыке. Вот. И вот, собственно, эта диссертация заключалась в том, и, наверное, это единственная причина, по которой... Ну, не единственная, важная причина, по которой я ее закончил, что она была практическая. То есть это не про сферических коней в вакууме, а про реальное практическое применение. И это было прям сильно проще ментально. Потому что в том же даже аутсорсе меня очень сильно угнетало, когда ты пишешь в стол. Ну, то есть пишешь проект, который никогда не увидит мир. Вот здесь то же самое. Поэтому, когда вот мы дошли до... Когда я основал свою компанию, очень горжусь, у нас почти все проекты, они выходили в лайв. Ну, это приятно. В Швейцарию удалось съездить? Да. И прям дирижабли запускали? Ну, дирижабли нет, потому что... Как это... Все хотят... Бизнес любит экономить деньги, зато за дирижабли запускать ездили люди, которые ответственны за запуск дирижабликов. А в реальности я ездил, собственно, на конференцию. То есть летом в Швейцарию. Там про это... Знаешь как? Ты можешь быть ученым, но ты можешь быть сплошным идиотом вот в житейской обстановке. Я вернулся из Давоса с расцарапанной ногой и обожженным подушечкой пальца. И получив удар током. Почему? Поскольку это лето, я решил спуститься... Ну, так бы я, наверное, на лыжи бы стал или на борт. Я решил спуститься с горы на велосипеде. На горном велосипеде. А ты на горном велосипеде катаешься? Ну, тогда... Или так просто? Спущусь-ка я первый раз в жизни на горном велосипеде. Нет, но я на горном велосипеде в каком-то объеме катался. Даунхиллом никогда профессионально не занимался. Ну и трассу я выбрал не черную по уровню сложности. Собственно, когда... На одном из... В начале пути я обнаружил забавную ситуацию, что ты едешь, оба тормоза у тебя зажаты. Тогда же я был мал и глуп, я же говорю, не понимал, что надо тормозить как АБС, ну, то есть, вот так постепенно. То есть, у тебя вроде оба тормоза зажаты, а ты за счет мелкой крошки катишься вниз. А поскольку трасса поворачивала, я понял, что лучше упасть на бок, чем улететь. Это так я поцарапал ногу. Где-то посередине пути мне стало интересно, внимание, сильно ли нагреваются дисковые тормоза при спуске. Я вот так вот пальцем попробовал дисковые тормоза. Да, очень сильно. А электрический удар? Дальше. Я уже почти спустился на плато, знаешь, где вот этот классический швейцарский пейзаж, выпасают коровок, альпийские луга, и вот на пути моей дороги такой вот тоненький с толщиной с пальчик шлагбаум. И я подумал, ну, сейчас я его открою рукой, закрою это. И вот он меня долбадул током, потому что это вот... Коровок пастили. Да, электрическая изгородь. То есть там потом, оказывается, сбоку есть кнопочка, ты нажимаешь, и он открывается, и закрывается. Короче, электропастух тебя не пощадил. Да. Ну, собственно, основные впечатления от поездки в Швейцарь. Хорошо. Очень колоритно получилось. Вернемся теперь в Гитлаб. Да. Сколько лет назад это было, когда ты туда пришел на работу? Два с половиной. Два с половиной года. Можешь рассказать чуть-чуть про то, как Гитлаб устроен изнутри? Ох, про это можно рассказывать вечно. Вдруг кому-то интересно. Вот основной принцип Гитлаба, который не просто на бумаге, это documentation first. У нас есть хендбук, который доступен всем в этом виде. Там больше 700 страниц, если распечатать его в А4. Всем прямо в опенсорсе лежит? Да. Вообще, да. Ух ты. И это полное описание того, как живет Гитлаб. Абсолютно полное. Все процессы, как продажники работают, как там, это абсолютно полное описание. И считается, что, грубо говоря, того, чего нет в хендбуке, ну, его не существует. Это раз. Второе, Гитлаб, чем, собственно, меня привлек, Гитлабу удалось, несмотря на то, что сейчас у нас почти 1400 человек, удалось сохранить инженерную культуру, в плане чего мы делаем продукт все-таки для инженеров. Если кто-то не знает, это система контроля версии, аналог, можно сказать, Гит... Подожди. Эта система, которая базируется на системе контроля версии, ГИД-подобной, скорее всего, у вас уже что-то свое. Нет, ГИД тоже. ГИД. И делает обвес. Короче, вот не знаете, что только Гитлаб, чего вы еще канал смотрите. Вот Гитлаб, это наша отечественная. Вот как это? Ты не прав. Так. Отлично. Это даже хорошо. Давай. Да. На самом деле, вот тогда, понимаешь, просто вот если человек услышал такое определение, у него может возникнуть вопрос, к примеру, а какого черта Гитлаб продался Майкрософту за условные 6 миллионов долларов, а Гитлаб по текущей оценке ну чуть ли не вдвое больше. Так. Ну, потому что... Ну, понятно, что там инфляция и так далее. Разные модели монетизации. Не только. Так. Потому что сам Гитлаб, это не просто вот... То есть у нас есть термин DevOps, который включает в себя там 10 пунктов. Вот Гитлаб целится в бытие DevOps-платформ. То есть предоставлять решения для всех 10 пунктов. Начиная от хранения исходного кода, заканчивая деплойментом, мониторингом. Это же у вас у первых появились... Да. То, что в GitHub Actions называется, у вас уже это было типа там... С незапамятных времен. CICD и так далее. То есть основная ценность и стоимость Гитлаба в том, что это complete solution. То есть большое интегрированное решение. Вот у Гитлаба только начинают появляться там первые 3-4 шага вот этого вот всего DevOps-цикла. Тут сказать, что Гитлаб все-таки конкурентно отличается от вас тем, что это еще социалка. Ну, Гитлаб тоже социалка, но будем откровенны, конечно же, Гитлаб выстрелил сильно больше. У вас стендалон решение в основном? Да. Основной доход это публичная информация от стендалон решений. Но сейчас, кстати, все больше компаний мигрируют на Гитлаб.ком, потому что становятся все вот эти... Господи, как они? GDPR, в России FS-150 законных персональных данных. очень добавляют проблем. И хочется переложить с больной головы на здоровую, поэтому ряд компаний, которые раньше брали стендалон лицензии, мигрируют на Гитлаб.ком, чтобы голова болела у нас. Понятно. Вот. Так вот. Хэндбук, в котором есть все. Библия. Библия. И так вот, из-за того, что мы делаем продукт инженерами для инженеров, конечное слово в принятии вот решений, что пилить за инженерами. То есть, грубо говоря, бизнес, со стороны бизнеса, продакты приоритизируют бэклог, но ты можешь как инженер сказать, ну, на условном планировании мы будем делать вот то-то. И бизнес не может возразить. Это потому, что вы делаете для разработчиков? Ну, считается. В том числе. Да. То есть, это система, важная система ценностей компании, что, типа, тот, кто будет имплементить, тот и несет ответственность за это. Второй важный принцип, который во многом определяет Гитлаб, это то, что Гитлаб изначально был ремоут ферст компанией. То есть, никогда у Гитлаба не было офисов. В чем плюсы этого подхода, на твой взгляд? Мне кажется, главный плюс заключается в том, что, когда ты 7 лет, Гитлаб в 2014 был, так я сейчас могу опозориться. Сносочку, если что, оставим. могу опозориться с точной датой, что, когда ты столько лет ремоут ферст компания, то у тебя процессы за эти 7 лет или сколько-то вызрели. То есть, это невероятный уровень зрелости ремоут процессов. То есть, к примеру, что-то пафосные, красивые речи, к примеру, у нас нельзя проводить совещание больше, чем на двух человек, если за 24 часа до совещания к ивенту в Google календаре не прикреплены или слайды, или Google Doc с агендой. Ничего себе. Поэтому большинство совещаний, на самом деле, проходят в асинхронном режиме, по агенде, вот прям в Google Doc все что-то обсудили, а на совещании подводится резюме условное и так далее. У нас считается, что за очень редким исключением, прям исчезающим редким, ни одно совещание не обязательно к посещению. Ух ты. Да. То есть, почти все совещания пишутся, и подавляющее большинство совещаний, это третья компания супероткрытая. Я, наверное, не знаю, хотя я общаюсь в атишных кругах, настолько другой открытой компании. То есть, почти все совещания, за редким исключением, выкидываются на YouTube. Просто на YouTube. У нас есть канал, называется GitLab Unfiltered. Вот ты можешь туда зайти, посмотреть, туда просто вот оплодятся результаты. Это позволяет вырабатывать очень интересную дисциплину, когда ты, знаешь, вот как в компании, типа, наружу мы говорим одно, внутрь говорим другое, здесь так не работает. То есть, ты всегда понимаешь, что то, что ты говоришь, это, ты должен быть с одной стороны честен, ну, потому что все вокруг знают реальное положение дел, внутри команды, и с другой стороны, потому что эти же фразы могут потом условные заинтересованные представители СМИ и так далее вытащить. Подожди, мы сейчас говорим, ты сейчас говоришь о каких совещаниях? О любых. Условно, я приезжаю в Яндекс снимать, захожу в офис, у них висит конбан доска с фичами, мне не разрешают снимать, потому что там секрет того, что выйдет. Как в таком, у вас нет таких секретов? У нас абсолютно, вот ты можешь, ты думаешь, как, у нас вот ты можешь зайти на GitLab.com, на нашу репозиторию, у нас абсолютно открытый исходный код, даже платные фичи, да, ты хочешь пирать? Ну, там лицензия наверняка. Да, ну, естественно, есть проверка лицензии, то есть лицензия запрещает, но сам код абсолютно открыт. И бэклог открыт. И бэклог открыт. 40 тысяч issue. И ты прям, подожди, а, ну, ты не можешь взять issue то есть у нас... То есть это прям полный такой классический опыт. Вот ты знаешь, прям, знаешь, как будто пацану и как будто специальный сценарий вручил. Потому что третья важная, фундаментальная вещь, девиз GitLab'а Everyone can contribute. Каждый может внести вклад. И это не просто такие абстрактные слова. То есть если ты сейчас придешь в GitLab, откроешь full request, который у нас называется merge request, знаешь, первый день в GitLab'е какое-то совещание, говорю, I've opened pull request, такая легкая пауза, говорит, we call it other way. Снобы. Да. Так вот, откроешь с фиксом, то ты можешь не уметь писать тесты, ты можешь не знать там внутреннюю нашу культуру кода. К тебе придет merge request coach, человек, у нас есть специальные люди, который ответственен за то, чтобы помочь тебе довести твой код до того, чтобы влился в GitLab. Условно говоря, даже мне, там, Вася, который на Go никогда не программировал, это не уйдет какой-нибудь там конец бэклога, который через 10 лет разгребут? Нет, у нас есть принцип, один из first unblock others. Это вот такие, я выдергиваю очень осколочно принципы, которые считаю, наверное, самыми крутыми. То есть, во-первых, мы считаем, что community contribution'ы важнее того, что мы делаем сами. то есть, community contribution'ы всегда вот будут, ну, то есть, в нормальном состоянии не ты будешь ждать 50 лет ответа, а ты чаще всего тебя будут просить, ты не мог бы сделать то-то, не мог бы сделать то-то. Вот здесь, я думаю, что стоит подправить так-то. Вот. То есть, наша задача довести тебя до кнопки merge, и какой бы самый мелкий вклад ты бы не сделал, ты обязательно будешь упомянут вот в этом большом бэклоге, и чинжлоге. И второе, по принципу first and block others точно так же считается, что ты не можешь сказать на тебе там на вес или на код-ревью, там, допустим, merge request, ты не можешь сказать, у, я занят, там, и так далее. В идеале, можешь, но в идеале ты вначале должен помочь другим с их вопросами, только потом заниматься своими задачами. Красавчики. Да. Это вот, и это все, ну, вот я за два года, я могу, я потом расскажу там, что мне чуть-чуть не нравится и так далее, чтобы не казалось все одной большой пиар-компанией, но вот эти вещи, они действительно и соблюдаются, и соблюдаются достаточно так. Ну, на самом деле, мы с тобой не будем говорить о том, что тебе не нравится, все-таки мы пришли поговорить не про EatLab, просто ты первый человек, который оттуда, возможно, когда-нибудь у меня будет интервью с Дмитрием, кто знает, вдруг он посмотрит наше интервью, ему понравится. Но вообще, все, что ты рассказываешь, я такой сижу и думаю, вау, так бывает. Но я буквально еще пару минут времени. С другой стороны, быть инженером в GitLab наверное, сложно. Сложно, во-первых, потому что это Legacy. Огромное количество Legacy кодаж, которое осложняется тем, что, я не побоюсь этой фразы, долгое время фронтенд в GitLab писали рубисты, которые искренне считали, что фронтенд не нужен. На рельсах, что ли? Да. То есть у нас, знаешь, классический набор юного рубиста пятилетней давности. Ruby on Rails, Bootstrap, jQuery. Вот. И ты же понимаешь, что физически переписать все, ну, очень и очень сложно. И первые, то есть года три-четыре назад в GitLab там было, условно, 90 человек инженеров, из них было шесть фронтендеров. Сейчас эта ситуация сильно выправляется, но последствия этого, естественно, разгребать придется бесконечно долго, а у нас очень много legacy. Это раз. Не без этого. Да. Второе, система настолько огромная, что никто не знает, как она работает. Ну, в общем виде. то есть у нас есть канал в Slack'е внутри GitLab'а, который называется Is This Known? Это, ну, типа, известно. И ты можешь спрашивать, типа, а вот это вот так работает, кто-нибудь знает, почему? Вот. Не всегда кто-то знает. И из-за этого очень сложно предсказать. Иногда там какие-то, казалось бы, минорные изменения в системе могут порушить что-то в совершенно другом месте. Так, хорошо. Система Monolith. Это Monolith. Ну, то есть, то есть, ну, наверняка есть процесс там тестирования, проверки перед выкатками, это все тут. Конечно, есть. Ну, то есть мы, как и все, у нас очень хороший процент кавериджа. Я, как, в частности, там, в GitLab'е у меня одна из, не тоже в должности, тайтла, фронт-энд-тестинг-экспорт, воюю за то, чтобы тесты были тестами, а не тестами ради тестов, но все равно все предусмотреть невозможно, поэтому, как это, shit happens. Ну, типа, я продакшен немножко укладывал. Ух ты, и ты еще там работаешь, это тоже хорошо. Ты же в курсе этой легендарной истории про, не знаю, это, что у нас было, когда мы потеряли 12 часов данных в продакшене. Собственно, инженер допустил, это было относительно давно, инженер допустил ошибку, ну и по канону, случайно, грубо говоря, дропнул продакшен-базу. У GitLab было пять стратегий бэкапа, и все пять не сработали. И что вы делали? Ситуацию спас, по-моему, другой инженер, который, типа, для определенных этих, сдампил, собственно, продакшен-базу себе. Фак, у меня всегда были вопросы к компаниям, которые инженерам дают доступ к продакшен-базам. Ну, это был ранний GitLab, ну, собственно. А, все, то есть это очень давно было? Ну, не-не-не, ни в коем случае. И, собственно, этого человека не уволили. И более, единственное, что было, у него на TeamPage, там, среди прочего, было написано Database Dropping Specialist. Ну, там у нас у всех разные-разные регалии. Да, это хорошо, с юморком подошли. Слушай, расскажи, а чем конкретно ты занимаешься в GitLab? Ну, понятно, что фронтом, но уж за какой кусок ты отвечаешь? Если смотреть, во-первых, у нас коллективная ответственность за код, то есть, когда тебя назначают, у нас есть бот, который назначает ревьюверов, каждый, то есть, бот смотрит в MergeQuest, смотрит, что ты там написал и назначает ревьюверов в зависимости от того, что затронуто. То есть, если ты затронул только одну какую-то область, типа там, фронт-энд, будет два ревьювера. Если ты там совсем упоролся, там может быть 10 человек суммарно ревьюверов. Это, допустим, фронт-энд, бэк-энд, миграции базы данных у нас датабейс-специалисты, quality assurance, и документы, техникуль-врайтеры. Я что, жут, ты думал, скажешь еще и HR, чтобы назначить даты увольнения. Да-да-да. Вот. И эти люди могут назначать, это рекомендации, то есть, ты можешь забить на них и сам подобрать человека, если знаешь, что кто-то там, допустим, больше в теме этой области, но все владеют всем кодом GitLab'а. То есть, мне может прилететь на ревью из совершенно другой зоны GitLab'а. Но то, чем конкретно я занимаюсь, это вещь, с которой большинство пользователей GitLab'а никогда не работали. Я работаю в команде, то есть, у нас есть вот эти 10 секций DevOps'а, там, create, plan, verify, это вот, кто посмотрит, можете нагуглить DevOps-диаграмму, это вот 10 классических этапов DevOps'а. Я работаю в зоне этапа manage, то есть управление, и у нас есть внутри команды, сейчас я работаю в команде импорта, который пилит две, ну, мы пилим несколько фич, но две самые главные фичи. Первая, это импорт с GitHub'а. Это достаточно технически интересная с точки зрения бэкэнда задача, потому что GitHub, очевидно, не жаждет отдавать данные нам, поэтому там куча rate-limiting, ограничения по количеству запросов и так далее, поэтому крупный клиент, там, мигрирующий с GitHub'а могут ждать 10 часов завершения импорта, не потому что мы медленные, а потому что GitHub нельзя быстрее. И импорта, собственно, с GitLab'а на GitLab. Как я уже говорил, много клиентов мигрируют, ну, основное, с Standalone в облако, и иногда, наоборот, требования могут заставлять, то есть это вещь, которой пользуется там ограниченное число людей на старте своей жизни или на GitLab.com, или на каком-то облаке. Звучит, как сложные бэкенды, где есть фронтенд? Мой фронтенд, это полторы условные таблички, серьезно, типа, отобразить список репозиториев, поставить галочки и запустить имбор. А там, ну, а дальше ты бэкендом занимаешься? Я не сильно занимаюсь бэкендом. То есть, ты просто двумя табличками занимаешься в GitLab'е? Внешне, да. Так. Диннер. Правда, по всем GitLab'е. А вы там точно работаете? Точно. И меня даже не уволили, как это, я был на грани увольнения, но не за это. Но в реальности, на самом деле, тут с точки зрения закодить, что понятно, но моя работа, она такая на стыке всего. То есть, мне, к примеру, чтобы помочь дизайнеру спроектировать, казалось бы, эти простые полторы таблички, которые, конечно, сложнее, чем звучат на самом деле, мне, к примеру, нужно понимать ограничения нашего бэкэнда, то есть, то, что физически бэкэнд не может сделать. Чтобы стало еще хуже, понимать ограничения тех сторонних API, к которым мы ходим. К примеру, приходит дизайнер и говорит, здесь у нас будет infinite scroll. Я говорю, не может быть здесь infinite scroll, потому что внешняя API битбакета, куда мы ходим для этой конкретной задачи, она физически не поддерживает такую погенацию. Ну, то есть, мне вот надо... То есть, ты бизнес-анализом по большей части занимаешься? Ну, условным анализом каких-то вещей? У нас, знаешь, вот нету такого, что ты чисто фронтендер, ты пилишь формочки. То есть, есть люди, которые так пилят, но у нас поощряется, чтобы ты был погружен, в том числе, в бизнес-процессы, поэтому я там могу пилить фронтенд, рекомендовать дизайнеру что там поменять и так далее, пилить какой-то мелкий бэкэнд, который там, условно простой, не знаю, там контроллер написать для себя. То есть, конечно же, сами процедуры импорта я не осилю, потому что они сложные. И вот так. Ну, еще, знаешь, этот принцип часто сам нашел, самый правь. Я вот недавно нашел Security Issue и сам, собственно, ее героически правил на бэкэнде. Это Security Issue, это, наверное, вот те 5% Issue, которые скрыты в GitLab, и, понятное дело, их нельзя раскрывать, пока они не пофикшены. Логично. Вот. Но это то, что у меня, скажем так, относительно небольшая загрузка в команде, открывает мне много возможностей наносить добро в масштабах GitLab'а в целом. Это как? Ну, к примеру, вот я, я же говорю, вот у меня там title дополнительный Frontend Testing Export, я занимаюсь тем, что смотрю, чтобы наши тесты на фронтенде не скатывались в фигню. Начиная от банального обновления тестовой библиотеки, которая идет не так гладко, я не от хорошей жизни начал коммитить во ViewTest Tuttle. У нас Jest, и, собственно, поскольку у нас Vue, это ViewTest Tuttle, как основная библиотека, и заканчивая тем, что там, не знаю, какие-нибудь автоматизированные код-моды, чтобы вычистить плохие тесты, там, прочитать какие-то лекции внутри GitLab'а, рассказать, что вот это вот тестировать вот так-то плохо, ну, типа, вы не имеете права так тестировать и так далее. К примеру, я еще GraphQL-эксперт, мы внедряем GraphQL, собственно, и это на фронт-энде один большой интересный вопрос для того, чтобы делать это эффективно, то есть какие-то вот активности, которые связаны не с конкретной бизнес-фичей, а уже с технологическим стеком. И мне вот супер нравится, в разных командах по-разному, но мне супер нравится вот эта вот возможность балансировать между продуктовой фичей и вот такими вот техническими вещами, которые никому не видны. Ты сказал, что тебя чуть не уволили. Это публичная история или нет? Ну, вообще, конечно, подобные истории, когда это происходит внутри GitLab, приватные, в том плане, что GitLab очень сильно, ну, как и везде, знаешь, хвали публично, критикуй приватно. Понятно, понятно. У нас очень сильно это уважается, вплоть до того, что если ты, к примеру, не дай бог, заболел чем-то серьезным, ты даже можешь своему менеджеру не сообщать, ты сообщаешь, в основном, в HR department, и дальше они это коммуницируют, чтобы минимальное количество людей знало. Ну, просто как пример. Так, так по итогу можно рассказать? Нет, но GitLab сам не запрещает это рассказывать, типа, если мне с этим комфортно, то это нормально. Что это было? На самом деле, это было, как тебе сказать, слом культуры. Поясню, о чем идет речь. Я привык, во-первых, работать в аутсорсе, во-вторых, привык работать условно на себя, и где мерилом результата является заделиверенная фича. Вполне себе. Ну, здраво. И так получилось, что у меня в GitLab мне дали фичу, реализация которой суммарно у меня заняла месяца четыре. И при этом я, из-за того, что это было относительно начала моего GitLab-овского пути, я недооценил ее сложность, ну, вот прям кардинально, причем сделал это многократно. Ну, так получилось, что фича затрагивала, скажем так, эта фича, это там компонент нашей фронт-энд дизайн-библиотеки. Очень сложный компонент, наверное, самое сложное, что я делал в плане компонентов для, на фронт-энде. И его потребителем являются очень много разных команд GitLab-а, и им необходимо было собрать требования с них, закодить, потом понять, что там, знаешь, как всегда, 99 способов, как это не работает, потом подебажить ИЕ, не ИЕ, конечно, Safari, да-да-да, Safari, это новый ИЕ. И так получилось, что у меня, у меня сейчас немножко этот страх есть, я очень комплексую выкладывать что-то недоделанное. И вот в течение этого определенного времени у меня я не знаю, как это хорошо перевести на русский визибилити моей работы. То есть, что, грубо говоря, что я не пинаю балду, а что я действительно вот что-то делаю и так далее. И вот на этой почве были откровенно недовольны моей работой, потому что нет ни результата, ни как бы видимости того, что работаю. И вот на этой почве я попал у нас в GitLab-е, это называется Performance Improvement Program. То есть, когда вы садитесь с менеджером, расписываете, в чем проблема и так далее, и в течение какого-то времени ты это контролируешь и прорабатываешь. Ну, спустя, я не помню, месяц мы успешно это все закончили. Я многое для себя понял. Я сейчас иногда через силу тоже, как говорится, деливерю вещи, которые не готовы, потому что то, что я делал, шло в разрез с одной из важных ценностей GitLab'а. У нас есть ряд ценностей, которые мы считаем, но вот эта ценность это iteration, то есть способность деливерить хоть что-то по маленьким кусочкам и так далее. И я просто извращенный вот этим своим бизнес-мышлением, когда я владел компанией, я понимал, что вот эти вот мелкие кусочки, они несут ноль бизнес-ценностей, пока все не готово. Ну, это объективно. Но их все равно в идеальном мире надо было деливерить, чтобы была видимость моей работы. Вот поэтому у меня были проблемы. Больше с этим не сталкивался именно с такой? Нет, то есть я все еще осознаю, что у меня есть немножко с этим проблема. К примеру, вот сейчас я пытаюсь обновиться, мы еще придем к разговору с Vue 2 до Vue 3 в масштабах GitLab. И это огромное количество работы, которые, ну, естественно, я сам не сделаю. А ты прям отвечаешь за обновления вообще везде? Я не отвечаю. Не только в своем компоненте? Я не отвечаю. У нас за это никто, у нас очень сильно поощряются инициативы, я хочу этим заниматься. То есть ты просто приходишь в разные проекты и там... У нас Monolith. Ну, в смысле в разные команды. К сожалению... В разные части Monolith. Да, теоретически. А, подожди, подожди. Если у вас Monolith, значит, Vue ты по факту один раз обновляешь и всем улетело. Скажем так, мы очень не хотим делать ситуацию, когда мы одновременно будем иметь Vue 2 и Vue 3 в кодовой базе, потому что это очень сложно. Слушай, это ж ты, получается, так, извиняюсь за выражение, можешь поднасрать другим ребятам, которые такие, не-не-не, Vue 2, зачем? У нас своих работ хватает. Ну, теоретически, в идеальном мире, Vue 3 плюс-минус обратно совместима с Vue 2. то есть там есть специальный compatibility build, который должен работать, должен, как всегда. Ну, вот, то есть это большая задача, которую я, естественно, сам не справлюсь, то есть нужна будет помощь команд. И вот мне, у нас как раз недавно закончился очередной раунд 360 ревью, когда коллеги пишут тебе отзывы, мне вот на отзывах прислали, что тебе стоит больше, типа, рассказывать о том, что ты делаешь, но мне, к примеру, я понимаю, что они с одной стороны правы, а с другой стороны мне очень тяжело рассказывать это в формате я нашел еще 99 способов, как это не работает. Вот, то есть у меня все еще есть немножечко эта проблема, но сейчас я, так получилось, что у меня меньше задач, я немножечко так их стараюсь реже брать, такие задачи, которые вот требуют так, чтобы много людей меня ждало, вот как эта первая задача. То есть я работаю в условиях своей команды, там я вообще один фронтендер, у нас вот группа, это команда, которая занимается импортом, у нас два бэкэндера и один фронтендер. И поэтому страдаю от этого своего внутреннего комплекса, который еще не до конца переболел, чуть меньше. Но проблемы все еще есть. По поводу работы, процессов работы, меня очень удивило, когда я узнал, что ты на канале стримишь, как ты работаешь. Я такой, нифига себе, GitLab с этим ок. Ну, слушай, у нас весь код в open source, весь код. Но это очень необычно. Ну, то есть они просят, естественно, мне, то есть я когда пришел, я спросил legal department, говорю, вы ничего не имеете? Да, говорит, постарайтесь не открывать Slack, хотя у нас Slack это считается такое полуформальное общение. Говорит, ну и постарайтесь, говорит, чтобы на стриме не всплывали собственно даже названия и issues, которые private. Ну, это в основном security, все. Хорошо, а credentials и всякое такое? А какие credentials? Слушай, наверное, Git и Git. Ну, я же не ввожу никаких credentials. Ну, типа, я авторизуюсь по SSH ключу. Ну да, подожди. Ну да, логично. А до прода когда ты докатываешь что-нибудь словно? А до прода бот докатывает. то есть вообще никаких проблем в принципе нету, кроме и шьев, и Slack. Да, да. Офигеть. Ну, вообще никаких проблем. И более того, честно говоря, я первый раз постримил это, я это называю скучные вторники у себя на канале, потому что мне надо было делать задачи, мне было так впадло, а вот когда стримишь, у тебя нет вариантов. То есть на тебя смотрят, и ты уже, грубо говоря, в альтапчике, в ютубчик, типа, залипаешь. Я решил так лайфхакнуть, а потом внезапно я получил такое количество отзывов о том, что, блин, это так приятно видеть, когда человек, который условно, господи, недавно узнал такой ужатый слева, фронтен-селеба. Это какой-то свят-свят-свят. Где-то напрягся один козуля. Да-да-да. Так вот, видеть, как что сеньор тоже нереально тупит над кодом. Вот, типа, огромное количество отзывов, которые говорят, блин, это так помогает, во-первых, говорит, помогает работать, включаешь фон, и типа тоже работать. А во-вторых, говорит, помогает людям. На самом деле, я вот недавно осознал, это огромная проблема. Люди, особенно вот Джуны, сейчас, когда очень много в айтишников и так далее, когда они тупят, они очень многие ощущают себя, что это они такие самые тупые. И вот мои стримы внезапно имеют терапевтический вот этот эффект, когда люди видят, что я точно так же туплю, лажаю, делаю неправильные вещи, все переделываю, и вот так. А у тебя не было стрёма обратного, что ты выйдешь на YouTube, начнешь делать работу, и все увидят, что ты тупишь? Ты знаешь... Это у тебя спрашивает человек, внимание, который делал 10-часовой стрим, где он решил три задачи с Кодварса. Три. Ты знаешь, я как-то... Давай так, наверное, мне помогло в том, что у меня до этого времени был большой бэкграунд преподавательской деятельности, не на YouTube, и все, что можно облажаться, я уже перед людьми облажался. Окей, вообще вопросов нет. Как это? Моя история фейлфестов, это традиционная фраза, я загубил больше проектов, чем мы сделали, здесь тоже самое, я сделал столько преподавательской лажи, что мне уже ничего не страшно. слушай, 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 последнее про GitLab, хочу поздравить вас с выходом на IPO на NASDAQ, это прям самый топовый выход, который мог бы только случиться у компаний, тут просто вопрос, сможешь ли ты себе купить квартиру в центре Киева за те акции, которые получишь, когда отработаешь условный лимит получения. Да, у вас 4 года первый базовый этот. Просто, чтобы ребята понимали, насколько это серьезно либо несерьезно, это открытая информация. Ну, скажем так, ребята, если они умные и умеют пользоваться веб-архивом, могут нагуглить. То есть, у нас долгое время на уровне, GitLab был настолько прозрачным, что у нас был открыт компенсейшн-калькулятор. Ты прям вводишь Украина, сеньор, ну, типа, фронт-энд, и он говорит, вилка вот такая. Закрыли его не потому, что GitLab решил так закрыть, и не потому, что требования IPO. На NAS, ну, я не помню, как это называется, cause and, ну, короче, типа, закройте ли мы подаем на вас суд. Мы использовали стороннего провайдера, который поставляет локейшн-факторы. GitLab использует разные уровни оплаты в разных странах, в зависимости от того, где ты живешь. То есть, Украина, кому интересно, это 0.41 от Силиконовой долины. Так. И вот тот провайдер, который нам поставлял эти локейшн-факторы, попросил нас скрыть компенсейшн-калькулятор, потому что, по сути, мы утекали его информацией, которая является его тот, что он продает, в открытый доступ. Так, это ты, конечно, умеешь зубы заговаривать. Так, там же было видно количество акций, которые я получал, приходя в GitLab. Короче, ты не хочешь говорить. Нет, почему? Лучше не стоит. Нет, ну это вполне логично. Я спокойно к этому отношусь. Хватит. Хватит. Все. Я очень рад за тебя и за всех разработчиков GitLab. И где-то белой завистью жалею, что не попробовался туда, может быть, хотя он в тотнечке, конечно же, нафига не надо. Но если что, напишите. Собственно, то, ради чего мы собрались в том числе сегодня, это поговорить про Vue. Я не люблю Vue. Вот. Спойлеры. Да, ты мне уже за кадром сказал, что не любишь Vue. Обычно я начинаю там, расскажи про историю. Давай начнем с того, почему ты не любишь Vue и почему тебе ассоциируются с Vue все. Ну, ассоциируются с Vue, потому что, во-первых, я сделал Vue.js Club, собственно, сообщество. Надо будет оставить ссылку в описании. Это беспокойно. Это по дефолту. Одно из самых больших сообществ. Ну, у нас там почти 7777 человек сегодня. Русскоязычные. Да. Отлично. В Телеграме. И я, собственно, контрибьютию во Vue, но это не мешает мне его не любить, потому что у меня вьетнамские флешбеки от Перла. Поясню. Кто не знает, официальный девиз Перла there is more than one way to do it. Существует больше одного способа сделать это. Вот, к сожалению, во Vue ровно такой же принцип, хотя он официально нигде не декларируется, то есть одну и ту же задачу ты можешь решить большим количеством способов, а в компаниях размера GitLab мы, к примеру, не требуем знания Vue на входе. Если что-то можно решить тремя разными способами, то оно будет в кодовой базе решено пятью разными способами. То есть тремя, которые можно, а еще двумя, которыми ты вообще не мог подумать, что нельзя. И это очень сложно, это очень усложняет восприятие. И Vue он HTML first, то есть ты там у тебя есть код, который ты интегрируешь с меткой, проставляя всякие особенные теги, дальше происходит магия. А я, наверное, как инженер всегда магии опасаюсь. Поэтому мне нравится React, который там мы просто JavaScript. Ну, присыпанный синтаксическим сахарком магии у нас сильно меньше. Вот за это... Виртуальный дом. Ну, виртуальный дом наступает в самом конце. Если сравнивать Vue, наверное, и React по количеству вот этой магии, это Vue, как это... React, это одна ложка сахара, а Vue пять. Или, знаешь, вот ты когда... Знаешь, сахарницы, которые высыпаешь? Знаешь, когда ты начал сыпать, и крышка отводилась? Хорошо. Тогда почему ты все-таки сохраняешь любовь к Vue? Если вроде как React лучше... Ты говорил за кадром, что если спрашивают, с чего начать, не знаешь, на чем пились проекты, не знаешь, что за проект, Angular, что логично, Angular дает большой инструментарий. Почему ты перешь на Vue? Почему не уйти в React? Или ты когда-нибудь уйдешь? Нет, ну, во-первых, я до этого писал много на React, когда у меня была своя аутсорсинговая компания. Я вообще как бы горжусь, наверное, тем, что, насколько я был бесполезен в продажах, настолько я хорошо угадывал, вот, предвосхищал тренды вот этого фронтенда. У нас же каждые две недели новый фреймворк. Но я вот, то есть мы начинали писать там, на чем попало, потом появился Backbone Marionette, потом появился первый Angular, мы перешли на него, потом появился React, потом с React мы перешли на Vue, вот, в общем, я вот почти всегда угадывал то, что потом становилось хайповым. Как это ты корректно не упомянул Svelte? Svelte это отдельная история, суперкрутая, потому что Svelte это вот как, знаешь, как, не то чтобы Давид, побеждающий Голиафа, к сожалению, Svelte остался нишевой темой, но многие идеи Svelte, к примеру, Vue 3 позаимствовало очень много идей Svelte, в том числе и Syntaxes в ряде новых пропоузолов, там, Evan. Хорошо, то есть угадываешь с трендами и в итоге остался на Vue. Я остаюсь на Vue, потому что, действительно так, я не считаю, что я остаюсь на Vue. Вот когда я учу людей, я больше всего стараюсь сделать так, чтобы они не стали senior react-разработчиками или там senior Vue-разработчиками. Я считаю, что от условного уровня медла человек должен быть все равно, на чем писать в плане фреймворка. Поэтому, но у меня есть правило, я не учу людей тому, с чем у меня нету актуального бизнес-опыта. И так получилось, что у меня проект, ну, сам GitLab на Vue, плюс проекты на консалтинге на React. Вот поэтому я рассказываю много про Vue, немножко про React. С Angular так сложилось, что у меня сейчас нету актуальных проектов на консалтинге. Поэтому вот... Хорошо, принято. Давай тогда по обычным моим вопросам расскажи немножко про историю появления Vue и вообще, что это за фреймворк, для чего он создавался. Да. На лендинге одного человека было написано, что Evan Vue работал в Google и там было ошибочно написано, что в команде ангуляра, но на самом деле просто он работал в Google и писали они на первом ангуляре и человеку, Evan Vue, который был создателем, ну, не нравились определенные нюансы с первым ангуляром. Evan Vue был создателем Vue. и есть. И есть создателем. Это был как-то очень. Ну, вдруг кто-то подумал, что он был создателем ангуляром. Так. Он был создателем Vue. И, собственно, Evan Vue взял и создал фреймворк. Я не могу сказать, что он вдохновлялся первым ангуляром или что-то, но вот они сходны, потому что они оба HTML first, то есть JS плюс HTML. Взял какие-то идеи, как он это видел и начал его потихоньку продвигать. Vue критическую массу набирал очень долго. Он достаточно долгое время был популярен вот на китайском рынке. Ну, давай, вот Китай, Индия, вот туда. Он же вообще появился до React, насколько я понимаю, до рабочей версии React. Да, насколько я помню, до публичной. Хотя React хайпанул раньше. Да, хайпанул React раньше. То есть Vue как-то вот очень плавно набирал критическую массу, но со временем он обогнал по-главному, чем меряются все гитхаберы по количеству звездочек. 189 тысяч сейчас. Ого, я не слежу. Вот, потому что Vue предложил гораздо более плавную кривую входа для человека, который является верстальщиком. Ну, который вот, как обычно, в мир фронтенда приходят большинство. HTML, CSS, а теперь хорошо бы освоить что-нибудь. И вот как PHP, который помогает, ну, ты, грубо говоря, мог получить результат очень быстро первый. Вот с Vue ровно та же ситуация. Easy to learn, hard to master. если React требовал на самом деле достаточно сильно вывернуть мозг, потому что React говорил, нет, теперь это все JavaScript у тебя, забудь о HTML, CSS, он какой-то магией превращается, здесь не так. Если Angular говорит, ты собрался писать код, нет, будь любезен, выучи TypeScript, еще хорошо бы понимать RX, на котором построена вся философия Angular, и потом только соизволь писать. Там кривая входа, знаешь, это традиционная картинка, где люди вешаются на этой кривой входа. Вот, то Vue из-за этой плавной кривой входа стал очень популярен, то есть появилась там, я с Vue познакомился во времена версии 0.12, ну, то есть нулевых, потом появилась первая версия, потом появилась вторая, и Evan предвосхитил собственно те вещи, которые в большинство. То есть причем я не могу сказать, я могу ошибаться, но мне кажется, что подавляющее большинство вещей появилось первым не во Vue. То есть я, к примеру, знаю одной пример, просто как пример, крутой фишкой Vue, которая многим нравится, является концепция однофайловых компонентов. Когда в одном компоненте ты пишешь сразу шаблончик, CSS, который к этому компоненту и JavaScript. Эта фишка существовала в Riot.js, которая точно была до Vue. И вот точно так же, как мы уже сегодня упоминали, Svel напилил клевый синтезис, который позволяет лаконично работать с реактивностью. Эта фишка похожая очень появилась во Vue 3, конкретно версии 3.2, но то уже детали. То есть у Эвана супер хорошо получается чувствовать, что зайдет, не побоюсь этого слова, простому обывателю и балансировать вот между всем этим. Поэтому Vue и хайпанул. Я думаю, что значительный вклад в популярность Vue в русскоязычном сегменте. Мы должны сказать спасибо большому количеству тех, кого называют вайтишниками, я не очень люблю это слово, но я имею в виду, что люди, которые никогда не учились программированию академически. Здравствуйте, дети, это C, это указатель и так далее, а вот они прошли со стороны HTML, CSS, им легко вкатиться. Но это же, что является благословением, Vue одновременно является и проклятием, потому что на крупных проектах Vue делать очень больно. Такая, мы не будем делать еще одну обратную перемотку, но, например, GitLab выбрал Vue, потому что у него не было выбора, на самом деле. Почему? Вот казалось бы, да? Потому что у нас был тогда React, у которого была сомнительная лицензия, если ты думаешь, помнишь, что там был патент, типа специальный, это, которая разрешала вам использовать React, если вы не конкурируете с Facebook, ты же сам понимаешь, что ни одна большая фирма сознательно не пойдет на такую библиотеку, которая имеет такой пункт. Angular, в то время это был Angular 2, не умел работать больше, чем один экземпляр на странице, то есть он говорил, будьте любезны, все делайте на Angular, а GitLab и сейчас это Multi-Page Application, то есть мы рендерим все на сервере и добавляем View. Соответственно, все, выбора не было. Это тот случай, когда, казалось бы, вроде бы и выбора, а оказалось, что выбора никакого. Вот, но View очень болит, потому что банально, из-за того, что это HTML-код с помощью магии превращается в рендер-функцию, ты, к примеру, во View 2 не можешь даже банально построить код coverage шаблона, то есть ты не можешь сказать, покрывают ли твои тесты все сценарии, все строчки рендеринга шаблона, где у тебя там есть тифы и так далее. Просто невозможно. В третьем View появились source map для шаблонов, но там тоже отдельная длинная история. В итоге, вот, сейчас получается, что люди быстро на маленьких и средних проектах берут View, где он суперхорош, двухсторонне связанные, в общем, можно быстро запилить прототипы для MVP, View божественен. Это, наверное, вещь, которая позволяет из всех трех, я не знаю, альтернативы, которая позволяет быстрее итерировать. А потом, ты, типа, ты же понимаешь, что в реальности MVP, все учебники по бизнесу говорят, но мы потом выкидываем MVP, а в реальности мы поверх достраиваем, 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 и так View и оказывается в больших проектах. Кто View сейчас поддерживает? View поддерживает большая команда, это View.js Core Team, собственно, Эван как главный идейный вдохновитель, и люди, которые занимаются экосистемой View. То есть, я, к сожалению, у меня ужасная память на имена и фамилии, поэтому... Гарюша. То есть, прелесть еще View, что тебе не надо думать. Я поясню, типа, такой, ты берешь React, так, надо взять что-то для управления состоянием, у нас тут Redux, MobX и так далее, во View, выхода на третьей версии, у тебя есть View, все, больше ничего нет. Так, роутер, реакторы поймут, старожилы, так, у нас есть React-роутер, который каждую мажорную версию меняли полностью всю философию, говорили, вот теперь-то мы точно знаем, как надо. Есть там роутер 5, который, несмотря на название, это не пятая версия вот того роутера, отдельный продукт. И так, вообще, такой React-это конструктор, который каждый собирает по-разному. Это во View, у нас есть View-роутер, все. Ну, то есть, это вот такая система, в которой на самом деле нет выбора, и для новичков это хорошо. А, это фреймворк? Да, это фреймворк. Типичный фреймворк, который диктует правила. Типичный фреймворк, только более дружественный, я же говорю, к новичку, чем Angular. И вот есть люди, которые занимаются, я же говорю, основная система View, это View, View-роутер, Viewx, это централизованное хранилище данных, ViewTestUtels, библиотека для тестирования View, которую, как это, и поскольку я, у меня там есть права мейнтейнера во ViewTestUtels Next, то есть, для третьей версии, но вот не знаю, как-то, я удивлен, как в продукте, который так массово пользуется, можно чуть-чуть недолюбливать тесты, это вот, как самый нелюбимый ребенок в семье CoreView проектов. То есть, View2 вышел там три года назад, ViewTestUtels релизнулись, вышли из беты год назад. Вот сейчас View3 уже год существует, ViewTestUtels для View3 релиз мы хотим сделать вот в течение там следующего месяца, хотя, я думаю, займет чуть дольше. Ну, то есть, удивительно. Фреймворк для быстрого старта, где быстрый старт там. Да, ну и там ряд других проектов, которые обеспечивают там всякую сборку и так далее. Я что спросил, потому что Angular, это кто у нас, Facebook, React, это Google, почему-то у меня на задворке головой крутилось, что View, это Alibaba Group. Alibaba спонсирует разработку, ну, там не только Alibaba, но, в общем, есть ряд китайских этих, плюс у Evan есть Patreon, на котором последний раз, когда я заходил, было 16 тысяч долларов в месяц. Знаю одна. Да, это вот чисто ему донатили, то есть, не в сам View, а часто чисто самому Evan. Вот, но, насколько я знаю, я могу ошибаться, я не член ViewGS Core, там только Evan, и, если я не ошибаюсь, еще один человек работает full-time. Все остальное, это community-driven, и еще одна причина, по которой View стал суперкрутым, это у View прям превосходная документация, и это не мое субъективное мнение, я же сказал, я не люблю, как я люблю говорить, я одинаково ненавижу все фреймворки. это создатели React, которые переписывают сейчас документацию, консультировались в создателей документации по View, как сделать хорошо. Круто. То есть, за это надо сказать большое спасибо вот Наташе Теплухиной, то есть, несмотря на то, что она из Украины, она огромный вклад сделала в англоязычную документацию, и, там, к примеру, Сара Дразнер, которая известна по конференциям, которая, к сожалению, недавно ушла, я не знаю всех перипетий почему и как, из Core Team, и теперь возглавляет в Гугле, является евангелистом веба, могу перепутать должность, но суть в том, что она теперь работает над ангуляром. Вот. Ну, в общем, View прям супер в плане документации, это то, что нужно людям. Ты просто про документацию заговорил, у меня сразу такой вопрос на грани. Типа, если хорошая документация, зачем пилить курсы? Я с удовольствием отвечу, потому что вопрос задают часто, он действительно обоснован. Ну, во-первых, знаешь, есть же традиционная шутка, что если у Windows такой интуитивно понятный интерфейс, зачем ей руководство системного администратора на 1200 страниц? Ну, да. Вот. Вот здесь то же самое, потому что документация отвечает на вопрос, что можно сделать, а условный курс, я считаю, должен отвечать на вопрос, а как теперь все это применить? То есть особенно, вот почему по Vue это особенно важно, я вот делаю потихонечку, продолжаю делать бесплатный курс по Vue на YouTube-канале, как я уже упоминал ранее, во Vue есть несколько способов сделать одно и то же. И если, то есть документация тебе опишет, что да, ты можешь вот так сделать, ты можешь вот так, а задача условного обучающего курса рассказать последствия, если ты выберешь этот путь, налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь сам, это прямо пойдешь об камень навернешься. Кстати, ты не находишь немножко диссонанс в том, что на Vue можно много чего сделать разными путями, но тем не менее роутер у вас один, стоит у вас один. Слава богу, если бы у нас было бы еще бы, на самом деле стоит уже не один, уже во Vue 3 есть много разных альтернативных библиотек, с роутером, кстати, не знаю, по-моему, но, скажем так, тут мне кажется, что, к примеру, во многом роутер один, потому что сам Vue ядро слишком гибкое, ну, то есть, именно поэтому ты можешь все извращенные кейсы решить за счет гибкости ядра, но гибкость, она работает с две стороны, это одновременно и хорошо, что ты можешь что-то делать, знаешь, как Linux, вы можете все настроить и будете все настраивать, вот Vue местами так же ощущается. Какие большие проекты написаны на Vue, чтобы ощутить глобальность? Вот, понятно, GitLab пишется частично на Vue. Ну, мы мигрируем на Vue. Мигрируете, да. И знаешь, и дальше у меня такое перекати-поле в голове. Алиэкспресс? Может быть, нет? Ну, просто, опять-таки, Алибаба спонсируют, наверное, Алиэкспресс? Честно, не знаю. Вот я не шучу. Я знаю, что, к примеру, из недавнего, это, конечно, не ответ на вопрос, Apple свои странички презентации делает с Vue. Это я точно знаю. Google отдельные странички своих вакансий, ну, там, вакансий, еще что-то, в общем, при живом-то ангуляре у Google есть проекты, сделанные на Vue в паблике. Я такой просто перевариваю информацию о том, что Apple делает презентации на Vue, а не в Keynote. Нет, нет, презентации, я имею в виду, и промо-сайты. Промо-сайты. Да. Ну, это показатель, по идее. Да. На самом деле, это потому, что Vue супер... Я считаю, что еще одна причина, вот почему Vue такой суперкрутой, он может одновременно работать, как и большой, серьезный фреймворк, вот для таких Enterprise-grade аппликейшн, а с другой стороны, он может продолжать работать, как условная замена jQuery эффективная. Ух ты. Да, то есть у него вот этот запас гибкости очень большой. Хорошо. Мы уже немножко поговорили про разницу с React, ну, такую, не то чтобы абстрактную, но не разницу на уровне кода и на уровне разработки. Если сравнивать с React на вот уровне разработчика, который, допустим, из React свещится в Vue, что ему будет в ново? И что ему нужно будет, может, подучить, подчитать? В чем разница? На самом деле, зависит от уровня разработчика. И сейчас я поясню, почему. Еще одна суперкрутая идея, за что я уважаю Vue, это то, что Vue по максимуму стремится не изобретать своего. То есть все вот эти во Vue там концепции слотов, там, ну, короче, какие-то концепции, к примеру, они взяты из спецификации веб-компонентов. То есть если человек хороший, то есть не senior React developer, как это, а понимает веб-экосистему и хотя бы там на начальном уровне сталкивался с веб-компонентом, он скажет, о, так я это знаю, как это работает. То есть хорошего React разработчика пересадить на Vue можно достаточно быстро, ему надо показать, что, то есть чаще всего придется бить по рукам в некоторых местах, что здесь у нас во Vue так не делают. То есть в React из-за того, что все JavaScript, мы из одного компонента передаем в другой функцию, которую мы можем потом дернуть. А во Vue мы говорим, нет, мы мыслим как в HTML, мы отсюда генерируем событие, а наверху его ловим. Ну, такой HTML ставим. При этом Vue не запретит тебе передать функцию. Это вот тот случай, когда надо бить по рукам и говорить, нет, здесь так не принято. То есть свитчиться из React во Vue очень приятно. Свитчиться обратно тяжело, потому что Vue более богатый по фичам фреймворк, ну, в принципе, ядро Vue более по фичам богато, чем React. Ты обнаруживаешься с значительно меньшим набором инструментов. Из коробки ты имеешь в виду? Из коробки. Даже не из коробки, но то есть из-за того, что все-таки мы в конечном итоге, если мы говорим о веб-разработке, получаем HTML, то вот этот принцип HTML first помогает тебе иметь чуть более простую ментальную модель, но типа мы из HTML получаем HTML. В React из-за того, что React это JS first, мы из JS получаем HTML, это сложнее для построения удержания в голове этой модели. Ну, не нативно. Не нативно. И вторая проблема, с которой я достаточно часто собственно в B2B, когда меня нанимают курсы, почти всегда это свитчеры. Причем бывает типа научить джавистов у меня был в Минске, кстати, давным-давно, навичить джавистов первому ангуляру, помочь команде перейти там с React на Vue, то есть вот такие эти разработчики, которые свитчаются с Vue на React, сталкиваются часто с ситуацией, что среднестатистический код на Vue, написанный так бездумно, не включая мозга, сильно быстрее, чем среднестатистический код на React. Ух ты, это хороший плюс прям. Да, то есть в React за счет тонкой оптимизации можно достичь высокой производительности, но это требует высокого уровня осознанности, и там шаг влево, шаг вправо, и ты уже отстрелился большого скилла, короче. Во Vue вот этот диапазон микрооптимизации, особенно во Vue 2, сильно меньше, но среднестатистический код быстрее. Хорошо. Про быстроту, наверное, чтобы лучше понимать, как это работает, и быстрота, и все остальное, расскажи, на каких принципах базируется вообще Vue. Ну так. Да, обзорник. Обзорник, да. На самом деле Vue базируется на той же философии Virtual DOM, что React. То есть у нас есть некая виртуальная представление того, что должно быть на странице, потом, когда вы обновляете в результате это представление, мы сравниваем два представления, определяем дельту, и эту дельту выгружаем в дом, чтобы минимизировать количество домоопераций. Второе, Vue базируется на философии двухстороннего связывания. Это означает, что у нас есть хороший, красивый сахарок, который позволяет сказать, когда вот этот input обновился, обнови вот это поле в данных. Кто-то этого не умеет? React не умеет, в React нет философии, двухстороннего связывания. В React ты должен поймать на input события, и дальше в этом событии присвоить данные, то есть это React, наоборот, пропагандирует односторонний поток данных. Да, в отгулярии в то же время есть двойной битинг, насколько я помню. Ну да, банан в коробке. Банан в коробке? Это, смотри, в отгулярии в одну сторону скобки, а в другую квадратные. А банан в коробке это мнемоника запомнить, в каком порядке их писать. Снаружи коробка, внутри банан. То есть сначала квадратные, потом круглые. И вот Vue построен на этом же принципе, и Vue построен на, вот отсюда из двухстороннего связывания, построена философия реактивности. То есть реактивность звучит, в React ты получил событие, дальше говоришь set state, простите меня, те, кто пишут на хуках, я упрощен, и ты говоришь, измени состояние системы, это изменение состояния запускает перерисовку. Во Vue ты просто присваиваешь там в переменную данные, и магическим образом Vue понимает, какой кусок надо перерисовать. Вроде как звучит, будто бы это дольше, чем у React, потому что в React ты вроде как сам контролируешь, и это скорее всего не совсем. Тут связано с тем, что в React ты запускаешь перерисовки сам, и из-за этого ты почти всегда, если ты не позаботился об этом, перерисуешь больше, чем надо. Логично. А Vue, из-за того, что он точечно отслеживает, грубо говоря, совсем упрощенно, какие куски HTML, с какими полями данных связаны, это позволяет ему перерисовывать только то, что действительно надо. То есть вот именно за счет этого и достигается быстродействие. И на самом деле на этом вот ключевые две концепции Vue и закончены. Почему в Википедии написано, что Vue это MVVM фреймворк? Ну, потому что вот те данные, которые ты хранишь в компоненте, это Vue Model. То есть у тебя есть реальные данные, но перед тем, как их отображать, ты их подготавливаешь так, чтобы данные лежали в формате удобном для отображения. Просто для меня, для тут нетчика MVVM звучит так, будто бы во Vue есть часть логики, но это же не так, скорее всего. Ну, часть логики управляющей отображением. Управляющей отображением. Это древний холивар, но да, естественно, бизнес-логику в компонентах стараются не держать. Мы в адеквате. Так, хорошо. Я по Википедии готовил себе, какой молодец. Вообще, немножко на Vue писал, немножко писал на React, чуть больше, чуть больше на Angular, но это был первый Angular. Отошло от вас до днетчиков взять. Ну да, вообще, извращенцы еще те. И ты можешь меня поправить, я сейчас могу полную херню затереть, но это было давно. Vue тогда только появлялся, скорее всего, какая-то из первых версий была. Я с React переходил на Vue, и в React было очень все понятно и удобно для меня, потому что, во-первых, там только-только, по-моему, TypeScript подвезли, возможно, а во-вторых, там были функции, типа функция, 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 вызвал, погнал. Когда я пришел во Vue, там, блин, какие-то скобочки, объекты у объектов, и ты такой, что? Вот это мне прям сильно мозг выносило. Сейчас тоже так? Да. Ну, на самом деле, сейчас появился второй стиль написания во Vue 3, называющийся Composition API, который вот очень похож на React, современный React. Они вот прям братья-близнецы, только во Vue лучше. Это отдельная история для фронт-энтематического выпуска. Но все еще так, и это нормальная вот у тебя реакция вот человека, который в программировании пришел во фронт-энд по классическому пути. Ты мыслишь функциями. А люди, я же говорю, которые вот приходят по фронт-энд пути через HTML, CSS, у них вот нету этого. И они, о, круто, я вот здесь дописал атрибутик HTML, и оно связалось. Но да, это абсолютно нормальная у тебя реакция. Я же говорю, вот это два пути. Ясно, надо было просто обыкнуться. Знаешь, вот эта классическая фраза, которую после вуза на работе говорят, забудьте все, что вы знали раньше. На ноль делить можно. Да. Хорошо. Последнее, что опять-таки я с Википедией сверял, там, со своими знаниями. Почему-то в Википедии написано, что во Vue есть классные эффекты переходов. Мне это звучало странно. Это в Википедии что-то? Это в Википедии. Я думаю, как бы, что? Ну, типа, ну, да, и во Vue из коробки есть транзишены, ну, то есть, которые позволяют удобно, эффективно это анимировать. Я сам удивился. Ты знаешь, ты еще, когда показывал предварительно агенду, там было написано это английскими буквами. Да, да, да. Ты пошел переводить? Да, я пошел, такой перевел, я еще печатался в одной буквы, откуда он это взял? Потом так логически подумал, а, там был вопрос, не логически подумал, там был же вопрос, когда появился в Vue, я думаю, пойду в Википедию посмотрю, смотрю, а там эта же фраза, думаю, блин, лажа какая-то написана, она будет поправить. Там вообще, типа, Vue умеет правильно выставлять CSS-свойства транзишн. Я такой, вау, крутая фишка. Причем, это на одном уровне с MVVM, с реактивностью. Ты такой думаешь, наверное, здесь есть какой-то заговор. Все, понял. Короче, это Википедия, пожалуйста, поправьте. Я думаю. Хорошо, компонентно-ориентированный фреймворк. Можешь дать определение тому, что такое компонентно-ориентированный фреймворк, ну, такое быстренькое? И мне еще интересно, почему это называется и React, Angular, компонентно-ориентированный фреймворком, если вроде как других альтернатив популярных, по крайней мере, нет. Нет. Знаешь, когда Артемия Лебедева спросили, Артемий, вы же уважающий человека, отдаете определение, начиная со слов когда, это же не культурно. И вот он ответил, хорошее определение, это когда все понятно. Так. Так вот, компонентная архитектура, это когда страница у тебя разбита на отдельные блоки, которые управляются независимыми кусками кода, и эти блоки взаимодействуют между собой. Все. То есть это просто дженерал название подхода, который вроде как единственный основной. Да, на самом деле не существует, ну, из большой тройки, да даже допишем туда свелт, пусть им будет приятно, трое в лодке, не стесняясь, свелт, не считая свелт. Все они компонентно-ориентированы, потому что это, наверное, естественная ментальная модель борьбы со сложностью. И тут же тогда про TypeScript немножко. Во Vue он нативно идет, да? Нет. То есть изначально его не было. Я не помню, у кого он нативно шел, он гуляр, наверное, сразу. Да, конечно. И все. Да. Во Vue он тоже появился. Ну, на Vue на всем можно было писать с помощью TypeScript, но в Vue 3 ядро, ну, сам Vue полностью был переписан на TypeScript. Почему? Потому что я могу сколько угодно ругаться на TypeScript, я систематически это делаю, но будем откровенны, TypeScript победил. Ну, вот в мире надстроек на JavaScript. А что там еще у вас TypeScript и этот? Flow. Flow? Facebook, да. Flow мне нравился больше, чем Facebook. Flow мне нравился больше, чем TypeScript, но... А CoffeeScript это не из-за этой же темы? Не, не множить. Нет, CoffeeScript это сахарочек. то есть... Хорошо. Тут мы можем похолеварить на тему TypeScript, потому что я как dotnetчик отлично понимаю, что у Microsoft были цели перевести бэкэндеров, в том числе шарпистов, ржавистов, на фронтенд. Потому что для нас писать в типизированной среде прям норм. Подожди, я ни в коем случае... Это вы, знаешь, у меня выходили последние несколько докладов, где я систематически критиковал TypeScript на украинских конференциях. То есть вначале я рассказал, куда я ушел из TypeScript в React-проектах и почему. Потом рассказал про свой опыт, как я четыре аутсорсинговых компании в Украине и России... России вру не было. В Украине и Беларуси отучал от TypeScript и как они за счет этого стали зарабатывать больше денег. Я не против строгой типизации. Уже неплохо. Я считаю, что строгая типизация имеет важную ценность, имеет... Ну, то есть в больших проектах она сильно помогает. Ускоряет разработку, уменьшает количество ошибок. Ну... Ну, ускоряет, если ты знаешь, что я с этим работал. Да. Ну, там есть много интересных... Уменьшает количество ошибок на этапе... Написания кода. Написания кода. Не вронтанги. Ну, отчасти. Да. Ну, мы просто... Это же, я думаю, давно известные холивары. Чем еще он может быть хорош? Хорош. 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 Тем, что добавляет примитивы, которых нету в джаваскрипте, но которые... которыми привыкли мыслить люди в других языках. Самый банальный пример интерфейсы. Это не обязательно связано с типизацией, но вот интерфейс как сущность есть. Ну, отлично. Можем солидный фигачить в джаваскрипте. Да. Так как дядька Боб прописал. Да, да, все, все, то есть и вот ты действительно прав, то есть он позволяет писать условному бэкэндеру на C-шарпе, естественно, ради которого все и задумывалось, в стиле очень похожем на C-шарп. Да, и это выглядит как будто бы притянули за уши и тем не менее, ну, в смысле, TypeScript притянули за уши, чтобы перевести людей. Вроде как есть джаваскрипт и нафиг тут TypeScript. Ну, надежность, вот это все дела. Ну, надежность и вот, ну, все равно это не, как ты слово забыл, не нативно, ну, понятно, это сахарок. И этот сахарок резко так вдруг берет и нафиг весь рынок заполняет. Ну, весь рынок, это преувеличение. Ну, большинство. Это тоже сложный вопрос. Это вот знаешь, как TypeScript на хайпе. Это однозначно. Везде говорят про TypeScript, все говорят про TypeScript и создается ощущение, что все пишут на TypeScript. На самом деле, это относительно далеко от истины. Ну, то есть, не только из-за дремучего легоси, но и от того, что мы, к примеру, извиняюсь, что мы возвращаемся, в GitLab осознанно решили не брать TypeScript. Была дискуссия, потому что TypeScript увеличил бы порог вхождения для комьюнити-контрибьюторов в том числе. Ну, им бы надо было знать не JavaScript, а TypeScript. А комьюнити-контрибьюторы зачастую не самые скилловые ребята. Да. И еще по ряду причин, одной из которых является детская травма, поскольку GitLab писался рубистами, был взят CoffeeScript, потом CoffeeScript умер и мучительно мигрировали с CoffeeScript на JavaScript. И теперь, естественно, как эта кошка, которая села на горячую печень один раз, больше не сядет ни на горячую, ни на холодную. Поэтому я процитирую, по-моему, Брэндона Айха, если я правильно помню, автора цитаты, Always bet on the JavaScript. Всегда ставьте на JavaScript. С точки зрения перформанса, TypeScript не проигрывает. Я понимаю, что он потом все равно компилируется в обычный JavaScript, но все-таки, может быть, там неоптимальные какие-то привидения сахарка бывают или нет? Чаще всего нет. Ну, в смысле, нет проблем с перформансом. Более того, сейчас с этим стало еще лучше, потому что из-за того, что TypeScript набрал критическую массу, разработчики браузеров учитывают интересы TypeScript команды. Окей, хорошо. Я, кстати, сказал, компилируется, естественно, он транслируется. Холивар. Ну, как, холивар? Ладно. Ладно, я понимаю, с этим мы не будем холиварить. TypeScript разработчики, ну, у них же бинарник называется TSC, TypeScript Compiler. Окей. Я в курсе, но я здесь Dragon Book читал, поэтому я согласен, что транслируется. За что ты еще его не любишь? Я его не люблю ровно за одну вещь, которая выливается в огромное количество проблем, которые меня, как консультанта, привлекают к проектам, я вижу вот одно и то же. TypeScript дает ложное ощущение надежности. То есть, я ничего не имею против, когда ты пишешь код, а TypeScript говорит тебе, тут что-то не так, а ты уверен, что что-то так. И тебе приходится писать дополнительный код, чтобы пояснить TypeScript, что здесь вот так. Ну, нет у меня проблем с этим. То есть, ложно-позитивное срабатывание. То есть, TypeScript говорит, что есть проблема, хотя ее нет. Ну, например, какие? Совсем банально. Какие-то совсем нишевые вещи? Да нет, можно начинать с банального. Ты, грубо говоря, вытаскиваешь элемент из дома. Очевидно, что тип возвращаемого значения операции это нул или тип элемента. Потому что элемента может и не быть. Но ты абсолютно уверен, исходя из бизнес-логики своего приложения, что здесь элемент есть. Тебе приходится вставлять проверку, которая с точки зрения бизнеса не несет ценности на самом деле. Типа, есть ли элемент, что типа и в такой-то нул, выкни эксепшен. Это отход не несет ценности с точки зрения бизнеса, потому что ну, он там наверняка есть. Гарантированно есть. Исходя из бизнес-флоу. Но тебе приходится объяснять TypeScript. К этому я отношусь нормально. Но меня очень беспокоят ситуации, когда TypeScript говорит, что здесь все в порядке, а здесь на самом деле все не в порядке. То есть я считаю... Сейчас я поясню. Ложные ощущения. Я поясню для бэкэйдера. Давай. И это понятное дело, что в любом языке нужны то, что называется escape hatches, то есть способы обойти какую-то проблему. И любой язык позволяет тебе выстрелить в ногу, если ты очень сильно этого хочешь. Но TypeScript со своим девизом, чтобы джаваскриптерам было легче переходить на TypeScript, в некоторых местах осознанно, по умолчанию доверяет программисту. А это последний человек, которому можно доверять. То есть у тебя есть строка, в которой лежит джейсончик. Ты делаешь json parse и получаешь в TypeScript тип any, который является волшебным типом, который безопасно приводится к любому типу. Без ошибок. И ты такой в среднестатистическом... Без ошибок, в смысле, не тровится? Так наоборот, небезопасно? Нет, в смысле безопасно приводится, в смысле TypeScript не генерирует ошибку на этапе компиляции. А, окей. Спасибо, опять же, компиляция, трансляция. Да. То есть это сделано для того, чтобы ты там, типа, ты уверен, что здесь такой тип, ты написал, а типа фу, равно json parse такой-то. И ты без печали пишешь код, искренне, и весь твой код исходит из уверенности, что здесь тип фу. Но гарантий-то никаких нет. Ну, окей, но это просто пережитки JavaScript. В JavaScript ты бы вообще никогда не узнал, что там лежит, и словил бы тоже дальше такую же штуку. Да, но смотри, в JavaScript нет. В JavaScript в конечном итоге. В конечном итоге, да. Тебе надо там думать больше. Именно. В JavaScript ты знаешь, что здесь может быть что угодно. А тут ты расслабился. В JavaScript ты можешь, условно, ты пишешь один модуль, который получает на вход данные конкретных типов. И ты не знаешь, что на самом деле данные, которые тебе передаются и которые помечены как этого типа, на самом деле другого типа. Ну, потому что недопроверили. И таким образом вот эта вот надежность ну, типа убывает. То есть, ты, и конечно же, есть библиотеки для контрактного программирования, с помощью которой ты можешь валидировать, быть уверенным. Ну, и плюс, если тебе данные присылают другого типа, это вопрос тем, кто эти данные присылает. Ну, не всегда. Ну, ладно. Да. Ну, окей, ты можешь парсить что-то и тогда это на твоих плечах, например. Естественно. Но суть в том, что... Ну, контрактное программирование. Да. Но вот я считаю, что язык программирования, это вот основная моя претензия к TypeScript, он должен... У Пайтона есть вот часть, крутая часть философии to fall into the pit of success. Типа, ронять человека в яму успеха. То есть, если бы Джейсон Парс возвращал бы, к примеру, тип unknown, unknown, это такой же тип, который говорит, что там неизвестно что, и прежде чем привести его к другому типу, тебе вот как раз надо пропустить его через какой-то контракт, провалидировать и так далее, то было бы лучше, поскольку он бы заставил программиста задумываться. А так, очень большое количество программистов на TypeScript те вот пишут код, но это знаешь, вот как писать код, в принципе, размышляя только об оптимистичном сценарии. В итоге код вроде как работает, на самом деле там большое количество проблем, которые вылазят в реальной эксплуатации. И TypeScript слаб местами в вопросах вывода типов, то есть он криво выводит типы, и это... У них прям на GitHub, я такой спойлер, сейчас как раз готовлю мастер-класс по TypeScript. Может, он уже, кстати, выйдет. Да, к тому времени он выйдет, в любом случае, тогда включим сюда промокод. Это вообще получилось эротично, знаешь, человек, который хейтит TypeScript, готовит мастер-класс по TypeScript, потому что его должен был делать мой коллега, но коллега, у него большие перемены в жизни, устроился в JetBrains писать компилятор из Котлина в JavaScript. Поэтому мне приходится отдуваться. Так вот, начало курса будет с открытия на GitHub странички, которая так и называется в репозитории TypeScript TypeScript Non-Goals, типа, что не является целью TypeScript. И там явно написано, что целью TypeScript не является построение надежной системы типов. Вот невозможная сдача дополнительных. Нет, ну, абсолютно это. Они говорят, что они выбирают баланс между удобством жизни JavaScript-разработчика и надежностью. И вот мне бы хотелось, учитывая общий, невысокий, к сожалению, давай так, я думаю, что все со мной согласятся, что средний уровень скилла разработчика идет вниз, потому что приходит очень много новичков в профессию. Ну, это понятно. И вот я был бы рад, если бы хайповая технология помогала бы с этим бороться тем, что вот двигая принудительно саму технологию в планку надежности. Ты же понимаешь, что она тогда будет менее хайповая. У меня есть огромный вот flow, он был более надежным, но менее хайповым. Но это не мешает. То есть моя задача не пересадить людей с TypeScript на что-то. То есть я, да, я пишу, к примеру, проекты на React на другом языке программирования, который компилируется в JavaScript, который гораздо более надежный. Rescript называется. Но моя задача не пересадить людей с TypeScript. Моя задача как можно больше ныть о том, как все плохо, чтобы люди об этом знали и задумывались. И задумывались. Вполне себе имеет место быть. Хорошо, отошли от темы TypeScript, кидали нормально. Давай, Иринька, перечислим, какие основные дополнительные библиотеки с Vue, с UGS используются в паре. Да мы на самом деле уже все упомянули, то есть я упомянул, то есть те, которые входят в Core, это Vue Rooter. Core понятно. А на самом деле дальше начинается выжженная земля. Дальше нету никаких, ну то есть... То есть ничего популярного там не нужно? Нет. Вот все входит в Core. Ну то есть если вы смотрите этот выпуск, это, если вы выбираете библиотеку, чего попробовать новую, посмотрите на Vue Query. Она, по-моему, я не знаю, является ли она сейчас официальной частью Vue Query. Я знаю, что автор библиотеки попросил NPM-пакет собака Vue, ну слэш что-то ему дали. Я не знаю, считается ли оно официально теперь Vue Query. Работа с URL? Нет. Vue Query это очень удобная библиотека для работы со всякими SAP. Я поясню, в чем проблема. Буквально в двух словах. У нас, как мы знаем, у нас есть бизнес-логика, бизнес-логику надо отделять от представления. Поэтому в мире React там трендом является хранить все в Redux. То есть мы загружаем данные с сервера, ходим, кладем их к себе. Это удобно, стоит в одном месте. Да. Но на самом деле это полный пипец. Почему? Потому что у тебя в стейте, давай так, состояние приложения, вот если мы вообще вот Redux и Vue Query это вещи для Application State, состояние приложения. Если мы откроем любой учебник, проснулся преподаватель, то состояние это то, что изменяется с течением времени. Так. Когда же ты тягаешь какую-нибудь опишку, чаще всего ты в условный Redux или Vue склонешь ее и используешь по сути Redux как кэш. Да, это правда. И это большая проблема, потому что у тебя сущности разных типов, то есть состояние приложения и кэш хранятся внутри одной сущности Redux. И слава богу, последнее время React-овская комьюнити стала об этом задумываться, стали появляться библиотеки React Query, RTK Query, которые предоставляют тебе совершенно другой подход. если раньше зачем мы это делали, в Redux клали или во Vue данные, чтобы несколько компонентов не делали один и тот же запрос. Теперь это все выносится опять же на уровень легкой магии, ты просто во всех компонентах делаешь нужный запрос, а он магическим образом дедуплицируется, кэшируется и так далее, чтобы ты не думал о том, какой компонент где загружает данные. Ты запрашиваешь где хочешь, а механизм за тебя думает брать из кэша или сделать новый запрос. Потому что это ключевая проблема, которую многие не осознают вот этого подхода. У тебя в Redux появляется зацепление между компонентами, которое нигде не видно в коде. Зацепление заключается в том, что у тебя раз, два, три, четыре, пять компонентов условно вытягивают данные, а грузит данные кто-то один. И у тебя зацепление от того, что этот один должен запрос на загрузку, а все остальные потребляют. И у тебя в коде зацепления не видно. Что на самом деле вот эти пять потребителей зависят от того, что в жизненном цикле приложения вот этот компонент будет раньше. То есть условно если тебе в потребителей нужно дернуть, а в родителей не в родителей, в том, который вызывает этот вызов ненужный, ты все равно идешь через два компонента. Ну не только. То есть суть в том, что какой-то один компонент должен дернуть данные, а потом все грузят. Ты не можешь, а когда ты пишешь с использованием вот библиотек гипа React Query и Vue Query, ты во всех компонентах дергаешь, и кто первый, грубо говоря, кому понадобилось, тот и выполнит запрос, остальные получат из кэша. Это очень важное изменение. Вот именно упрощающий, избавляющий от огромного количества бойлер-плейта и упрощающий логику приложения. Ты не думаешь о том вот этих скрытых зависимостях жизненного цикла, ты просто грузишь где тебе надо. Вот Vue Query это библиотека, реализующая эту философию Vue Query. Это типа из того, что стоит посмотреть. Так, отлично. Ну, скорее всего, мне кажется, она в корка пойдет. Еще раз, она уже в домене, я не знаю, может быть, даже она в коре, я не могу следить, но это прям свежеприбывшая, как говорится. А дальше там начинается зоопарк библиотеки, зоопарк этих, знаешь, фронтендеровских дизайн-систем, и вот там я ничего не могу подсказать, они все имеют свои достаточно серьезные минусы. Единственное, что могу сказать, не береги BootstrapView. У нас в GitLab BootstrapView, и это огромное проблема. Хорошо, а CSS-систем у вас в коробке есть какой-то? Да, во Vue есть из коробки, смотри, во Vue из коробки есть возможность писать компонентные стили. Ты типа магическим образом, когда описываешь компонент, дописываешь скуп, это слово, к тегу стайл, да, и они автоматически применяются только к этому компоненту. А, я вот не помню, там сейчас в новых версиях CSS вроде уже и миксины завезли, ну, переменные давно были? Ну, скажем так, все к этому идет, по-моему, я не макеев, чтобы досконально знать, по-моему, все еще и в проползалах, но да, но уже на высоких уровнях. Отлично. Ну да, вроде как самодостаточная система достаточно. Ну, то есть со всей вот этой прочей фронт-энд инфраструктурой Vue дружит. То есть ты можешь писать, хочешь, пишешь HTML, хочешь, если тебя, не знаю, даже кто покусал, пиши Pug, шаблоны вот в Pug, который раньше назывался как handlebars, нет, Ginger, да, шаблонизатор. Ginger, да, Ginger. Я путаю, да. Хочешь писать CSS, пиши CSS, хочешь писать Sass, пиши Sass, хочешь писать Stilus, пиши Stilus. то есть Vue из-за того, что он использует вебпаковскую экосистему, типа он дружит со всем, плюс-минус, что дружит вебпак, плюс Evan в последнее время отвлекся и написал крутой, сверхбыстрый, собственно, бандлер для демо. Вид называется. Вот, он прям супербыстрый, суперкрутой. Ссылочку оставим на все это, можно посмотреть. Ссылка в описании по промокоду такому-то. Хорошо, что еще? Что еще хотел спросить? В Vue может запускаться, приложение на Vue может быть многостраничным, просто цельной, путаю, немногостраничным, а это не спрашивает. Vue может спокойно работать, да, не спрашивает. это значит, что, скорее всего, она не такая жирная из-под коробки, как тот же Агуля. Да, Vue, по-моему, 33 килобайта в минимальной обляске. Это намного меньше. Более того, если ты используешь именно, как это, вот, знаешь, как, добавить сахарку к серверу рендеринговой странице, есть проект, называется официальный, то есть во Vue.js это petit view, маленький view, весит всего 5 килобайт, поддерживает ограниченное подмножество синтексиса view, то есть некоторых, но идеально вот подходит для вот таких вот встраиваемых в страницы вещей. То есть ты можешь использовать 80% возможности view с весом в 5 килобайт, за символом, конечно. Обязательно нужно использовать все ядро, то есть на уровне юзингов там подключаешь, тот же роутер, тот же... Конечно, это отдельные пакеты, плюс само ядро, там у нас, я же говорю, есть больше одного способа сделать, это при определенных условиях даже само ядро может трешейкаться, то есть часть ядра может быть выкинута, если она не используется. Есть ли какие-то задачи, на которых в Vue работает с заметной присадкой к перфомансу относительно других этих алейфейберков? есть задачи, где Vue может быть болезненным, это задачи, где очень много давай так сейчас перефразируем, где настолько много реактивности в плане изменения данных, что ты физически понимаешь, что не способен их перерисовать собственно в том объеме, чтобы нормально было, и тебе надо, грубо говоря, то ли откладывать рендеринг, то ли еще что-то, ну представь себе, не знаю, таблицу, на которой акции, которые 10 тысяч ячеек, на которой обновляются каждые несколько десяток, несколько секунд, они еще сложные зависимости и так далее, здесь Vue будет плохо, потому что система реактивности вот эта, она магическая и неуправляемая, то есть А у кого будет хорошо? Вроде как ни у кого? Да нет, к примеру, в реакте, во-первых, реакт очень много времени уделяет термину perceived performance, это то, которое ощущаемая производительность, и весь, все изменения, которые были в двух последних мажорных версиях реакта, в том числе про то, что, чтобы создать систему приоритизации рендера, то есть ты реактом говоришь, ты отрендерил, а дальше, к примеру, сам реакт может отложить перерендер компонента, потому что знает, что сейчас в очереди надо обработать перерендер, вызванный нажатием кнопочки пользователя, то есть когда у тебя происходит такой перегруз динамической информации, браузер не успевает отображать, вот современный реакт проделал колоссальную работу в плане того, чтобы это работало приемлемо. Как ни странно, все это исходит из потребностей фейсбука, потому что все видели этот интерфейс, фейсбука, миллиард этих, миллиард вещей, которые обновляются, ты прокрутил ленту на два экрана выше, кто-то поставил лайк, это все равно же триггерит перерисовку элемента вверху, но ее можно отложить не в тот момент, когда ты крутишь, чтобы все было плавно. Вот в этом контексте реакт может быть лучше. вью, то есть там это можно тоже сделать, но требует очень хорошего понимания, как работает система реактивности вью, как ее подпереть костелем и так далее, и можно точно так же прострелить себе ногу. То есть у тебя вещь, которой ты сильно меньше управляешь. Знаешь, как аналог автоматической механической коробки передач. На механике ты можешь, когда надо включить пониже, выбраться изъявы, она автоматически будет любезен ей, как дают. Хорошо. Это единственное большое, не косяк, а большая просадка? По производительности наверное да. В остальном в принципе все. В остальном будем откровенны, для 80% задач любой из фреймворков подойдет. Нюансы будут в скорости разработки и в стоимости и сложности поддержки. Надо поговорить еще про то, где брать информацию про вьюм и про все, что вокруг него крутится. Я обычно спрашиваю сначала про книжки, но я знаю твою позицию, что книжки устревают до того, как ты их успел прочитать. Да, я вообще считаю, что книжки по технологиям это не то, чтобы зло, но типа вы ее нормально прочитать одну в жизни именно по технологии. Ты сказал человеку, у которого, по-моему, на медиуме есть статья, может даже не одна, а в тех книгах, которые я прочитал. И там были книги по программированию, кстати. По программированию, да, я не против книг по программированию. По разработке, скажем так. Да, я не против, я против книг вот по конкретной технологии. Понятно, позиция понятна. Что если не книги? Например, YouTube. YouTube, хотя, как ни странно, я не любитель потребления видеоконтента, сказал человек, который пишет видеокурс на YouTube. Просто для меня видеоформат, вот это рисование, я пером по экрану рисую, Microsoft Surface, перо, позволяю еще рисовать по экрану. Компания Microsoft, заплатите мне хоть что-нибудь, я уже четвертую железку вашу покупаю. Так вот, это компромисс между сроками подготовки контента, потому что, плюс делать из этого же контента статью нереально много времени, и вот возможности деливерить актуальный контент. Ну, в общем, YouTube, и есть блоги отдельных людей, которые стоит читать. Где? В основном в англоязычном, конечно, на интернете. Персональные блоги, сайты? Персональные блоги, да. Ты писал где-то, что в Твиттере, в 16-м году ты писал, что в Твиттере можно учиться JavaScript. Сейчас в Твиттере я вижу только нытье, по крайней мере, русскоязычном. Действительно ли можно в Твиттере что-то научиться? Да. Ну, давай так, я до сих пор использую Твиттер как источник информации, что нового происходит. Там достаточно забанить 2-3-4 личности и парочку тегов, чтобы он снова превратился, моя твит-лента превратилась в техническую. На самом деле, вот когда люди читают всякие технические вещи, а во фронтенде, типа, знаешь, вот как эти плакаты, ноль дней с момента появления нового фреймворка, у многих развивается страх, что они что-то боятся пропустить и так далее, что они не успевают изучать, а вот это уже новое. Господи, в вашем болоте этот страх должен быть просто по дефолту нормальностью. Так вот, я не считаю это нормальностью, я считаю, что этот страх мешает людям расти. И поэтому я, к примеру, новичкам это сейчас советую не читать. Твиттер именно потому, что там вот постепенно, ну, знаешь, как это пуш на информацию, и в итоге тебе пушат, пушат, пушат информацию, а потом, знаешь, одна, две, три, сто открытых вкладок посмотреть потом, потом, а! Это очень влияет, очень вредно. Я, я на самом деле по Vue, вот почему на самом деле я начал делать курс по Vue? Потому что я считаю, что подход, который вот я видел в интернете с девизом максимум практики, приводит к тому, что люди способны воспроизвести, грубо говоря, плюс-минус ту же задачу, которую делает, ну, которую там они видели на разборе преподавателя. Более того, сейчас на своем уровне педагогического развития я считаю, что куда важнее показывать людям, как выглядит плохой код, чем как хороший. Потому что, вот я такой сажусь, и вот, собственно, курс по Vue был первым, где я обкатывал это, и я супер доволен результатами, и это вот сейчас прям моя философия. Я такой сажусь и понимаю, что я не знаю, как объяснить человеку, что такое хороший код. Зато я прекрасно сажусь и могу объяснить человеку, что такое плохой код. Ну, то есть признаки плохого кода гораздо проще сформулировать. Это хорошо, если ты их видишь. Ну, да. И когда человек... Я же не могу рассказать все, неважно, какой длины был курс. Рано или поздно человек приходит на абстрактный стек оверфлоу и видит кусок кода, и он не понимает, этот кусок кода хорош или плохой, потому что у него нет механизма, как понять. Вот я считаю самым важным дать понять, по каким признакам понять, что это плохо. Это позволяет людям дальше самим находить информацию и рейтить ее, исходя из вот этих критериев. Вот, собственно, куда я сейчас иду и почему на самом деле курс по Vue, во-первых, пишется так медленно, потому что для меня очень сложно подбирать говнокод. Вот, серьезно. Это наступание на горло собственной песни. Ты должен написать качественный говнокод с педагогической ценностью. Я для этого, кроме шуток, взаимодействую с некоторым количеством джунов и учу их и консультирую бесплатно, использую их как источник говнокода. Нормально, нормально. Хорошая благотворительность. Да, потому что иначе у меня получается плохо. Все равно сложно, знаешь, вычеркнуть из памяти весь свой опыт и написать реально. А так они, у нас с ними договор. Они мне поставляют говнокод, я им поставляю консультации. Хорошо. Сообщество. Повтори еще раз, как называется ваше сообщество. Vue.js.club. Ссылочку. Вы выдвинули. Что еще где в Телеграме можно? Собственно, есть Vue.js.ru, которая является вроде как основным и самым большим. Там было под 10 тысяч человек. И, в принципе, на самом деле, ну там есть еще отдельные комьюнити по NUXT. NUXT – это надстройка на Vue. Для тех, кто реактор, аналогичная NUXT. Собственно, поэтому и вдохновляюсь. NUXT.js, NUXT.js. Да. Это еще более высокоуровневая надстройка, которая уже диктует, где размещать файлики, где заниматься дата-фетчингом. То есть более такая. Почему я думал, что NUXT – это про бэкэнд на JSON? Ты путаешь с Nest. Nest, точно. Господи, какое-то сложно. Да, у нас все плохо. Nest, Nest, Nest. Ну ты же знаешь эту историю? Берешь типа рандомное английское слово и ищешь, есть ли такой пакет на NPM. Если есть, то пьешь. Спиться очень легко. Так, хорошо. Вот. Nest? Nest? NUXT. Почти смог. NUXT. NUXT. И на этом, наверное, моя мысль обрывается, потому что это покрывает, наверное, 90% потребности русскоязычного человека. Если сказать за... Англоязычное, то там прежде всего Discord, Viewland. У нас, собственно, наверное, самое часто спрашивают, почему мы не переехали в Discord, потому что удобно же, отдельные каналы, тредики можно забелить. Моя позиция, ну и как показывала моя практика, что уровень открика напрямую зависит от того, нужно ли человеку прилагать дополнительные усилия, чтобы запустить инструмент. То есть в Телеграме все сидят. Ты же понимаешь, что если не перевозить людей в Discord, то они там и не будут сидеть. А я и не вижу ценности. Попробуй. Там такая ролевая система. Нет, я пользуюсь Discord. А, ну окей. То есть я знаю, то есть я как потребитель, я пользуюсь Discord, знаю все эти роли, все эти интеграции с внешними сервисами, возможность выдавать патронам бейджик, что ты там мне задонатил. Да, Discord суперкрутой, особенно с тех пор, как треды запилили вот не так давно. Фу, да. То есть из-за чего и слака ушел. Но вообще, да, спасибо, теперь будешь пользоваться и слаком, будут переходить в Discord. Да, но так сложилось, что я считаю, что наша позиция, что мы в Телеграме, который является основным мессенджерам вообще в СНГ, это обеспечивает большую вероятность получить быстрый ответ. Логично. То есть наша позиция в том, что люди такие, ооо, типа, сколько сообщений нереально прочитают. Мы не считаем, что чат это то, что надо читать типа ретроспективно. Мы считаем, что вот чат это все-таки общение в моменте. По этой же причине у нас, кстати, офф-топика нет. То есть Vue.js.club это сообщество людей, интересующихся Vue. Обсуждаем мы там, начиная от рецептов шарлотки, заканчивая чем угодно. Семь тысяч человек. Да. Офигеть. Это наша позиция, потому что мы хотим, чтобы люди возвращались, ну, типа, заходили в чатик пообщаться, потому что это повышает вероятность, что, типа, люди, которые общаются, ответят на вопрос. Ну, а экономия времени людей, нет? Нет. Ох, блин. Я вообще, я весь чат читаю. Ох, блин. Ну, типа, перерывами, то есть не так же сразу, каждую секунду там сообщения. Хорошо, хорошо. Надо сходить к вам посмотреть, как там. Да, но отложено, но я считаю, что именно поэтому вообще вот во Vue-сегменте сложил, у нас, по крайней мере, в клубе сложилось такое очень отзывчивое сообщество. В англоязычном там, опять же, из-за того, что там мейнстрим, дискорд, там проще с этим. Автопик в одном канале, контент в другом канале. Ну, к примеру, русскоязычный канал в дискорде есть, конференции. Есть ли какие-то профильные либо какие-то непрофильные, где всегда появляется Vue? Ну, конечно, во-первых, есть серия профильных конференций, которые организовывает, господи, GitNation, по-моему, команда. Это англоязычная конференция. Англоязычная. Vue.js London, Vue.js Toronto, Vue.js... В русском сегменте? В русском? В украинском? В украинском сегменте вот Framework Days периодически проводят специализацию, ну, минимум раз в год проводят специализированную конференцию по Vue. Ну, и, к примеру, не могу не упомянуть там те же Jugu.ru, которые Holy.js делают. Они, в принципе, всегда стараются балансировать, чтобы, ну, обычно один-два доклада по конкретному фреймворку есть, ну, так, чтобы еще каких-то суперспециализированных я, наверное, не припомню. достаточно. Вспомнил. Последнее, если мне не изменять память, Озон какое-то время назад проводил в онлайне Vue.js митапы, соответственно, с фокусом на Vue. Тоже было вполне неплохо. Ссылочку, если найдешь, скинешь мне, мы тоже ее оставим. Рубрика «Рандом». Вопросы, которые не вошли в канвуну, которые я бы хотел задать. Да. Сколько ты зарабатываешь? Да, ну, оставим это Юрия. Да. Когда Юра дорастет до тебя, то тут пусть и задает. А я спрошу, какая вилка у сеньор фронт-энд инженера? В GitLab'е. Так, сейчас. Так, ты точно уверен, что хочешь? Еще раз. Я на стриме это показываю, я часто показываю зарплатный калькулятор. В Украине это от 56 до Так, давай сразу в долларах, если можешь. Это в долларах, но в год. А, в год. Ну, просто я называю те цифры, которые я помню это, кому интересно, сами разделят. Нет, сейчас будет где-то от 69 до 90 тысяч долларов в год. Это сеньор фронт-энд инженер. Если вы хотите получить мидла, просто разделите на 1 и 2. Неплохо. Да. Здесь надо сказать огромное спасибо всем GitLab'овцам, в частности Наташе Теплухиной, которая во многом обеспечила то, что в GitLab'е есть Base Salary, зарплата в долине, от которой все считается. И вот GitLab'у долгое время базовая зарплата фронт-энда и бэкэнд-разработчиков различалась. У бэкэндеров было больше. Сфигали. Ну, потому что в долине так. Что за дайверсити. И вот теперь GitLab'у выравнивает зарплату, конечно же, путем увеличения. Ну, это нормально. Да. Это до вычета налогов или после? Это до вычета налогов. Хорошо, а налоги сколько примерно в среднем Украине? В Украине пару процентов? Пять процентов. Пять процентов. Отлично. Извини, я тебя просто перебью. Если вы в другой стране, на самом деле все очень просто. Если у вас есть любой зарплатный опрос, GitLab, к примеру, целится в третий квартель. Третий квартель. Так, специально для тех, кто прогуливал мою статистику, медиана, это означает, что это сумма справа и слева, от которой находится одинаковое число людей. Третий квартель, это означает, что справа в три раза меньше людей, чем слева. А, вот, это получается в большую сторону. Да. Прикольно. То есть, GitLab, это выше рынка, только формализованная математическая. Хорошо. У тебя есть бесплатный курс по Vue. Да. Я не буду спрашивать, почему он бесплатный, я думаю, те, кому нужно, знают. Я спрошу у тебя... Ты путаешь причину и повод. Я вообще не называю, у тебя просто есть бесплатный курс по Vue. Стоит ли ожидать другие курсы тоже бесплатными у тебя? Да, но не скоро. Я, почему так получилось, что со всем этим курсом по Vue и так далее, я забросил немножечко Patreon, на котором собственно, люди мне платят по сути уже несколько месяцев просто за то, что я молодец, а мне дискомфортно. Ну, вообще изначально Patreon для этого и делался, чтобы респектнуть автору. Ну, ты же понимаешь, я оглашал другое. Поэтому, в принципе, ну, то есть на Patreon я планирую немножечко переключиться туда, но, да, я могу публично обещать, и, наверное, скорее всего, не выйдет к моменту выхода этого видео. То есть следующее там, что я хочу делать публично, это серия видео по Рескрипту. Это вот тот язык, который я упоминал, строго типизированный. Точно обещать не стоит. Я не обещаю, я же говорю. Все, отлично. То есть планы есть какие-то? Отсюда же следующий вопрос. По-моему, да, где-то на стриме ты говорил, что на курсах ты зарабатываешь больше, чем работая в GitLab. Это правда? Да. Ну, когда я не ленюсь, то да. Что ты включаешь в оценку заработка курса? Это прямые продажи либо это продажи коучинг и Патреон? Только, ну, это прямые продажи. Это больше на порядок либо в разы? Либо примерно одинаково? В разы, но не на порядок. В разы, но не на порядок. Следующий вопрос, зачем ты остаешься в GitLab? Очень просто. Я уже озвучил это. Я не преподаю то, чем я не занимаюсь в реальной жизни. То есть я считаю, что как только... Чтобы быть в фонусе. Да. Как только ты начинаешь, перестаешь быть вот инженером и начинаешь преподавать, спустя какое-то время, а на фронтенде это супербыстро, ты начинаешь учить, я это называю, голосам в голове. То есть ты не понимаешь, какие реальные проблемы возникают с этим инструментом в коммерческой разработке. Я до того, как пришел в GitLab, я процентов 50 проблем, которые возникают с Vue, даже не представлял. Окей. Хотя я был, ну, как бы, и тогда уже был сеньером. Хорошо. Дальше вопрос про эстетику, наверное, больше. Хотя нет, не про эстетику. Курс по Vue должен был быть платным. Нет. Никогда. То есть если открыть самые первые логи, Телеграм же хранит всю переписку существования канала Vue Jazz Club, то где-то в первой сотне сообщений 2017 года, это мы изначально планировали делать бесплатный курс по Vue. Тогда вопрос с другой стороны. Ты же понимаешь, что ты не имеешь права делать платные курсы по Vue больше никогда. Морального права. Морального права. Я со своей моралью очень хорошо уживаюсь, но, да, я это понимаю, это был мой осознанный выбор. То есть когда я эскалировал конфликт, я дал публичное обещание, что я не буду делать платный курс по Vue. Потому что если ты сделаешь платный курс по Vue, то это будет выгодить. Это будет на билого конкурента. Да, именно так. Я полностью согласен. Все, вопрос исчерпан. Да. И тут буквально раз мы уже упомянули Геннабилова, моя позиция, я никогда публично не критикую любой бесплатный контент. Вот, ну, по любым технологиям. В принципе, я считаю, что бесплатный контент, это, ну, любому человеку надо учиться. Не, ну, блин, а если бесплатный контент явно проповедуют антипаттерны, антиподходы? Ну, это что же... Я могу сказать, что я бы там из серии не советовал и так далее, но, вы знаете, такой, чтобы публичный разнос и так далее, это я не буду делать. Ну, ты же явно будешь говорить, что, ребят, вот туда лучше не ходить, потому что там, ну, там не тому вас научат. Я постараюсь это сделать максимально нежно. И более того, чаще всего я перед тем, как даже это сказать, если это что-то онгоинг, или на что-то можно повлиять, я детально напишу автору в личку и расскажу, что я делаю плохо. Так, с бесплатным контентом это можно делать, потому что он бесплатный, он никому профита не приносит. Это нормально. Да. Это нормально. Я считаю, дело не в профите, потому что, ты же понимаешь, профита не приносит, а вдруг это прогрев куда-то. Вот. Я просто считаю, что всем надо учиться, и это, типа, территория для обучения. А дальше я, типа, в платный контент я считаю, что, а как людям узнать о качестве контента? Потому что, если ты не являешься экспертом в технологии, ты не способен, даже пройдя курс, оценить его. Двоякая история. Тут, знаешь, есть поговорка, лох не мамонт, он не вымрет. Если ты настолько неподготовлен, точнее, не мотивирован ознакомиться с той средой, в которую ты входишь, что ты не можешь отличить нормальный курс от ненормального, хотя бы банально по отзывам и хотя бы банально поспрашивать там кого-то из сообщества, то спрашиваться, а что ты пришел за бабками просто? Ну, тоже такое. Я понимаю, что нужно... Я ничего про людей, которые пришли войти за деньгами, не имею. Это нормально. Это нормально. Но, понимаешь, многие сейчас начинают гнаться за скоростью зарабатывания денег, а не за тем, чтобы там использовать эти деньги равно хорошо делать свою работу. Многие просто хотят много денег, и тут нет никакого равно делать свою хорошую работу. И поэтому они напарываются там, я не знаю, на какие-нибудь курсы. И как бы кто виноват? Вроде как виновата компания, которая курсы сделала. Ну да, там, скорее всего, они обмануть не хотели, они, скорее всего, просто не досмотрели. Это крупная организация, нужно понимать, там все зависит не от компании, от препода. А с другой стороны, ну как ты, блин, мог так повестись? Значит, зачем ты спешил? Ну, слушай... У тебя там десятки курсов, ну сходи к каждому, спроси, поспрашивай отзывы реальных студентов. Почему нет? Это я к тому, что ну почему? Это не создатели курсов виноваты. Нет, я не... И те, и те виноваты. Нет, виноваты, я согласен. И вопрос следующий из этого вытекает, а нафига тогда, зачем тратить столько энергии, чтобы контролировать качество того, что... Ну, условно, ты сегодня проконтролируешь качество одного курса, завтра появится еще 25, которые будут хуже. И тут уже ничего не сделаешь. Да, ну, знаешь, некоторое время назад я прочитал Насима Талиба, шкура на кону. Давай, да. Там есть... Он местами занудный, любит повторять 10 раз одну и ту же мысль. Это помогает иногда усвоить. Да, но суть в том, что там есть очень хороший раздел про непримиримое меньшинство. Как пример, там приводится, что если ты посмотришь на условный рынок того, что сервируют авиакомпании, почти все, что сервируется там без глютена. Количество людей, которые не едят глютен, мало. Но это вот пример непримиримого меньшинства, которое прогибает под себя большое... Ты уверен, что это именно поэтому? А не потому, что если ты дашь глютеносодержащую еду человеку в самолюсе, то он может умереть, например. Ну... Это средство безопасности просто обезопасивания компании. Давай другой пример. Как большинство авиакомпаний при прочих равных сервируют халяльную еду. Это вот чтобы не... Ну, согласен. Вот. Потому что им так проще. Типа эта штука, которая удовлетворяет всем, непримиримое меньшинство, будет недовольна. И я считаю, что оправдание, что я не способен помочь всем, ну, грубо говоря, там, просмотреть все курсы. Поэтому не буду помогать никому. Да. Для меня не является вот с моральной точки зрения оправданным. Это раз. Второе. Критиковать какие-то курсы у меня не является самоцелью. Никогда и не было, на самом деле. Я считаю, что если ты хочешь развиваться как преподаватель, ты должен смотреть, как делают другие. Потому что везде можно найти какие-то свои фишечки, какие-то свои эти. Поэтому я покупаю очень много курсов. Последние пару лет, к сожалению, приходится часть из них покупать под вымышленным именем и фамилией. Потому что доходило до абсурда. Окей. И я их смотрю вот чаще всего там на 2x, на что-то, смотрю материалы и так далее. И почти всегда я автору даю приватный отзыв иногда от своего имени, иногда вот от имени реального студента, который проходил. Типа, что в курсе хорошо, что было плохо. И это уже дальше решение автора, как на это реагировать. Хорошо. И последнее из этой серии тогда вдогонку. Ты все-таки продаешь курсы. У тебя есть курсы не по Вью, по другим направлениям. И это частая тема, когда школа продает курсы по программированию по нескольким там библиотекам, а то и по языкам программирования. И условно говоря, если ты идешь контролить качество какого-то одного курса школы, качество фиговое, и ты это публично заявляешь, то ты вместе с этим курсом еще топишь репутацию школы, а соответственно влияешь на другие курсы. Да. А значит, делаешь выгоду своим курсам, которые не являются Вью. Для кого-то со стороны может так показаться. То есть ты косвенно все равно влияешь на конкурента. Да, я несомненно это признаю, но я не знаю, как этого избежать. То есть если вы посмотрите любую мою критику, вы увидите, что я никогда не критикую человека, школу, я критикую конкретный предметный контент. Но я понимаю, что да, такой эффект есть, ты абсолютно прав. Потому что я бросаю тени на авторов или на платформу, где это происходит. Но я считаю, что одновременно с этим я всегда имею возможность, ну типа платформа, которая признала косяки и исправила их, я считаю, что получит репутационную выгоду больше, чем та, которая это замалчивает. К тому времени, когда это видео уже выйдет на канале, будет доступен пример, как ситуацию с курсом по Вью, где мы достаточно жестко это критикуем, обработала HTML Академия. Собственно, мы туда, и я, и Наташа, пошли на курс по Вью, потому что это было уникально, ну в смысле, это, наверное, единственные курсы за последнее время, которые, во-первых, позиционировали себя как курсы от синеров для медлов, то есть не начальный уровень. И второе, это не видеокурс. У них вот прям написаны. Кстати, да. И там супер много претензий. И вот, я же говорю, к моменту выхода уже будет доступно и на канале HTML Академии, и вторая часть на моем канале, как HTML Академии обрабатывают эту ситуацию. Ну я, кстати, не удивлен по поводу HTML Академии. Это единственная школа, с которой я отважился сделать интервью, потому что был уверен практически полностью с тем, что эти ребята говно не сделают. Нет. В смысле, даже если сделают, то будут умело с ним работать. Они очень хорошо итерируются над улучшением. Если к тебе придут в какой-то момент ребята и скажут, что вот тут и тут говно, как ты на это отреагируешь? Я с удовольствием приду и я могу сказать, когда мне было последний раз вот в этом плане очень страшно. Так. Я сейчас, немножечко мы сместили фокус, чтобы не конкурировать. Давай не так, есть ниша, которая считается ценностной для меня и которая будет вот основным вектором развития моего проекта на 22-й год. Мы делаем мастер-классы. То есть, грубо говоря, мы берем человека, который круто шарит в какой-то технологии, но не имеет педагогического навыка и понимания, как это правильно подать и структурировать и помогаем ему сделать условно там 4, 8, 10 часов видео теоретических материалов и какое-то количество лайв, где он делится именно своим экспертным опытом. То есть, вот такая вот нишевая вещь. Я ее делаю не потому, что у меня очень плохо получается доводить длинные проекты до конца. А вот такие маленькие, сфокусированные получаются прям супер и по отдаче, и по это. Так вот, у меня был курс, сам называю, курс, правильно говорить, мастер-класс, мы специально это разделяем по GraphQL. И в русскоязычном сообществе есть Паша Черторогов, достаточно известный человек, который является, ну прям, наверное, самым крутым экспертом по GraphQL в русскоязычном сообществе. И вот он пришел ко мне и говорит, а можешь дать, пожалуйста, доступ к своему курсу? Там несколько раз ребята упоминали, мне интересно посмотреть, что там. Честно, это вот момент, когда мне было очень страшно. И Паша пришел и сказал, смотри, вот здесь ты написал лажу, здесь на самом деле вот так-то, так-то, здесь ты, типа, уже есть решение, ты говорил, что вот это сложная, нерешаемая проблема, ее уже можно так-то решать, здесь ты не прав, здесь вот есть косяк, то есть такой пространный пост. и, ну, я, во-первых, такой, знаешь, вот как мы критикуем, не по принципу бутерброда, знаешь, этот, как же, что называется, это щитбургер, как американский, ну, это правило, как правильно давать критику, похвалить, критика, похвалить. У нас же, типа, с этим, с бургерами плохо, у нас обычный бутерброд, то есть у тебя вот, вот такой вот, список критики, типа, а вообще, в целом все зажигается, да, ну, вот он приблизительно так и сказал, первое, что я сделал, я перепостил это, ну, типа, там, и в чат графкюэля, он это приватно дал, и в чат своего канала, потому что для меня это важно, потому что, это круто, когда дают критику, я уже, я столько раз облажался, что я не боюсь критики своего, ни себя, ни своего контента, как, типа, знаешь, как комментарий был, недавно нам, типа, Илья, что вы думаете о комментарии, там, под одним видео, цитирую, Климов, тот еще пес, я, ну, гав, расслабимся, все, закончились у меня эти, темы с задатком, на какую-то там, недожурналистику, у тебя канал большой, расскажи, зачем ты его начинал, JavaScript Ninja, я знаю, что он культовый для многих, он, сколько ему лет уже? я не знаю, пять, шесть, честно, не слежу. Для чего ты его начинал, что ты там делаешь, если кто-то не знает? Я даже не могу сказать, зачем я его начинал, так получилось, что я как-то в Телеграме строил сообщество, и потом у кого-то, на Твиче, наверное, или где-то, подсмотрел идею, вот, ask me anything, то есть вот такого лайв-коммуникации, а мне очень не хватает вот обратной связи от тех людей, то есть мне сложно задрачивать на циферки, типа, сообщество, три тысячи, это мне хочется как-то ощущать предметную обратную связь, вот. И я просто, канал появился исключительно как платформа, на которой нужно было, на которой я выкладывал вот эти ask me anything, и когда мы только-только начинали проект JavaScript Ninja, очевидно, что тогда ценности у бренда не было никакой, чтобы выложить несколько, мы тогда делали много курсов, несколько первых видеоуроков. Все, канал развивался вот исключительно по этому направлению. Никогда развитие канала у меня вообще не было целью. Потом на нем начал появляться контент, потому что, как я уже говорил, я завел Patreon, и я сразу сказал, что весь контент, который я делаю на Patreon, за очень редким исключением, я потом скажу, какое, через три месяца появляется в открытом доступе. И YouTube стал просто местом, куда вот спустя три месяца с Patreon выгружаются данные. То есть я никогда не делал что-то целенаправленное для YouTube вот до момента появления вот этого вот бесплатного курса. Это просто зеркало было Patreon, лагающее на три месяца. Ну, в смысле, вот дилей. Не спорю, я использовал его в том числе как легкий способ продвижения Patreon, потому что, когда человек заходит на канал и видит, что там, условно, запланировано премьер YouTube-овских на три месяца и написано там дата выхода на Patreon и такое, то это помогает в продвижении Patreon. Ну, это нормально. Да. Вот. Ну, собственно, вот и все. И до сих пор самое ценное, что я считаю для меня на канале это лайвы. Я очень, если посмотреть соотношение лайвов к видео у меня, мне кажется, будет, наверное, три к одному. У меня очень много вот лайв-контента. Сейчас для меня это инструмент, если не брать вот бесплатный курс по Vue просто как эта платформа для хранения, не отвечать больше десяти раз на один и тот же вопрос. О, как ты знакомый. Я тоже так канал начал, кстати. Вот. Потому что где-то к десятому разу глаз начинает дергаться. Ты же понимаешь, что на лайвах тебе все равно будут задавать те же вопросы, потому что новая аудитория приходит, ей в лом смотреть старые видосы, они будут постоянно... Понимаю, и у нас есть план. Так. В смысле, мы очень хотим вывести вопросы с чат-платформы Ютуба, чтобы вопросы задавались условно в специальном приложении, которое у меня же все-таки достаточно хороший AI-бэкграунд, плюс сейчас с этим все сильно проще, которое могло бы предсказать, что когда человек задает вопрос, который уже задавалось и говорило, ну, вообще-то ответ уже есть. Слушай, прикольная штука. Ну, типа, я надеюсь, это надежда, глупое чувство, я надеюсь, что это снизит градус повторяющихся вопросов, и поскольку мы сможем собирать вопросы заранее, то есть человек такой задал вопрос и уже получил ответ заранее даже до стрима. Ему будут текст на видео отдавать, или ты будешь... Нет, видео, то есть я сделал... То есть ты хочешь парсить видос? Я сделал простую очень вещь сейчас, которая уже работает, когда Ютуба в скапе не лежит, лежит оно иногда... Я, когда задаю вопрос... Я просто кликаю по сообщению чата в Ютубе, оно появляется на трансляции в виде всплывашки, и автоматически генерируется, по сути, временная метка. Удобно. Соответственно, у меня есть почти готовая текстовая расшифровка каких вопросов. Есть ли какие-то планы на Ютуб, кроме как выкладывания курса по Вью и стримы? Никаких. Честно, я настолько плох в маркетинге... Ты просто говоришь мы. Там за Ютубом, за тобой есть кто-то еще в команде? К сожалению, смотри, JavaScript Ninja это я. Вот все. Один человек. У меня есть ребята, которые... Вот сейчас мы сделали один курс, один мастер-класс с авторствием CICD с Виталиком Слободиным. Получилось прям супер. И я хочу развивать эту практику, чтобы это был не только я, потому что бас-фактор проекта равен единице. Плюс есть люди, с которыми я сотрудничаю уже достаточно долго. Вот я сегодня уже упоминал тот человек, который должен был делать курс по TypeScript. Я хочу, чтобы эти люди и они согласны, то есть тоже приходили на канал. Я хочу делать JavaScript Ninja глобально, как бренд, и в частности как YouTube-канал, как контент, ну, место, где есть контент, ну, условно, гарантированно мной высокого уровня. Потому что я считаю достойным. вот, наверное, и все планы. Ну, то есть, мне не важно количество подписчиков и так далее, потому что я, честно говоря, не очень понимаю, что с этим делать в плане, ну, да, наверное, это можно как-то монетизировать. Но так получилось, особенно, не то чтобы иронично, в кондиксе IPO это звучит, я себе заработал достаточно денег. Ну, да ладно. Я серьезно, я шучу. я шучу. Видишь, мозг говорит раньше. Нет, я не шучу, то есть, я, наверное, принадлежу, и очень, те люди, которые вот со мной сотрудничают, очень много, они принадлежат, знаешь, вот есть, к той типу людей, вот есть определенный уровень, который тебе достаточно. А дальше это вот уже зашибись. и мне, типа, в кайф важнее, вот все, что выше достаточно, важнее, чтобы было в кайф. Потому что, наверное, иначе, мне кажется, я выгорю. Мне кажется, это основная причина, по которой я, я 15 лет занимаюсь JavaScript, я ни разу не выгорал. Везучий человек. Вот, мне кажется, потому что для меня, вот, моя линия, пока я сразу это скажу, там, это, я не женат, у меня нет детей, ну, то есть, вот, моя условная линия комфортного потребления это 2,5 тысячи долларов в месяц. Я живу в Украине. Вот. Естественно, я эту цифру прошел очень давно. И вот все, что выше, это в кайф. Для меня было очень, я раньше мыслил по-другому. Я к этому пришел, когда вот я основал свою компанию, вот, первые месяцы. Я первый год, по сути, жил на 300 долларов в месяц. Потому что, все уходило туда, потому что технику купи, за аренду заплати, бэкап имей, какие-то затраты все равно на поиск заказчика в это оплати. Я жил тогда с родителями, то есть, это вот на 300 долларов в месяц. И вот, вот этот год, это вот первый год становления компании, очень сильно вот поменял мое мировоззрение в плане, как и зачем мне нужны деньги. То есть, я не спорю, у меня есть желания, которые ограничены там, ну, типа, финансами. Мне хочется, там, когда-нибудь, наверное, купить собственный самолет маленький. Вот нравится мне идея. Или хотя бы получить лицензию пилота, но это как бы сильно более близко. В записке пилота смотришь? Да. Но я хотел до того, как начал смотреть. Я думал специально не упоминать, типа, что, YouTube-канал, но тут ты сам спросил там. И так далее. То есть, мне хочется там, мне нравится ездить на красивой, быстрой машинке. Но это вот все такое, ну, есть прекрасно, нету, нету. Поэтому я не вижу, не ставлю целью монетизировать все, к чему я прикасаюсь. В Харькове небезопасно. Каждый день, как по часам, в 11 ночи, 2-3 ракеты прилетают. Например, у меня в доме 256 окон, 16-этажка. По данным официальным бота, разрушено 100 с чем-то окон. В одном из окон есть прям осколок, который пробил окно, пробил шкаф и застрял в бумагах. Когда на расстоянии двух-трех зданий получать, прилетает еще одна ракета, вот там страшнее. Любой способ помочь окончанию войны, это сейчас в России незаконно. Довели их. С Кинькова вообще смешно, да? Сегодня ты работал в ведущем технологическом банке, а завтра ты уже поддерживаешь клятое правительство. Добро пожаловать. Виноват? Нет. Несешь ответственность? Да. Если ты дееспособный человек, находишься на территории России и платишь налоги в России, то это твой выбор. Сложно, пиздец. Айтишечка надо? Сложно, пиздец. Как у тебя там вообще сейчас, в Харькове? Последнюю неделю, вот так, как ты озвучил, сложно, пиздец. Вот. В смысле, было нормально, вот. Но последние... Короче, последнюю неделю много обстрелов. Вот сегодня что-то там много жертв, ну там человек с десяток. Но в основном, типа, каждый день, как по часам, в одиннадцать ночи, две-три ракеты прилетают, потом такой, с одиннадцати до двенадцати повозмущаешься, потом можно спать. Блин, просто вот, чтобы понимать, можешь описать, насколько большой Харьков город и, типа, насколько рядом это все прилетает, потому что... Слушай, ну, понимаешь, я как... Я как этот... Коренной харьковчанин, мне сложно сравнивать там какую-нибудь Москву, я жил всю жизнь в Харькове, но насколько большой, ну вот, дорога от дома родителей сюда, где это центр, это 16 километров. И это где-то я нахожусь плюс-минус в центре Харькова. А родители на окраине? А родители на окраине, вот почти на самой-самой. Вот. И, соответственно, в другую сторону, там, где раньше у меня когда-то давным-давно был офис, это еще отсюда километров 8. Ну, вот, то есть, радиус там города километров там 20... Километров 30, наверное, может, даже чуть больше. Вот. Насколько большой. То есть, когда я давным-давно от родителей ездил на работу в офис, у меня это занимало полтора часа на велосипеде. Давным-давно? До 24 февраля, я так понимаю. Не-не, это было совсем давно. Это было еще лет 10 назад, наверное. Окей. Вот. Значит, насколько близко прилетает, по-разному. Большую часть прилетов сейчас ночью, то есть, ты их не видишь, а у нас есть правило не постить информацию о том, куда прилетело продолжительное время, чтобы не помогать корректировать огонь. поэтому ты просто слышишь звук, но были прилет, самый близкий прилет, это вот, наверное, если мы говорим относительно места жительства, метров 500, даже ближе, это у нас есть тут дом труда, и вот прилетело буквально в него, это там рядом находится городская администрация, не областная, про которую все там видели в интернете, что ракеты прилетали. И буквально еще один прилет был вот из окна видно, тоже, наверное, метров 500, это супермаркет. Чем провинился в супермаркет, не знаю. Если там-то ладно, по дому труда попали, потому что рядом там город администрация, то пытаться объяснить, чем провинились супермаркеты, я уже давно отчаялся. Тяжко. Тяжко, знаешь, будет очень тяжко. Есть все еще те люди, которые не знают, например, что Харьков находится почти что на линии самых ожесточенных боев? Скажем так, сам Харьков нет, он чуть-чуть все-таки в сторонке, но да, у нас 30% области оккупировано. У нас все еще идут очень ожесточенные бои там, потому что, давай так, ожесточенные вспышки, то есть оно то затихает, то разгорается, но это достаточно такая активная линия фронта, связанная это с двумя вещами. Первое, это железная дорога и узлы, связанные с поставкой вооружения туда, в область Донецкой, в Донецкую область, где происходят активные действия, российские поставки, то есть те зоны, которые контролируются. И второе, сам Харьков, он расположен настолько близко к границе, что эти, залповые, ракетные системы залпового огня, они способны стрелять прямо с территории России по Харькову. Ну, то есть, чтобы ты понимал, регулярная тренировка в прошлой жизни по триатлону, которая была у нас на велосипедах, это мы как раз ездили до границы и обратно. Это было там километров 56-60, по-моему, суммарно. Ну, то есть, вы находитесь, по факту, очень близко ко всему этому. Не то, что близко, вы в этом. Вот вы в этом. Есть ребята, там у меня в Киеве, кто-то еще там во Львове, вот это совсем не то, что в Киеве и во Львове на самом деле, просто если вдруг кто-то еще не понимает. И ты сейчас сказал, что ты сидишь в окошко, смотришь, там вот видно разрушение, они все поймут, а почему ты сидишь там типа в квартире, в окошко смотришь, когда, допустим, там многие знакомые в Харькове до сих пор в бункере сидят. Можешь рассказать вообще, как ты себя ощущаешь в Харькове? Почему ты сидишь просто в квартире, не в бункере? Как у тебя быт поменялся после 24 февраля? О, тут, знаешь, было несколько фаз. То есть, первая неделя, конечно же, на третий день числа где-то 25-го, 26-го, 27-го бои были уже местами даже внутри Харькова и местами уже были конкретные столкновения на окружной, которая прямо окружает город. В то время все сидели, как говорится, в бункерах. Мне повезло, у нас в доме достаточно неплохой подземный паркинг. То есть, во-первых, достаточно много людей, все равно, когда много людей менее страшно и проще получить какую-то помощь, что-то, у кого-то там какое-то специфическое лекарство есть, у кого-то зарядное устройство для аккумуляторов, но нам повезло. Вообще, вот там, где я конкретно, то есть, у нас есть районы, которые разрушены процентов на 80, это вот самые, наверное, близкие к России, это вот Салтовка у нас называется район. Есть районы, которые сильно пострадали, это вот, к примеру, район, где жили мои родители. Там, ну, сильно это вот по-разному, условно, 30% домов. Вот, к примеру, у меня в доме, у меня в доме 256 окон, 16-этажка, программистское число. Вот, по данным официальным бота, разрушено 100 с чем-то окон. То есть, одна сторона практически полностью пострадала. Вот, ну, все окна выбиты. Это вот в том районе, где 30% разрушено, разрушение. Ну, да, то есть, там у нас есть воронка, которая прилетела там метров 6, а мы, ну, мы были уже там в квартире, чтобы ты понимал, я думал, что будет, ну, максимум там окна, окна там от взрывной волны выбило, мы на 14 этаже, то есть, это 40 метров над землей, но в одном из окон есть прям осколок, который пробил окно, пробил шкаф и застрял в бумагах. Это вы уже после ездили посмотреть, что с квартирой, как? Ну, мы ездили посмотреть, забрать что-то, то есть, видели своими глазами. как бы это ни звучало, это тоже важно для кого-то, блин. Да, то есть, я вообще остерегаюсь рассказывать что-то там по пересказам и так далее, я вот везде, я вообще все сто с чем-то дней каждый день записываю voice в канале в UGS нам, где рассказываю просто какие-то свои ощущения и так далее, первые несколько дней, наверное, первые даже несколькие недели, это очень сильно помогало и мне в плане психического здоровья. Вот, я рассказываю только то, что я видел своими друзьями максимум от, то, что я видел от людей, которым я доверял до войны. Не вот так, что там я увидел в телеграм-канале, о, в это я верю, а вот у нас была группа людей, которые, как и я, не верили в то, что это случится, но следовали принципу на Аллаха, надейся, верблюда привязывай. Вот, и вот, собственно, они, ну, то есть, это вот все в основном там. Так вот, про быт, вернемся чуть-чуть. Первые дни сидели в подвале, как говорится, почти целиком, у нас появилось буквально на третий-четвертый день приложение «Воздушная тревога». В онлайне это было важно, потому что так получилось, что, я не знаю почему, то ли по халатности, то ли по диверсии, первые несколько дней, до первых чисел марта, в Харькове не работали сирены оповещения «Воздушной тревоги». Офигеть. Да, ну, то есть, я не знаю, может быть, они где-то работали, но в ряде районов, и в частности у нас, нет. Поэтому приложить… У нас первые дни фигачили нормально уже. Нет, так они у нас и сейчас фигачат нормально, то есть, вот, починили все, но… брать переноску для крыс, у меня дома живут две крысы, и с крысами, и с это спускаться вниз, благо повезло, у нас была знакомая, у которой внизу в паркинге стояла машина, соответственно, в плане чего, поскольку это же был февраль, было в паркинге холодно, вот, собственно, как-то так спасались. Потом со временем, со временем, конечно, все, особенно здесь, немножко подрасслабились, это скорее плохо, чем хорошо. Ну, то есть, я буду честен, последние там недели две, я внизу был, наверное, раза два или три, то есть, я не спускаюсь по каждой тревоге. Просто, это неправильно, просто оно… Вы привыкли? Нет? Да, не просто привыкли, это еще ложное ощущение. Мы тут шутили в первые дни, что мы как в оке бури, то есть, у нас почти самый центр города, и досюда, ну, то есть, долететь может только ракета, которая может долететь, в принципе, куда угодно. То есть, когда были там активные действия и так далее, здесь была совершенно другая движуха, связанная с тем, что сюда как раз концентрировались волонтеры и так далее, и тому подобное. Вот. Мы там по ночам в паркинге машины в силу своих скудных умений, разумений чинили, потому что комендантский час, то есть, приезжали волонтеры, ночью машина приехала, ну, что там починить, там иногда, чаще всего, какие-то проблемы мелкие с проводкой, предохранителей и так далее, немножко поканнибализировал соседние машины ради предохранителей и поехал на утро дальше. Поканнибализировал соседние машины, я так понимаю. С разрешения. С разрешения. Тоже не все знают вот эти вот истории, что на самом деле дофига людей уехало и многие просто ключи пооставляли. У меня есть знакомые, у которых там на тумбочке 10 пар ключей. Машин знакомых, просто типа делай, что хочешь. Да. Еще у нас до июня в доме, то есть дом относительно большой, относительно современный, ну, как там, 10 лет, у нас мы несли сами дежурство, в том числе и по ночам, но дежурство заключалось в чем? То есть тут были люди, у которых есть оружие, в частности, потому что они работают там в полиции, у кого-то просто охотничьи и так далее. И у нас так получилось, мы там немножечко подшаманили, как говорится, по айтишным делам подшаманили, мы собрали все камеры, которые были наблюдения в доме, это получилось 14 или 15 камер в один был пост, и вот просто мы сидели по ночам, основная наша задача была смотреть на камеры, чтобы в случае чего, как говорится, позвонить всем, чтобы все спустились, и дальше уже что-то решать. Справедливости ради, за мое дежурство ничего не было такого, чтобы можно было рассказать, но были глобально вот две истории, когда там я выходил в чужое дежурство. Первая очень смешная, это еще февраль, среди ночи, заметили человека на крыше. И аж в то время это была вот эта массовая истерия по поводу... Диверсионной группы. Да, диверсионной группы, расставления меток и так далее, и тому подобное. И у нас еще была вооруженная, ну, среди этих ребят, вооруженная охрана достаточно серьезная. У нас кто-то там, какой-то серьезный человек жил в доме, и он был там, и они при нем были, то есть они с нами тоже выходили. И, в общем, как они, когда выходили на крышу, не пристрелили этого человека, я не знаю. Вот, но оказалось, что это жилец квартиры с одного из подъездов, который живет на верхнем этаже, у него потекла крыша, и он решил вот в час ночи, или в двенадцать ночи, это было поскидывать снег, чтобы, собственно, ему не затекало. Чувак. Вот. Второй раз поймали человека, который явно, как говорится, присматривался, ну, как это, я не знаю, как это правильно назвать, разведчики, в плане помародерить. То есть смотрел, где есть кто что, поддержали, вызвали полицию, полиция не приехала, сделали, как говорится, ребята ему физическое внушение, отпустили. Это тоже было где-то там начало марта, по-моему, вообще с датами у меня сейчас очень плохо, все как-то, как это, мы шутим, сто какой-то февраля. Вот. Поэтому вот так. И параллельно с этим я занимался, то есть первые несколько дней я в основном так тряхнул стариной, я начинал свою жизнь как профессиональную жизнь, как админ из одной сеток в Харькове, на две тысячи человек. И вот надо справедливости ради, вот сетевики сделали огромные усилия для того, чтобы все время, все время войны в Харькове был интернет. И он все время был. И это было очень важно, потому что, когда на четвертый, пятый день в Харькове начали прорываться, в частности, отдельные диверсионные группы на тиграх и так далее, их вылавливали, в том числе и по фоточкам из интернета, слали в Telegram-бот, координировало все это, чтобы не было огня по своим и так далее. То есть я помогал ребятам, сидя в бункере, как говорится, ну, как всегда, где-то понять, где что провалилось, где что отвалилось, перенастроить, таблицу маршрутизации и так далее. Ну, в общем, типичные админские дела. И начали мы тогда уже вот этим заниматься волонтеркой. Вначале мы занимались, как говорится, тащили все, что могли, начиная от гуманитарной помощи жителям, потому что с едой нельзя сказать, что было впроголодь у нас, но, как говорится, запасы были ограничены и подходили к концу. Но потом так получилось, что мы постепенно, вообще вот в принципе все волонтерские организации, которые сохранили плюс-минус активность, потому что был такой, ну, как всегда ожидаемо, в начале войны всплеск, все так дружно волонтерить и так далее, потом люди повыдыхались, просто, в принципе, почти все специализировались в ту или иную область. Кто-то занимается медициной, там турникеты, медикаменты, специфические эти, кто-то занимается гуманитаркой для людей. Мы сейчас занимаемся в основном закупкой за границей каких-то каждый раз очень, ну, достаточно специализированных штук. К примеру, сейчас мы почти целиком занимаемся только дальномерами. То есть, поскольку в Украину поставляется достаточно хорошая дальнобойная артиллерия сейчас из Европы, и на этой дальнобойной артиллерии хорошо бы корректировать огонь не влево-вправо, а влево на 30 метров, вправо на 30 метров, поэтому дальномеры очень важны, когда сидит человек, условно, в кустах. И корректирует огонь максимально прицельно. Как так? Ну, ты ж, типа, обычный программист, и ты сейчас занимаешься закупкой достаточно сложно-технического оборудования. Ну, почему так получилось? Ты попал в такое окружение волонтеров, или у тебя там реально какие-то связи? Потому что, ну, звучит странно, обычный парень, который программировал, тут хоба покупает дальномеры. Вроде это военные обязанности. Да, военные обязанности это военные обязанности. Понятное дело, что в идеальном мире все это должно быть на попечении государства, но до идеального мира надо дожить. Здесь, наверное, сложились три вещи. Первое. У меня семь лет была своя компания, которая в том числе была зарегистрирована в Евросоюзе, и я немножко, чуть больше, чем остальные, тоже плохо понимал отдельные нюансы перевода денег в Евросоюз и так далее, и так далее, потому что у нас Нацбанк хлопнул достаточно жесткие ограничения, каждый раз выдумывались новые, и в частности вот это, и важно понимать, у нас сейчас очень серьезный разрыв между реальным курсом доллара и тот курс доллара, который продается, то есть там 35 где-то на черном рынке, 29,5 реальный, и несмотря на то, что в реальности вроде бы ты можешь покупать этот доллар для, ну, ЗСУ для покупки чего-нибудь в Европе по реальной цене, в реальном мире все не так просто, это связано с бюрократическими проволочками определенными, а нужно здесь и сейчас, и вот, собственно, наверное, потому что я чуть-чуть разбирался больше в логистике, плюс у меня были какие-то определенные связи вот в Евросоюзе, я так получилось занялся этим. Второе, так получилось, что я смог вывести значительную сумму денег за границу, и у меня были деньги за границу, которых уже больше нет, я, знаешь, как вот, я так пришел к кризис акций, и я такой сижу, думаю, господи, как хорошо, когда ничего нет, можно не переживать. Я надеюсь, что они ушли на пользу. Нет, абсолютно точно, это, то есть, тут как получилось, я, как это, в войну не верил, но перестраховываться стал, и незадолго до начала боевых действий вывел почти все, что у меня было, в том числе в Украине, и это насчет Interactive Brokers, это брокер акций в США. А когда началась война, они сделали очень важное послабление, раньше Украина входила в список неблагонадежных государств, и ты мог вводить и выводить деньги строго из одной страны. Ввел из Украины, вывел в Украину, но это только для неблагонадежных стран, теперь пока что они не считают такую Украину, и это позволило мне вывести эти деньги на ВАЙС, которая вот платежная система, и таким образом я получил, мы получили вот волонтеры, которые всем этим занимались вместе с собой, мы получили достаточный запас вот долларов для маневрирования вот в Евросоюзе, которые были вот уже потрачены с большим толком, это вторая причина. И третья причина, наверное, потому что мне было очень важно быть полезным, а я обнаружил, что мне совершенно тяжело вплоть до отвращения вот заниматься публичным фандрайзингом, то есть собирать вот публично деньги на что-то и так далее, вот прям капец дискомфортно, поэтому у нас есть ребята, которые занимаются этим публично и так далее, и вот есть, грубо говоря, я там, это, который занимается там логистикой и так далее, есть там еще парочка людей с юридическим образованием, в том числе в Европе, которые часто объясняют банкам, что вот смотрите, вот такую же операцию, ну можно же по вашим законам провести. Банки, как это, банковская система где-то на Западе, она такое ощущение, что отстала лет на 20, вот они работают по четко отточенным паттернам, и любые попытки влево-вправо, это вот мы как-то в Украине привыкли маневрировать в рамках законодательства, то есть все, что можно, то можно, а у них не совсем так, у них все, что можно, то все, что привычно, то можно, а все, что можно, ну мы подумаем. В общем, вот такая вот сложная система. Старлинки успел потрогать так чисто, можно, не можно? Да, потрогать, 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 потрогал, и Илон Маск же уже начал поставлять официально Старлинки в Украину, причем за что ему отдельный респект, они, ну типа, убирают не 600 евро, цена 100 евро, не 600 долларов, 100 долларов, да, за сам девайс. Офигеть. Да, и 3 месяца бесплатно для Украины, то есть это для всех в Украине, давай так, не для всех, они предлагают это всем, если тебе надо, ты там пишешь письмо to wave fee, и они это, то есть первые знакомые ребята уже получили, я пока еще не получил, хотя тоже сижу в очереди. Но в реальности Старлинк трогал, настраивал, работает хорошо, очень сильно помогает, потому что от него интернет ничего не зависит, в первые недели, там где я трогал, это очень сильно помогало Украинской залезнице, железной дороге нашей, потому что это был, наверное, один из основных источников эвакуации, основных путей эвакуации людей из Харькова, потому что дороги были перегружены, проблемы с бензином и так далее, было 10-15 эвакуационных поездов в день, а чтобы понимать, на маршруте условно Харьков-Киев не везде ловит даже мобильная сеть. Даже в мирное время, понятное дело. Да, поэтому Старлинки на железной дороге для решения вопросов стали очень важным, то есть понятное дело, что военным тоже, я рассказываю только то, с чем я сталкивался. Ты, по-моему, в Твиттере, да, выкладывал фотку, или не в Твиттере, где-то ты выкладывал фотку того, как тебя покорежила одну из машин, наверное, твоя эта машина была, у тебя все-таки Lotus желтенький. Да, кстати, по поводу Lotus, а желтенького повезло. Я про него еще спрошу попозже. А, хорошо. Сейчас по поводу той фотки мы ее здесь выведем. У тебя там конкретно в капот прилетело прям вот так прилетело, что... Нет, не в капот. Это наоборот. Это из-под низа, вылетело в капот. Из-под низа, да, вылетело и вышло в капот. Можешь сказать, как это произошло? Так, честно, это такое относительно... Ну, такие ситуации, они когда происходят, они... Да и рассказывать-то, в общем, нечего. Едешь, знаешь, как в том старом советском фильме. Шел-шел, упал, очнулся гипс. Вот здесь вот приблизительно... Нет, ну, бриллиантовая рука. Нет, это я офигеваю от того, что ты такой шел-шел, а тут хобот тебе полмашины раскуречило просто потому, что шел. Ехал-ехал, упал, ехал-ехал, осознал, что все, приехал. Ну, я серьезно. Что это было? Это была какая-то мина или что это? Это вроде как минометный, минометный урон, но мы не были представлены. Но судя по характеру, говорят, что да, это минометное повреждение. То есть это был просто какой-то снаряд, который лежал, вы на него наехали или это... Не-не-не-не-не-не, это прилет был. Ух ты ж. То есть это вот прилет в моменте. Почему ты до сих пор такой русый? То есть это не осознается, да? В моменте. Не знаю. Честно, сложно сказать. На самом деле были моменты и пострашнее. Ну, то есть оно... То есть когда ты там... Мы там помогали ходить, вот разгребать условно завалы, и там вот когда на расстоянии двух-трех зданий, получается, прилетает еще одна ракета, вот там страшнее. Ну, то есть просто потому, что на машине ты как-то... Ложное чувство безопасности, что ты в капсуле. Ну, во-первых, да, нож вот... Не можешь ехать. Капсула, а второе, что там вот произошло, ну и все, ты очухиваешься. А там вот после прилета оно же все продолжает сыпаться, вот пыль оседает, какие-то шумы и так далее. И вот как бы первые несколько минут вообще ничего не видно, все стоит в такой полупыль, полудым. Вот там куда более стремно, честно говоря. И третий раз было вот буквально три недели назад на этом... Отвозил, собственно, девушку на тату-мастер, в тату-студию, собственно, она работала. И вот ехал обратно и вот буквально так вот краем глаза поймал вспышку. Вот где-то вот в 50 метрах тоже прилетело. Это вот три недели... 26-го, по-моему, так, сейчас июнь, мая была. Как так? То есть вы настолько привыкли ко всему этому звездецу, что вот спокойно ты взял, отвез девушку свою к тату-мастеру. Ну, типа тебе прилетело там в 50 метрах. Не к своему, это она тату-мастер. В смысле, да, она тату-мастер. Да. Окей. Отвез девчонку на работу в городе, в котором в тебя может прилететь. И в тебя уже прилетало. Вот как... Почему? Почему вы не сидите дома, просто там забаррегатировав окна, не знаю, и выходя только по ночам, чтобы взять воды, знаешь, и ограбить ближайший разбомбленный магазин. О, кстати, по поводу разбомбленных магазинов, так вот как-то получило, что в Харькове случаев мародерства было очень мало. То есть я буквально после первых нескольких дней ездил как раз в то место, куда сильно прилетело, вот эта областная администрация на площади, которую все видели, вот эти вот фоточки большие вот туда, и там вот ты едешь, реально стоят пустые магазины, ну, реально стоят бутики, это же как бы, очевидно, центр города и так далее, сразу с вынесенными окнами, дверями, и все внутри целое. То есть у нас как-то вот достаточно было дисциплинированного. То ли людям было не до элитной одежды и так далее. Вот. Единичные случаи, конечно, везде были, вот, но я не могу сказать, что это... Я же тут, понимаешь, у нас, мы в своем чате в UGS на 8 тысяч человек, мы не запрещали разговоров о политике, поэтому первые две недели... И сбег там за это. Поэтому две недели первого у модераторов был ад. Я бы вот скорее посидел от этого. Нас 4 человека, причем так забавно получилось, что двое из России, двое из Украины. Ну, Наташа, правда, уже переехала в Амстердам, но все равно-то... Вот. И у нас был ад. И вот что мы только не выслушали. И про то, что я все вру, и Харьков уже... Про Vue.js мы еще тоже про частик чуть дальше поговорим. Хорошо. Сейчас я хочу понять, наверное, больше психологическое состояние. То есть ты сейчас себя как чувствуешь? Нормально? Или ты понимаешь, что когда все закончится, тебе нужно будет там реабилитацию проходить? Как ты думаешь? Я не знаю насчет реабилитации, отпуск точно будет нужен. Я, во-первых, сразу же вот, если ты можешь потом вывести вот сюда вниз мой активити-граф в GitLab, то есть там вот первые 7 дней пусто-пусто-пусто-пусто. А потом вот стабильные фигачения, то есть 5 на 2, ну то есть по много активности. То есть я решил для себя, что самое главное, что мне важно, это работа, потому что работа дает деньги, деньги дают мне возможность максимизировать свой маневр. Не важно, начиная с донатов на ССУ, куда уходит большая часть денег, заканчивая, в принципе, какими-то возможностями. Вот. И это очень сильно мне помогло в плане психологической устойчивости, потому что вот как раз вот девушка, вот этот, про тату-мастер, вот она первые три месяца не работала, ей было сильно тяжелее. Начало работать, стало психологически легче. Когда чем-то занят, все равно проще. Вот. Ну и плюс, честно говоря, у нас очень много сделали коммунальщики в плане того, что где-то уже, то есть вот, чтобы ты понимал, у нас, типа, большой пафосный дом, частный, ну, частый, в смысле, как это называется, СББ, не знаю, короче, частные службы вывоза мусора и так далее и тому подобное. Так вот. А напротив, обычная девятиэтажка. Так вот, за первые месяца-два войны у нас вывезли мусор один раз, у них вывозили каждые три дня. Как так? То есть, ну, вот потому что коммунальщики вот у нас в городе так сложилось, это спорное решение. Это там, у нас есть много претензий у многих к мэру и так далее, но так получилось, что коммунальщики вот где-то после первого-второго месяца уже очень много работали, вплоть до того, что газоны пострижены, цветы высажены, мусор вывезли. То есть, город вот именно затачился не под то, что это, знаешь, такая фронтовая разруха, а под то, что город жив. Ну и сейчас вот, собственно, месседж, который они транслируют, что в Харькове небезопасно, каждый решает для себя оставаться или уезжать. Это вот, но задача города жить и быть экономически активным. Поэтому у нас перезапустили метро, запустили общественный транспорт, у нас работает огромное количество маршрутов, почти везде частные фирмы исчезли, которые возили на маршрутках, везде вышел коммунальный транспорт там, который ездит, кафешки постепенно открываются, рестораны открываются, есть, правда, этот же комендантский час с 10 вечера до 6 утра, нельзя находиться на улице. Вот, поэтому месседж такой, мне он нравится, если бы мы жили бы 24 на 7 в условных бункерах, я думаю, что психика бы у многих поехала, и мы подобные случаи и так видели, то есть в первые дни войны у людей были там истерики, а истерика внутри бомбоубежищ, она, знаешь, такая, она волной расходится, то есть один человек начинает истерить, дальше к нему присоединяются еще и еще, и с этим достаточно сложно. Почему ты остался в Харькове? Я на самом деле эти вопросы все, ну, в смысле, в том числе и про остаться в Харькове, проходил где-то в 2015 году, когда у нас была более-менее активная фаза на Донбассе, а Харьков же, это же рядом, собственно, с Донецкой областью, Харьковской области, она граничит, и первое, то есть есть несколько причин, первое, это то, что особенно первые недели, сейчас это уже менее актуально, все решалось вот на месте по факту, то есть ты не мог фактически быть эффективно, волонтерить удаленно, потому что что-то там тебе привезли сюда, сегодня здесь, вот ты с этим работаешь, появилась какая-то мелкая задача, сегодня здесь, ты с этим работаешь, то есть для выживания города, волонтеры сделали очень много, и я считал, что мне это по силам, то есть вот поэтому я остался, собственно, первое время. То есть у тебя не стояло приоритета наличной безопасности? Нет, честно говоря, у меня нет ответа на твой вопрос, ну то есть у меня лучший вопрос, лучший ответ, наверное, так воспитан, просто чтобы ты понимал, вот у меня отец встретил свое 70-летие, 18 мая, в командировке занимаясь ремонтом танков. Он 40 с чем-то лет проработал на танковом заводе, и вот как-то поэтому приоритет, то есть личная безопасность, да, но я вот, я для себя, я это уже неоднократно объяснял, объяснял это как вот, я сторонник выполнения договоров, то есть у меня есть договор между мной и государством, где в том числе в 65-й статье Конституции написано, что защита государства является обязанностью всех. Но ведь уезжать не обязательно из Украины, можно было уехать во Львов, либо куда-то подальше от непосредственно боевых действий. Я понимаю, ну вот и в контексте защиты государства, я считаю, что каждый должен быть эффективен настолько, насколько он может. Вот для меня граница может проходит вот здесь, то есть я не готов записываться в СУ территориальную оборону и так далее. Мне страшно. То есть я также не готов идти там из серии сейчас добровольцем в армию, но если вручат повестку, я пойду. Я офицер запаса, я там не скрывался, в военкомате есть все мои данные и так далее. Не знаю, насколько моя воинская специальность востребована, но то посмотрим. Я даже бегать начал в рамках, чтобы привести себя чуть-чуть в армию. Готовишься. Да, вот. Ну вот моя граница просто проходит вот здесь. Все. Первые несколько недель было очень тяжело, вот, собственно, когда Харьков был это, потому что родители уехали на дачу. У нас там хороший дом, печка, колодец, то есть достаточно автономные ресурсы. И она, дача получается, за гор, чертой города. Да, и вот мы фактически первые несколько недель были разделены, вот как раз по сути линией фронта. Вот это было очень психологически тяжело. Сейчас, когда есть возможность там встретиться как-то, пообщаться и так далее, попроще. Ты наверняка думал над тем вопросом, что будет, если враждебные войска зайдут прям к тебе в город и прям придут к тебе домой. Ну, если они будут заходить в город, я буду уезжать в Украину. Если получится, ну, туда дальше. Будешь пробовать. То есть это не такое, что я стою до конца и буду битой защищать свою... Нет, у нас вообще... Я не знаю, я знаю очень мало людей, которые вот не пошли в армию, но готовы там стоять до конца и защищать свою конкретную. Это так иронично случилось, что, я не помню, на четвертый или на пятый день вот люди приблизительно с такими же настроениями собрали нас внизу на паркинге, рассказали, что они там будут, рассказали, как они собираются, в каких точках оборудовать места, откуда они будут кидать коктейли Молотова, сделали коктейли Молотова, а через два дня эти все люди уехали. Ну, коктейли-то остались. А коктейли-то остались, их потом утилизировали. Ну, потому что, ну, зачем такое счастье? То есть здесь остались люди, которые, ну, то есть вот с которыми, в том числе, охрану дома вели, которые говорят, что мы не военные, наша задача защитить из серии вот дом и нашу территорию от мародеров и так далее и тому подобное, обеспечить безопасность людей, контролировать входы-выходы, то есть у нас мы перекрыли, дом огражден достаточно неплохим забором, перекрыли все выходы, кроме одного, чтобы проще было контролировать. Говорит, вот типа наша задача, вот я где-то такой же. Если, не дай бог, так получится, что уехать не дадут, ну, буду пытаться выбираться, как там, стандартный маршрут Россия-Европа-Украина. Россия-Европа-Украина? Это с оккупированных уже территорий многие люди уезжают так. А, окей, окей. Ну, сложный путь, надеюсь, что не придется. Я тоже надеюсь, что не придется. И вот как раз на эту тему где-то месяца полтора назад явно сменилось руководство на местах, вот как минимум в Харьковской области, у оккупантов. Почему? Раньше были возможности, негласно по договоренности, на местах доставлять гуманитарку, в том числе и на оккупированные территории. И ребята возили, то есть это исключительно добровольно. Были и казусы, то есть там, когда ребят машину отобрали, они пешком шли 4 километра назад до блокпоста украинского. Но негласно было и серии 100 долларов проезд в одну сторону. И вот ребята на микроавтобусах возили гуманитарку. Это чисто гуманитарка, это не люди. С людьми там отдельная история. Вот. С некоторого времени все изменилось и вообще полная изоляция, то есть вот через эту линию. Раньше это был очень важный инструмент для многих людей, чтобы получать в том числе информацию о людях, потому что не всегда есть связь там. Вот. И поэтому как-то печально. Но вообще, конечно, наверное, самым тяжелым моментом в плане всей этой волонтерской деятельности было, когда разбомбили вот эту облах администрацию. Тогда же опыта ни у кого не было. Там был очень такой центральный волонтерский склад, по сути, большой достаточно, где лежали всякие специфические вещи, которые там и серии. Специфические лекарства, еще что-то. То есть вот такая точка обмена. И часть вещей была достаточно сильно потеряна. И после этого уже перешли на распределенную систему, когда все рассредоточено равномерно, плюс-минус по городу, и ходишь, забираешь. Но это вот, наверное, было самое тяжелое такое потрясение, как говорится, если мы говорим о личном. Слушай, ты так просто сказал про то, что в оккупации можно будет уехать через Россию в Европу. Но это же не... По крайней мере, мне отсюда кажется, что это не такая история. Не допускаешь ли ты того, что если оккупанты вдруг доберутся, то там у тебя выбора особо не останется, потому что ты взрослый мужчина? Да, допускаю. Я же сказал, буду пытаться. Это не означает, что я считаю, что так получится. Я вообще избегаю в данном случае делать какие-то допущения. Да, то есть не считаешь ли ты слишком добрыми тех, кто бомбит сейчас всю Украину? Нет, даже близко не считаю. Я знаю людей, у которых так получилось, в частности из Херсонской области, из самого Херсона. Но я не делаю допущение, что здесь будет так же. Они все в один голос говорят, что все это буквально очень сильно разнится буквально от командира, как говорится, человека, которого ты встретил. Канал JavaScript Ninja. На момент записи три недели назад у тебя последний был стрим, Ask Me Anislin. И типа кажется, что давно, но на самом-то деле ты прямо после войны продолжал стримить достаточно часто, даже на программерские темы. Что сейчас с каналом? На каком он месте? Как-то поменялось? Ну смотри. На самом деле я считаю, что надо продолжать. Ну то есть я планирую продолжать. Как минимум потому, что, как ни странно, на первый план выходит шкурный интерес. Это источник валюты для волонтерки. Патреон. Логично. Вот. То есть моя система ценностей сейчас выстроена в приоритете. Это иметь ресурсы для обеспечения ЗСУ и волонтерки. Второе, иметь какие-то личное здоровье и безопасность. Третье, все остальное. И тем много, но последние вот несколько недель, последние три недели было очень много, во-первых, бытовухи, которую надо было там организовать. У нас, в частности, первое, собака появилась, которая требовала времени и внимания. Мама девушки уехала с сестрой за границу. У них было два бультерьера. Один бультерьер взял себе отчим, который в ТРО, но двух бы он бы не потянул. И вот второй бультерьер теперь у нас. Вот, соответственно. И, в принципе, мне немножко было, просто не хватало ресурса. Это вот, наверное, лучшая аналогия, как я себя ощущаю вот эти сто с чем-то дней, это вот когда ты берешь гирю весом килограмм или два и вот так вот на вытянутой раке держишь. Оно не очень тяжело первое время. Легкая гиря. Окей, окей. Да, но чем дальше ты держишь, тем больше это становится невыносимым. Вот здесь точно так же. То есть у меня ощущение, у меня вот этот непрерывный поток, ну, то есть напряжение непрерывное, и вот с ним очень тяжело, и поэтому у меня немножечко под это, подсели видео, я параллельно, тут еще как получилось по закону подлости, я взялся за достаточно большой open-source проект, по сути, основным мейнтейнером, там, 1015 звезд. Ты что, теперь GitLab'ом управляешь? Не-не-не, у GitLab'а, я не знаю, сколько звезд у GitLab'а на GitHub'е. Больше, может быть. Нет, Bootstrap View, это адаптация Bootstrap'а для View. Ее как раз использует GitLab, но мне за это не платят, то есть это, и я параллельно вот подписывал там в open-source и так далее, и просто на видео пока что не оставалось времени, но вот я как раз ребятам обещал, что вот с этой недели буду чего-то выкладывать на Патреоне, и оно же, соответственно, с задержкой доезжает до Ютуба. У меня же Ютуб всегда был, прежде всего, зеркалом Патреона с отложенной публикацией, а второе, мы сейчас потихонечку, пока не буду говорить, кто мы, готовим часть контента на украинском языке. То есть мы хотим сделать материалы на украинском языке. Тут как это... Все началось с того, что кто-то шутя прифотошопил к логотипу JS, JS-буквы, который на черном фоне сверху, этот казацкий чуб, к букве J, получилось неплохо, и после этого появилось, само собой, название JS-сич, с запорожкой с сичью. Потом оказалось, ну, это, знаешь, вот типа оно само по себе, творчество же надо, когда ты выходил, я обнаружил, что домен jsc.ch свободен. Вот. И мы хотим, то есть наша цель, до которой мы еще будем долго идти, но в идеале найти 30 человек, которые раз в месяц каждый будет писать одно видео, чтобы у нас было 30 дней каждый день какой-то украиноязычный контент обучающий. По JavaScript. По JavaScript. Круто. Ну, это пока что цель, до которой мы планируем дойти в июле, вот уже через 10 дней, когда я планирую, наконец, выкладывать и начать материалы, это хотя бы 4 человека по 4 видео. Угу. Мы этих людей знаем? Некоторых, да. Некоторые даже были у тебя в интервью, конечно. Окей, окей. Будем, значит, подать. Это мой, собственно, следующий вопрос по поводу украинского языка и канала. Есть много примеров, где ребята перешли на украинский язык. Самый яркий, наверное, для меня это вот фрилансер по жизни Женя, буквально одним из первых, перешел полностью на украинский язык у себя на канале. Что ты про это думаешь? Особенно интересно послушать твое мнение, потому что ты живешь в одном из самых до войны русскоговорящих городов. Украина. Он и после войны, он и сейчас остается русскоговорящим, и сейчас я, когда привожу там Кракену эти... Кракен — это спецподразделение Азова внезапно, которое занимается обороной Харькова, там всякие вещи, все разговаривают на русском. То есть украинскую речь можно услышать, но я не скажу бы, что стало можно услышать сильно больше, чем до этого. То есть никто, конечно же, бить за украинский не будет, но и массовой украинизации не произошло, ну и, наверное, и слава богу. Что же касается меня, тут, понимаешь, у меня ситуация, как это... Я пытаюсь усидеть на двух стульях в плане чего? Я этнический русский, и для меня это важно. То есть у меня родители оба из подростова на Дону, из донского казацтва и так далее, поэтому отказываться в результате действий какой-либо страны от своего языка я нахожу для себя странным. Тут важно сказать, ты считаешь это своим родным языком, да? Да, да. Первым родным, либо вторым родным, либо наравне. А я не знаю, может быть второй родной? Ну да, допустим, для меня белорусский второй родной, потому что я его хорошо учил, хорошо знаю, но никогда на нем не говорил. Говорил с детства на русском. Вот я так считаю. Окей, ну то есть у меня в семье все говорят на русском. То есть все мое окружение всегда говорило на русском. Но тут надо выразить респект родителям. Они, когда получается, это было, ну еще в 90-е годы, озаботились тем, что мы живем в Украине и что они не говорят по-русски, поэтому я занимался классом, наверное, с шестого, с пятого, репетитором с украинским языком. Окей. Поэтому я абсолютно вильно володю украинскую мову. Ну, причем настолько серьезно, что я там в 11-м классе, когда думал, куда поступать, я думал поступать на журналистику или войти, и у меня там были победы на всеукраинских конкурсах, там, присвященных шевченковским дням и так далее. То есть у меня есть, как говорится, украинский, я считаю, на достойном уровне. Вот. Но поэтому я считаю, что сейчас очень важно продвигать украиноязычные сообщества как способ самоподдержки украинцев и консолидации украинцев, объединения. Вот. Это однозначно. Именно поэтому я собираюсь делать контент на украинском языке и так далее. Но я считаю, в то же время, что я отказываюсь принимать монополию на русский язык, что она принадлежит России. Ну, то есть я считаю, что это тоже неправильно, что то, что я русский, не должно делать из меня, что я там, разговаривая на русском, поддерживаю взгляды и разделяю взгляды России. Поэтому я пока не планирую стопроцентно переходить в плане контента на украинский язык, но контент на украинском языке точно планирую делать, потому что, как я уже сказал, очень важно, я считаю, украинцам консолидироваться и поддерживать друг друга. А как ты относишься к той мысли, что русский язык это тоже оружие, и из-за этого нужно от него отказываться, в том числе последние запреты русской и белорусской литературы? Типа вот в этом вроде как есть смысл. В этом есть прямой смысл. Да, ну расскажи, как ты думаешь, ну как ты знаешь про эти запреты? Я просто не знаю. Как я знаю про эти запреты? Я знаю, что в школьной программе украинской отменили произведения белорусских и русских писателей. Да. Вот что я знаю. Да. Почему это запрет? Отмена. Окей, отмена. Да, это не запрет, это отмена. Разные вещи. Да, то есть я к этому отношусь... Давай так. Я считаю, что это естественная реакция на вторжение. Я не могу сказать, что она на 100% правильная, но она не точно неправильная. То есть я не считаю ее неправильной, но считаю, что в текущих реалиях это абсолютно естественно, понятно, мне понятно и логично. Ну а как литература в школе может повлиять на сегодняшнее событие? То есть я так понимаю, логика в том, что, мол, вот русские выросли на этой литературе, значит, как-то литература к этому относится? Нет? В чем? Нет. Логика в том, что когда ты транслируешь для каждой, ну, для русской литературы, очень большая проблема в том, что как, по крайней мере, подбор литературы, не транслирующей, давай назовем это проимперские ценности. Якуб Колос не писал проимперские ценности, но его отменили. Якуб Колос это белорусский писатель. Еще раз, я же про это и говорю, сложен. Именно поэтому я как раз и говорю, вот я же почему сказал, что я не на 100% согласен. Я абсолютно уверен, что можно подобрать такой набор деятелей русской культуры и белорусской, которые имели позицию, которая совместима с текущей позицией Украины, ну, в смысле, не проповедовали там какие-нибудь проимперские принципы и так далее, которые несут те ценности, которые Украина ожидает сейчас, хочет формировать в своих детях, но тут же как, в английском это называется collateral damage, сопутствующий ущерб. На данный момент в текущей ситуации вот накрыло всех, потому что накрыло. Ну, типа, проще сразу всех и эффективнее сегодня сделать так. Да, именно эффективнее. А потом, в случае чего, по достижению мирного времени, постепенно анализировать и, возможно, что-то возвращать. Я считаю это правильным, потому что, как это, все равно важно знать, что, важно знать, как говорится, литературу соседей, даже если ты пытаешься от них подстроить стену. Вот. Не знаю, знаешь ли ты этот анекдот про то, как поймали украинецы. Он старый, старый, я его, наверное, уже лет 30 знаю. Ну, не 30, но 20 точно. Что поймали украинец и русский золотую рыбку. И золотая рыбка говорит, ну, в общем, раз вы поймали вдвоем, вот вам три желания. Русский говорит, ну, раз я, говорит, старший брат среди народов, у меня будет два, говорит, а у тебя украинец одно. Говорит, ну, хорошо. И русский говорит такой, говорит, хочу, чтобы на территории всей великой России не было ни одного хохла. Рыбка такая исполнена. Русский говорит, хочу, говорит, чтобы территорию всей великой России, говорит, обнести, говорит, стеной, говорит, высотой, говорит, метров 12. Да, выполнено. Украинец говорит, и что, говорит, это теперь, говорит, ну, я буду на русском, чтобы было понятно большей части аудитории. Говорит, это что, говорит, теперь в России, говорит, ни одного украинца нет. Говорит, нет. И что, говорит, вот это, говорит, стена, говорит, метров 12. Говорит, да. Говорит, ну тогда бетонируй, говорит, под ноль ровненько. Вот. Вот приблизительно такое сейчас отношение к России по понятным причинам многих. Но все равно историю надо знать. Но тут я хочу коснуться немножко интересного аспекта. Вот смотри. Пушкин, который их все, ну в смысле Пушкин наше все для России. Он же был не всегда и не во всем поддерживал политику царя, за что, собственно, в ссылку его и отправляли. Вот. Но тем не менее это не мешает человеку с такими ценностями быть хедлайнером русской литературы. Вот. Поэтому насчет как литература приводит к формированию ценностей, мне кажется, это очень сложный дискуссионный вопрос. И я могу о нем рассуждать максимум с позиции обывателя. Мы так и рассуждаем. Мы с тобой айтишники. Мы не претендуем на мнение. Нет у меня кандидатской степени в литературе. Слушай, а тебе не казалось, что русская культура, ну, окей, русская культура тесно с нами переплетена тем-либо иным образом? Было ли это к нам как-то... Было ли это к нам силой притянуто, либо не силой? Но тем не менее, пока что мы переплетаемся как минимум в рамках предыдущих там ста лет. Нет такого ощущения, что сейчас в Украине воюют люди, которые очень далеки от культуры. Типа, проблема-то не в культуре. Культурные люди как раз-таки уезжают, либо сидят и что-то там пытаются втихую делать. И их там пару миллионов, а весь остальной народ от культуры далек, потому что страна здоровая, здоровенная. Слушай, я судить о том, кто воюет, могу только, как говорится, по рассказам новостных каналов, которым я доверяю with a fine grain of salt, с большой долей скепсиса со всех сторон. Поэтому говорить о том, насколько культурные и образованные люди, я не берусь. Почему? Потому что, несомненно, украинские СМИ выставляют про то, как про нас воюют варвары и гикари, но я понимаю, что это, несомненно, гипербола. Но до какой степени это гипербола, я не знаю. То есть это точно так же, когда у тебя идет масштабное вторжение для любой стороны конфликта, ты можешь подобрать нужную картинку в подтверждение любого тезиса и заснять нужную картинку. Поэтому как говорить, что, грубо говоря, воюют люди далекие от культуры, если бы культура правильно распространяла была бы распространена на территории России, войны бы не было, я, наверное, не соглашусь с этим. Ну, я сейчас говорю про культуру вот именно не сегодняшнего дня, а культуру еще досоветскую. Да, она типа имперская. А что ты вкладываешь в это понятие? Это определенный вес слова. Я к тому, что дуэли, да, вот вся культура дуэльная того времени, она говорила о том, что за слово нужно держать ответ. Все, хорошо. Я теперь понял досоветское, потому что я вначале подумал о советской, потом такой дуэли, дуэли в Советском Союзе. Примерно то время, да, для кого-то оно там как-то, может, для кого-то романтически вспоминается, для кого-то это нищета и голод, но тем не менее, тогда был вес у слова. И как ни крути, это европейская культура, потому что все там цари, правители, они все мешали свою кровь с европейцами, это известный факт, ни одной правительницы русской не было исконно русской, так нельзя было делать. Это европейская культура. И вот нехватка той культуры в сегодняшнем мире, типа, и привело к тому, что мы имеем. Почему я этот вопрос спрашиваю? Потому что многие сейчас культурные, назовем их, деятели из России как раз-таки апеллируют к тому, что, мол, не люди виноваты. Люди, конечно, виноваты, люди виноваты, но по большей части виноваты те, кто перестали распространять культуру на весь народ. И в итоге культурных, интеллигентных людей осталось очень мало. Идея интересная, много где сейчас проскакивает именно с точки зрения России. Я хотел просто узнать, насколько она у тебя в повестке. Есть ли у тебя такая идея в повестке? У вас там? У меня в повестке нет. То есть давай так, я могу рассказать, что какие-то схожие идеи у меня есть в голове относительно Украины в плане чего. Я давно, я не помню, может, даже это в том интервью, что мы с тобой давным-давно записывали. Это было в ноябре. Да. Говорил, что я считаю, что добиться коренных изменений в стране можно только через детей. И что надо работать с детьми. С детьми, с молодым поколением и так далее. И вот в этом контексте, к примеру, я раздумываю с первого сентября пойти в родной вуз попреподавать не ради отсрочки, как некоторые думают, потому что отсрочку дают только если ты преподаешь на 0,75 ставки, это до хрена. Вот. А именно потому что я считаю, что в том числе и преподаватели в университете, они все равно несут и транслируют ценности для этого. И я считаю, что ценности действительно важно нести и транслировать. Поэтому говорить о том, что перестали распространять культуру, мне кажется, неправильно. Правильно говорить, что начали транслировать другие ценности. Да, вот. А почему так произошло? Слушай, ну это уже вопрос к историкам. Я, опять же, исключительно обывательский, я так понимаю, что когда пришли большевики, соответственно, у нас, ну типа, культура была перестроена с целью удовлетворения текущих короткосрочных потребностей рабочего класса и дальше оттуда уже и произрастало. Я уже вижу комментарии к этому видосу. Беларусь пытается рассказать украинцу наоборот про культуру России. Про русскую культуру. Да. Я поэтому и всячески подчеркиваю, что... Я хочу только подчеркнуть, что мы этот вопрос обсуждаем не из-за того, что я думаю, что мы братские народы. Братские народы это абсолютно пропагандистский термин, который придуман был для того, чтобы заниматься арусификацией, скажем так. Угу. Да. Едем дальше. По поводу курсов хочу тебя тоже спросить. Как ты думаешь... Во-первых, у тебя сейчас есть студенты какие-то активные, которые учатся? Нет, я... Ой, на эту тему так смешно получилось. Я в январе или в феврале... В январе стартовал зимнюю школу по TypeScript, то есть такое достаточно много людей. И так получилось, что я заболел ковидом. И вот первые занятия я проводил с ковидом и все такие, да давайте перенесем на неделю позже. Ну, типа, что случится на недельку? Нет, так мы не перенесли. В итоге я ее успешно закончил и вот сейчас в курсах пауза, то есть, когда я ничего не должен, у меня висят до сих пор там давние хвосты по поводу обещаний, но, как говорится, в моменте нет. то ничего и я пока набираю сил, планирую чего-то вот ближе к... А я обычно летом и так ничего не делаю, тут еще война. Ближе к осени, как это, первого сентября у всех просыпаются вот эти инстинкты учиться. Вот к этому времени надо будет что-то запускать. Пока что сейчас в фоне постепенно рисую этот курс, я его назвал курс по неархитектуре. Вот, потому что мне надоели раскрыть. Что-что? Будешь костыли учить пилить? Нет, я буду рассказывать про то, что не существует единой архитектуры и так далее. Нормально. Вообще, в войну двумя самыми лучшими девайсами, которые буквально определили... Сейчас, а где же второй? Где-то тут. Ладно, валяется. Сейчас, найду его. Давай. О, нашел. Я уже показывал, ты, собственно, стримил, как это работает в принципе, но вообще оказалось, собственно, телефон, это Samsung, в данном случае S21, с помощью которого я делаю просто охранительное количество заметок и так далее, потому что есть перо. Samsung же ушел из России, так что это продакт-плейсментом не считается. Вот. А второе, это вот такая вот клавиатура Prestigio Click & Touch. Это клавиатура, которая одновременно является тачпадом. Хочу сказать, что делали ее первые прототипы белорусы. Так это и есть, да, они потом продали это, но это их это клавиатура. Вот. И вот комбинация из этих двух девайсов плюс наличие хоть сколько-нибудь скоростного интернета позволяет мне делать почти все, даже в том числе в GitLab, когда я сижу в бункере. То есть ты на этих девайсах даже программируешь? Я, собственно, про это писал. Да, GitPod, удаленное подключение, при наличии достаточно неплохого интернета, это все прикольно работает. Это вот такой сейф-пойти-вещ, которая позволяет мне обходиться без моего 49-дюймового монитора, в который я сейчас смотрю, вот. И как-то так. По поводу курсов, да? Да. Насколько морально правильно сейчас учиться айтишке? У меня некоторые ребята приходят в личку и спрашивают, ребята, украинцы, либо кто там уезжает из Украины, у кого получается по разным причинам, они спрашивают, насколько сейчас этично для них учиться. Мол, вот, вроде как все время нужно отдавать войне, помощи, а ты тут хоба и такой думаешь о своей жизни. Что бы ты на это Нет, я считаю, что учиться однозначно надо и правильно, и более того, я сейчас говорю, что так получилось, что сейчас в IT разрастается достаточно большой кризис, как я вижу. я вижу большое количество увольнений, очень много топовых компаний на Западе заморозили найм, где-то есть, я не буду называть конкретные компании, поскольку это не публичная информация, скрытые, ну, скрытые сокращения найма, то есть когда позиции, которые люди, естественно, уходят из-за текущих не бэкфилятся, то есть не открываются на замену, и я считаю, и более того, сколько там, недельки, полторы, две назад Y Combinator разослал своим резидентам письмо, что, ребята, если у вас есть возможность привлечь инвестиции, привлекайте их сейчас, потому что следующие два года будут очень тяжелыми, скорее всего, для вас, и поэтому я считаю, что в таких условиях важно выделяться на рынке труда, независимо от своего уровня, и поэтому учиться можно и нужно, даже без контекста войны. А в контексте войны вот сегодня, наконец, поступили официальные данные, что в условиях войны из-за того, что в Украине заблокированы порты, мы не можем экспортировать нормальную сельхозпродукцию, а IT это топ-1 в списке поступлений денег в страну, поэтому... Поэтому не просто неэтично, это этично, еще и нужно. Еще и нужно, да. Именно поэтому я считаю, что учиться нужно, важно, и прям крайне важно. туда же, я куда интереснее, я вот сейчас до сих пор думаю над другой моральной дилеммой, с которой я пока еще не определился. Это этично ли учить россиян для себя? Это прям мой следующий вопрос. Я не знаю, я еще хожу, думаю. То есть, когда началась война, процессинг на моем сайте перестал принимать российские карты, естественно, по понятным причинам. Тут же мне, конечно, сразу же написали дельцы, которые предложили типа за процентик принимать в России это, потом предложили прикрутить крипту, и я пока ничего этого не делал. именно потому, что я взял тайм-аут на подумать, как к этому относятся. Слушай, ну, здесь же есть простое решение достаточно вроде как. Вот как Серега Дмитчинский сделал, если я вдруг ошибусь сейчас в определении Серегы по праве в комментариях, он просто перестал работать со всеми россиянами, которые живут в России и кормят налогами Россию. То есть, условно, и которые не поддерживают войну, вот с этим он работает. Если ты уехал за границу, и там у тебя зарубежная карточка, и ты согласен с тем, что Россия творит дичь, и это война на Украине, в Украине, то, пожалуйста, ты можешь обучаться. Типа, будь нормальным человеком, не корми налогами. Простое же решение. С одной стороны, да. С другой стороны, вот я абсолютно рассуждал точно так же, но потом есть, пообщался с людьми, которые давайте так, есть точки зрения, которые немножечко отклоняют меня от этой позиции, чтобы я точно сказал, что я ее вот точно принял. Например? Я сейчас же как раз... Первое. Как сказал мой знакомый, для многих в России айтишка это единственный шанс заработать достаточно денег, чтобы покинуть Россию. Окей. Вот. Это первый пункт. Второй пункт, что типа люди, которые... Вот с этим пунктом я, как ни странно, сейчас я его озвучу, а потом разверну мысль, что люди, которые хорошо... Ну, типа, айтишники в России живут хорошо, а что люди, которые, типа, хорошо живут более приобщены к европейским ценностям, и, типа, вероятность, что они не будут поддерживать войну выше, типа, ты формируешь, условно говоря, оппозицию. Я раньше был с этим отчасти согласен, а потом я написал у себя в YouTube-канале пост про то, что часть контента будет выходить на украинском, посмотрел на эту оргию в комментариях и понял, что утверждение о том, что айтишники... При том, что важно понимать, у меня специфика канала, у меня никогда не было контента вот сугубо для начинающих. Он все равно там у меня какой-то там, ну, условно, джуниор плюс скорее. То есть это люди, скорее всего, которые уже плюс-минус в IT или это. То есть я посмотрел на эту вакканалию в комментариях и начал сомневаться относительно этого тезиса. Вот. И третий пункт, который... Это очень тупой и денежный, что, типа, ты можешь эти деньги просто спокойно направлять из серии на ЗСУ и получать практическую помощь сейчас, чем заниматься какими-то рассуждениями о высоких материях. То есть... Это и серии, что на налоги уйдет все равно там доля процентов, а в карман ЗСУ придут большие-большие проценты. Ну, типа, на налоги же, когда платят, я так понимаю, мне, я не знаю, на налоги же как раз не идет ничего. Типа, я еще и уменьшаю. Типа, иначе они отнесут эти деньги в условный скиллбокс, гикбрейнс и так далее, который на территории России. А, ну да, они же тебе будут какими-то левыми путями платить, соответственно, там еще... Да даже если не левыми, даже если бы могли бы платить из России, все равно, типа, деньги ушли из России в Украину. Ну да, логично, согласен. Вот, поэтому я пока в раздумьях, у меня нет однозначного ответа на эту логическую дилемму, и пока я ничего не делаю по этому поводу, ничего не обещаю. Ты в своем развернутом втором пойнте зацепил тему достаточно холиварную, то, что элиты ближе к европейской культуре и будут устраивать оппозицию. Вот, честно, я надеялся, что оно так и будет, но буквально уже в первой неделе войны появились прецеденты среди знакомых, которые сказали, что, ну, наверное, нет. Я сначала думал, что это случайная флуктуация у людей, и сейчас, чем дальше идет война, тем больше я вижу людей, у которых вроде как IQ выше 80, которые владеют бизнесами айтишными, которые классные айтишники, но они начинают топить за... Хорошо, если не за то, что война — это ок. Они начинают топить за то, что их отменяют, и это плохо. И таким образом они подменяют повестку, типа, не в Украине война, а нас ущемляют, и нам плохо. И, типа, не потому, что вам плохо, потому что вы войну развязали, а потом, типа, вот и таких людей много появляется. И тут я... Ну, я лично совсем потерял веру. Что ты... Я тут еще добавлю тейк к тому, что мы же это все, я же говорю, вот за первые три недели во вьюшном канале прошли, вот, знаешь, всю вот эту повестку, и весь учебник, начиная от того, где вы были 8 лет, вот, заканчивая вот этими пунктами, заканчивая тем, что из серии я не голосовал за Путина, я всегда поддерживал оппозицию, я не голосовал за поправки, а я тут при чем? Вот. Типа, почему... Это не так, не в том, что я при чем, а почему я виноват. Почему я виноват? Да. Собственно, я тут... Моя позиция очень простая в этом плане, что... Виноват? Нет. Несешь ответственность? Да. То есть, вот есть, условно говоря, конституция, от этого сейчас пригорит у половины, смотри, нет? В которой записано, что в моей стране, что в вашей, что в белорусской, наверняка, то же самое записано, что источником власти является народ. И дальше мы получаем забавный нюанс. Если мы говорим, что этот пункт работает, то, соответственно, народ, ну, так работает демократия, ты несешь ответственность даже за те решения, которые ты не поддерживаешь, вот именно в рамках страны. Ответственность, не вину. Для меня это неоднозначные вещи. Вот. И... А если этот пункт не работает, то ты несешь ответственность за то, что не работает. Вот. Ну, да, и так... Понятно. Это хороший поинт. Тебе это должно быть более сложно, поскольку белорусы достаточно агрессивно пытались противодействовать последним выборам. Ну, ты знаешь, мне достаточно просто. Мне достаточно просто, потому что даже стена на моем фоне говорит, что я не тот белорус, который остался... Ну, который за то, что творит официальная власть Беларуси. У россиян даже такого пока нету. И неизвестно. Мне тоже проще. Я даже напоминаю, Украина же не признала выборы Лукашенко, и у нас до сих пор считают... Он не считается президентом. За что вам спасибо? Да, нам не за что, но, то есть, Украина не признает эти выборы. Да. Но это сейчас не про выборы, это сейчас про то, что мы до этого говорили. Коллективная вина, коллективная ответственность. Да? Вот эти вот есть два понятия. Да. И ты говоришь, что условно нужно быть ответственным, но можно быть невиновным при этом. Ты понимаешь? Нет, я не так говорю. Я говорю, что я не вправе устанавливать вину. То есть, я вот не считаю, что все россияне виноваты. Я условно... Но все ответственны. Ответственны, да. Значит, кто-то из них не виноват, но ответственен. Ну, логично. Понимаешь, как человеку объяснить, что ответственность может быть без вины? Потому что, если не вдумываться, ну, типа, как я могу быть за что-то ответственным, если я в этом не виноват? Я ничего не делал. Что значит? Это я что, должен быть дофига альтруистом, чтобы чувствовать ответственность за чужую вину? Вот. На этом часто играют. И ты говоришь, чувак, ну, есть коллективная ответственность, коллективная вина, и там начинается плазма срач про то, что ни того, ни того на самом деле нету. То есть, ну, как, эмпатия? Я поддумался до того, что должна быть просто, типа, эмпатия, которая, ну, которая, да, говорит, что ты можешь быть не виноват, но из-за того, что ты эмпат, ты распространяешь свою ответственность на все, что происходит, на что ты влиять мог, но не влиял, может быть. Что ты думаешь по этому поводу? Можно ли быть ответственным, но не виноватым? Получается, можно. Ну, я считаю же, что можно, я опять же повторю этот тейк про консистенцию. То есть, я стараюсь выводить все в логику. То есть, я говорю, что вот, вот есть логика. Если ты находишься, условно говоря, если ты дееспособный человек, находишься на территории России, платишь налоги в России, то это твой выбор. Понятное дело, что здесь есть 100-500 сейчас звездочек, что у некоторых нет возможности выехать и так далее, и так далее, но в общем-то, ну, в общем-то, возможности есть. Люди даже из Донецка сейчас выезжают. Это чисто мое субъективное мнение. Как показала практика людей, которые переехали из Харькова, ну, вот, часть людей уехали в Европу ни с чем, был бы стимул, как бы грустно это не звучало. Вот. Чтобы ты понимал, люди вот уезжали из Харькова, ехали до Львова в поезде, в набитом под завязку где-то, ну, под завязку это 13 человек в купе. Женщины и дети. Ехали 30 чем-то часов, 39 чего-то такое. Потому что поезд, когда воздушная тревога не движется, он не выезжает в территории, на которых есть воздушная тревога. Вот. Это вот, собственно, реалии эвакуации из Харькова. Ну, и дальше люди оттуда уезжали. Так вот. И, собственно, моя логика такая, что если ты, то есть, условно говоря, своими действиями на территории России и своей уплатой налогов, да, грубо говоря, ты легитимизируешь действия России на международной арене. Да, в этом есть логика. Прям нормальная понятная. Не поддерживаешь, а именно легитимизируешь. Да. Ну, косвенно влияешь. Окей. Да. Но, опять, но, если отталкиваться от этого тезиса, то можно подумать, что единственный способ помешать войне, будучи россиянином, живущим на территории России, это уехать. Я отказываюсь. То есть, каждый раз меня спрашивают, что делать. Я вот говорю, ребят, понимаете, моя принципиальная позиция, я не имею права говорить людям, что делать, когда у меня нет шкуры на коно. То есть, я никогда не говорю россиянам, что они, по моему мнению, должны делать, потому что я не россиянин. Я не знаю внутренних процессов. Я с тобой тут полностью согласен. И, скорее всего, есть другие варианты помощи не только уезда со стороны. Я ни в коем случае не говорю, что всем надо уезжать. Хотя, типа, по своему опыту, я знаю, что рано или поздно всем активистам придется уехать, просто будьте к этому готовы. Но, если ты еще не допер, точнее, даже не так, если до тебя еще не добрались руки вот этой вот власти грязной, как ты думаешь, можно ли как-то, находясь в России, помогать Украине сегодня? И как? Ну, начинать с самого банального, донатить у нас из биткоин-аккаунта в ЗСУ. Опа. Серьезно. Да-да-да, я знаю, что они есть, не все знают. И мы ссылки, кстати, оставим на биткоин-аккаунты проверенные. Это как самое простое. Второе. Знаешь, опять же, вот как я говорю, как и с волонтеркой, вообще я вот сформулировал к сотому дню войны очень простой принцип, как я отношусь вот к людям, которые делают или что-то не делают в Украине, и которые, мне кажется, звучит достаточно плохо. Я очень хорошо отношусь к людям. То есть каждый, кто делает что-то, что он, в общем-то, не обязан делать, для меня в какой-то мере герой. То есть люди, которые волонтерят, там, просто потому, что они могут и так далее, они все молодцы. Кто-то прям, кто пошел добровольцами и так далее, и так далее. Это вот вверх. Но до тех пор, пока ты делаешь то, что ты должен делать. Поясню. Есть такие забавные аберрации. То есть я знаю людей, которые незаконно перешли границу Украины, но сбежали из Украины. А теперь оттуда донатят денег, ну, из серии на волонтерку и так далее, и так далее. Это они нервы свои успокаивают, походу. Не нервы, а мораль. Я не оцениваю. Ну, то есть вот в моей моральной системе оценок я не утверждаю, что она правильная. Это моя вот, которая сформировалась сейчас. Это люди со знаком минус. Вот. С точки зрения морали ты имеешь в виду, да? То есть они этими донатами успокаивают свою совесть. Я извиняюсь, это не то, что я сказал мораль, я сказал еще что-то совесть. Я не об этом думаю. Для меня знак плюс-минус это, условно говоря, вот в ситуации, когда у тебя есть выбор, к примеру, помогать человеку или нет, или в ситуации, когда у тебя есть выбор, когда ты условно, а это распространенная ситуация, всегда, когда ты не можешь помочь всем, тебе нужна какая-то система ранжирования. И вот, грубо говоря, вот это вот, как я говорил, плюс или минус определяет позицию внутри этой системы ранжирования. То есть, условно говоря, я постараюсь не вести никаких дел, максимально не вести, условно говоря, с людьми, которые вот взяли там и незаконно пересекли границу, убежали из Украины вот в такое время, даже при других прочих плюсах. То есть, для меня сейчас важно, чтобы люди делали то, что они должны делать, условно говоря, по закону и так далее. Тут есть интересная мысль, что если человек, типа, вот опять же, нашел вот этот договор, ну, по сути, договор между страной и тобой, нашел себе оправдание, почему он не должен его выполнять, то он точно так же может найти оправдание, почему он не должен выполнять договор с тобой. Логично. Вот. Поэтому, так вот, вот в плане России, я, вот, точно так же, вот каждый, как с волонтеркой, определяет, насколько он может. Я знаю ребят, которые помогали украинцам, незаконно вывозенным в Россию, переехать куда-то еще, к примеру, и финансово, и процессно, и так далее. Ну, я правильно понимаю, что это все, это все сейчас незаконно в России, любой способ, блин, я неправильно понимаю, это факт, любой способ помочь окончанию войны, это сейчас в России незаконно. Давай так, вот в плане этих, ребят, нарушения законов нет, давление, конечно же, со стороны органов власти есть. Там есть и пара публичных кейсов, которые всплыли, я не помню где, я не очень слежу за российскими СМИ, у меня вообще сейчас очень строго информационная диета, просто потому, что морального ресурса очень мало, и, ну, где-то там всплывало. Но я знаю ребят, которые продолжают это делать, если это всплывает, там, скажем так, никаких даже административных протоколов нет, но есть просто психологическое такое незаконное давление. Поэтому говорить, что это незаконно, всегда есть определенные законные методы. Просто будьте готовы к давлению сверху. Да, это даже менее незаконно, чем донатить, в биткоинах, в ЗСУ. Понятное дело, что с биткоинами сложно, сложно практически, недоказуемо. Ну, это если человек знающий, тут тоже нужно сказать, потому что ты такой идешь на биржу, заводишь со своей карточки туда деньги, потом переводишь их на кошелек, и это все отслеживается в два клика. Да, я, честно говоря, человек не очень относительно далекий от крипты, поэтому... Ну, в целом, да, в целом можно. Можно. Используйте миксеры, ребята, вот по улице, что такое миксеры, вам это поможет. Хорошо, будем двигать дальше. У меня тут уже большую половину с тобой проговорили. Давай провью немножко еще про сообщество. Да. Расскажи про ту дичь, с которой вы столкнулись первой неделе, потому что вы, как ты уже сказал, разрешили обсуждать политику. В России это вообще нонсенс. У них практически во всех сообществах политику просто канцеля сразу же, прикрываясь, как обычно, тем, что айтишники не про политику. Почему вы решили политику оставить, учитывая, что у вас вью сообщество русскоязычное, это не то, чтобы оно украинское было? Или с чем вы столкнулись в итоге? У нас мы всегда позиционировали наш клуб Vue.js разработчиков как место не для обсуждения вью, а место, где приходят люди, которым интересен вью. Обсуждать мы могли всегда все, что угодно. Это вот прям было в официальной политике сообщества, что у нас нет оффтопа и так далее. Вот. И поэтому сейчас... Когда-то там, в первых числах войны, я, собственно, написал, что вторжение России в Украину, факт, который невозможно игнорировать. Мы всегда строили этот чат как сообщество людей, которых вью объединяет. И мы понимаем, что огромному числу людей в Украине и России сейчас страшно. А когда страшно, любая платформа, какой бы абсурдной она ни казалась, пусть даже чат в Телеграме, это важно. Поэтому прошу понять все эти обсуждения, что будут в этом чате, связанные с обстрелами и прочими ужасами. Это новая реальность для значительной части нашего сообщества, и мы не можем отрицать. Это то, что мы написали. Я так понимаю, после этого был пожар. Ой, там пожар... То есть у нас мы ввели ровно три запрета. То есть в принципе у нас запрет на прямое оскорбление, ну, понятное дело, как и везде, вменяемые люди. Второе. Мы запретили ссылаться на любые источники, кроме официальных ресурсов страны. То есть неважно какой, пусть это даже будет российская дичь. А что значит официальные источники? Это сайты правительства? Да. Сайты правительства, министерств и так далее, потому что информационная война это бесконечный способ поджигания всех частей тела у всего сообщества со всех сторон. И вбросы встречаются... Вон, последний вброс я видел два-три дня назад, когда репостнули новость про то, что украинский приватбанк продал долги на территории Херсонской области, ну, кредиты в смысле Тинькову. Ух ты, не слышал. Нет, ну вот я просто говорю как пример. И там типа такие красиво нарисованные смс-сообщения, что по договору цессии, я говорю, да, учитывая, что приватбанк государственный банк в Украине сейчас, очень смешно, кто по договору цессии уступал кому. Вот. И ввели мы ровно одно правило, потому что мы считали, что оно отображает ценностную картину нашего сообщества, что вот есть конвенция, по-моему, ООН об оправдании вооруженной... о недопустимости вооруженной агрессии. Там вот специально, чтобы, знаешь, ничего не придумать, определено, что такое вооруженная агрессия, еще что-то. И вот мы сказали, что оправдание вооруженной агрессии одного государства на территорию другого бан без всяких прелюдий. Это третье правило, которое вы делали. Да. И все. В остальном было тяжело, но многие говорили нам и спасибо, и прочее, но, конечно же... Знаешь, на удивление сообщество не схлопнулось. У нас было... Мы думали... У нас было 8 тысяч с хвостиком, там, 850, 8100, не помню. Сейчас у нас 7,850. А, ну так совсем немного. Да, у нас очень такой высокий retention rate, и мы ожидали, что будет сильно хуже. Первые недели, конечно, у модераторов был ад, настолько, что мы, когда уходили спать, тут как это помогало то, что я по ночам не спал, чаще всего дежурил, когда первые недели мы спали по очереди, не модератора, вот, к примеру, в квартире, чтобы не проспать сигналы тревоги. Знакомо. Вот. Поэтому мы, когда уходили все спать, когда последний модератор ставил дилей на 15 минут с задержкой сообщений в чате, чтобы не сгорало напрочь у людей. Но потом постепенно, 15 минут, 5 минут, 1 минута, и сейчас мы, в принципе, справляемся. Отдельные выбросы все еще есть, но пока терпимо. Вот. Но за это время я услышал столько советов мне в личку. Во-первых, Относишь на чего? Самые разные. Начиная от добрых людей, которые говорили, что у них там из серии брат-полковник и так далее, Харьков возьмут послезавтра, ты уезжай. Вот. Заканчивая я там угрозами физической расправы и так далее, тут еще, понимаешь, чтобы было веселее, прилетали они с обеих сторон. То есть ряд украинцев, естественно, абсолютно логично радикализировался, да, знаешь, хороший русский, мертвый русский, не поддерживает этот тезис. Ну, и поэтому они приходили в личку с претензиями, что моя русофобия все еще недостаточно, и с претензиями, типа, чего их забанили, а вот этого вот там не забанили. Потому что вот этот вот обсуждает, говорю, а ты перешел к оскорблению конкретного человека и так далее. Поэтому прилетало с двух сторон, ну, что могу сказать? Как-то видно, я уже бронешкуру отрастил по этому поводу. YouTube тренирует. YouTube тренирует очень хорошо, поэтому как-то так. второй чатик свой JavaScript Ninja я месяца на два, наверное, три тушил и только вот недавно относительно запустил. И как там, нормально? Тоже были всплески и так далее, но в целом терпимо. То есть народ уже подостыл, там виселся редирект чатика JavaScript Ninja на Vue.js Club, просто в JavaScript Ninja я, по сути, один модератор, а там хотя бы четверо уровень ада. Но вообще это было тяжелое время и я много интересного узнал о людях. Как ты думаешь, русскоязычное сообщество все или нет? Я сейчас говорю про период, когда война закончится. И я подразумеваю, война закончится, победа Украины. Давай так, а что значит все? Есть мнение, что останется достаточно сплоченное украиноязычное сообщество, да, и все там конференции, топовые, все остальное, это будет на украинском языке, это достаточно логично. Есть мнение, что там, где-то даже белорусы могут проснуться, есть мнение, что экспатов не хватит для того, чтобы организовать что-то свое за рамками России, а в России естественным образом ничего хорошего не появится после победы. И, соответственно, где будет русский мир, русский айтишный мир? Останется ли он на плаву? Будут ли конференции, какие-то ламповые сообщества, либо придется искать новый язык для воплощения своих возможностей в качестве спикера? Я не знаю. Я думаю, что через полгода плюс-минус станет понятно. Почему? Потому что, грубо говоря, полгода это в среднем цикл, условно говоря, если мы говорим о мире джаваскрипта, двух крупных конференций, это Frontend Conf и HolyJS, и вот посмотрим, что там будет происходить. То есть, учитывая... Давай так, тут еще интересный нюанс. Я к отдельным... Как это? Я в Твиттере там периодически постил про отдельные конференции, какие-нибудь организации, про то, что мне грустно относительно позиций, которые они занимают касательно войны. Ты сейчас, например, говоришь про онтика, которая запретила себя обсуждать политику. Кстати, как ни странно, про онтика у меня меньше претензий к чему джугу, потому что онтика... Я не помню, где, по-моему, Бутин у себя в Фейсбуке как минимум в первое время не постеснялся назвать войну войной. Молодец. Для меня это важно. В то же время, как джуг выпустили максимально обтекаемую формулировку, и это было мне крайне неприятно, опять же, потому что у онтика я на конференциях выступал, один раз, и это был, по сути, бизнес, меня знакомый мой очень хороший позвал, то есть нелогко было отказаться. В 19-м году было, да? Я не помню, да, по-моему. Окей. А на холле я выступал долго системно, много лет, во всех ролях побывал, спикер, эксперт, эмси, вот, и они всегда говорили и позиционировали, что для них, типа, Украина — это важная часть сообщества, и пока еще не было вот этих требований про то, что войну нельзя называть войной, они же появились там, я не помню, когда, 20, ну, короче, чуть ближе к марту, то есть не сразу. Ну, уже в марте конкретно, Да, да, да. Неделя-две прошло. Да, то есть вот это вот максимально, я не побоюсь этой формулировки, импотентная позиция, она меня крайне расстроила лично. Я не говорю, что они плохие, а вот, ну, то есть позиция, ну, отсутствие, вот опять же для меня, вот, я сформулирую это вот так, вот как я в чате Вью написал, что война — это проблема для значимой части нашего сообщества. Вот с моей точки зрения, для условного холли война — это значимое событие для части сообщества холли. Естественно. Как они всегда говорили, что они, мы типа строим сообщество не для России, а вот широкие украинцы — тоже важная часть сообщества, и игнорирование этого для меня выглядит как укладывание болта на эту часть сообщества. Слушай, ну, а что им остается делать, учитывая, что и для одних, и для вторых это бизнес, который полностью базируется в России, на российских мощностях, с российскими партнерами, со всем остальным. Был ли у них выбор? Не знаю. Ну, то есть, опять же, вот честно, назвать из серии войну войной мне было бы достаточно. Он Будин не побоялся. вопрос относительности справедливости ради. Я хочу сказать, что на некоторых конференциях джуга некоторые докладчики заявляют свою антивоенную позицию. Им это разрешают. Это ты вот сейчас уже видел какие-то примеры, да, прецеденты? Да. Я не буду называть конкретных людей. Почему? Поскольку я так понимаю, это мои домыслы, я могу ошибаться, но что в записях докладов этого не будет. Я так понимаю, по договоренности со спикером. Но в лайве, типа, было. Вот. Поэтому за это, за это им респект. Но в контексте сохранения сообщества я не вижу ситуации, когда я смогу выступить на конференции организованным условным джугом или условным онтика в ближайшее время, причем независимо от их, где будет проходить конференция. Потому что онтика, к примеру, пытались, насколько я помню, уже что-то в Ереване делать. Я могу ошибаться. Опять же, слежу краем глаза. Но, а что, и поэтому касательно сохранения, сохранения сообщества, вот посмотрим, через полгода будет очередной цикл и посмотрим, кто там будет выступать, кто захочет приезжать и так далее. Так, давай, раз мы еще спикеров затронули и конференции, вот эту вот всю движуху айтишную в России, которая старательно пытается делать вид, что все нормально у нас. Субъективное мнение. Многие могут быть с этим не согласны. Я хотел еще задать вопрос, с этим связанный. Как ты относишься к кэнселингу айтишников, которые работают на компании типа Тинькова, Сбера, которые явным образом подкармливают государство и являются их инструментами. Яндекс сегодняшний, как ни прискорбно. Там сегодня, он вышло, большое интервью, мы в этот день пишемся, а нам и обречены как раз с директором подсчет чего-то там Яндекса. еще не успел посмотреть. Я просто говорю, трехчасовой, у них там впервые тайм-коды появились. Довели их. Вот. Как? С Тинькова вообще смешно, да? Сегодня ты работал в проведенном, в ведущем технологическом банке, а завтра ты уже поддерживаешь клятое правительство. Слушай, я неправильно выразился, ты извини, поправлю вопрос. Это все-таки история не про канцелинг. Канцелить в любом случае, наверное, будет неправильно в таких ситуациях. Я скорее про насколько этично сейчас работать в этих компаниях и что делать разработчикам, которые там сейчас работают и чувствуют, что, блин, проблемка у меня с головой, потому что вроде как... Слушай, опять же, все, я повторю свой тезис. Я не берусь говорить, что делать россиянам, поскольку я не россиян. Мы это на себя примеряем, понятное дело. Я просто говорю, что моя позиция сейчас проста. Каждый, кто платит налоги в России, поддерживает войну против Украины. Хочет он того или нет. Вот это, к сожалению, реальность, которую сложно избежать. Тут начинаются большие дискуссии по поводу, ну я же плачу налоги, которые в основном остаются в региональных бюджетах, которые тратятся на что-то там, ну, тратятся из серии на местные эти, оборонка спонсируется из федерального бюджета, который платит Европа, нефть и так далее. Подожди, ну большая же разница, работаешь ты в компании, которая там платит налоги и делает софт для Турции, и другое дело, когда ты работаешь в компании, которая дурманит голову миллионам твоих сограждан или оплачивает там сервисы людей, которые у корыта. Для тебя, наверное, да. Честно, для меня, как украинца, сейчас, наверное, нет. Окей. Ну вот, ну вот серьезно, просто, опять же, ограниченный моральный ресурс, и вот нет желания пока что, ни желания, ни ресурса разбираться вот в уровнях градации ответственности и вины. То есть, наверное, я с тобой соглашусь, что из серии для меня, как вот я, к примеру, старался всегда держаться подальше условно от гэмблинга и крипты, потому что я не разделяю их ценности. Это зашквар. Но точно так же, наверное, работать на, около государственной компании, да, которые там занимаются одурманиванием или, не дай бог, занимаются там системами чего там, распознавания лиц для государства и так далее. Привет, кипот. Да. Наверное, ну, то есть, я считаю, что действительно очень, ну, типа, для меня бы это было бы морально неприемлемо. Хочу уточнить еще раз. Морально неприемлемо работать на около государственной и государственной компании или морально неприемлемо в принципе работать в компании, которые платят налоги в государство, в Россию? Опять же, подчеркну, что это исключительно умозрительный эксперимент. Я бы никогда об этом не думал. Я бы в текущих реалиях, наверное, постарался бы максимально быстро покинуть Россию, потому что я считаю, что я несу, я же говорю, если бы я был россиянином, я бы нес ответственность за действия России. Понял. Понял. Возвращаемся к тейку с Конституцией. Точно так же, как я буду первый кричать про то, что ребята, окститесь, если не дай бог, Украина пойдет освобождать Белгород и присоединять Белгородскую область как исконные украинские земли к себе в Украину. То есть, в свое время посол, ой, я не помню, это в самом начале войны, по-моему, посол кого-то там, то ли Ливии, то ли кого-то, в выступлении ООН, могу путать, кто сказал, что, слушайте, у нас в Африке границы были проведены не по этническим границам или так далее вообще, а просто как решили большие дяди, условно говоря, в Европе. Колонисты, да. Да. Говорит, но мы, говорит, решили, если мы сейчас начнем делить эти границы, Африка превратится в одну большую горячую точку. И что мы пошли другим путем, мы строим типа культурные связи между собой, а не занимаемся переделкой границ. Вот здесь вот я тоже, я же, я не помню, честно говоря, чей-то посол. Это буквально недавно, да, говорили. Не-не-не, это было в самом начале войны. Ну, типа, да, в этом году. Окей, для меня это все еще недавно. Да, вот. И вот я считаю вот точно так же. То есть, условно говоря, есть Украина, у нее есть территория, да, которая закреплена вот в статуте ООН. И все, если Украина полезет дальше, для меня это тоже будет неприемлемым. Какими бы лозунгами это бы не прикрывалось, потому что моя позиция, что военная агрессия одного государства на территории другого государства неприемлема, точка. Понятно. Вот. Но с Тиньком, конечно, забавно, не могу еще раз не позорастовать. Вчера вы работали в лучшей технологической компании, сегодня вы работаете в ГОП-стопе. Добро пожаловать. Так, парочка вопросов у меня таких быстреньких. Что с твоим Лотусом? С тем самым знаменитом. Так? Повезло, целый. Прилетел, Лотус стоял вот там, на отшибе Харькова, где были достаточно интенсивные обстрелы, прилетела в соседний гараж, проломила крышу соседнему гаражу, дверь моего гаража выгнула вот такой вот. Ну, офигеть. Ну, то есть от взрывной волны, но Лотус целый, там стоял мотоцикл, я как раз в этом году, ну, в прошлом, получается, обновил мотоцикл, тоже стоял новенький, оба целые. Вот перевез, сейчас стоят внизу. Ну, отлично. Как сейчас дела у Гитлаба? Поменялось ли что-нибудь? Можно ли вообще про Гитлаб говорить? Да, конечно, можем. Гитлаб оказал очень серьезную помощь, в том числе и финансовую. Они просили не разглашать конкретные суммы, но то, про что можно говорить, то есть я могу точно говорить, чтобы это было сильно больше одной зарплаты. Просто так. Всем украинцам. Ну, тут надо сказать, что было бы странно, если бы не оказали, поскольку Гитлаб все-таки исконно украинская компания. Да, но тут есть нюанс, чтобы... Она, конечно, исконно украинская, но Гитлабу ушло, я не помню, недели две-три, чтобы выпустить стейтмент свой относительно ситуации в Украине, чтобы занять позицию. К сожалению, когда ты уже публично торгующаяся компания, бюрократические процессы зашкаливают. Потому что это долговато, да? Да. Еще потому, что, наверное, еще важный фактор к тому времени Дима, который создатель Гитлаба, аж уже вышел из компании. Он уже... Понятно. Полностью, полностью или... Полностью, полностью. Он сказал, что... Он типа говорил, обещал Сиду, когда создавал компанию, это SEO Гитлаба, что он будет там 10 лет, а как раз 10 лет прошло. То есть даже не держатель акций? Нет, он держатель акций, но не занимает должности в компании. Вот. И... В Гитлабе, ну, понятное дело, всячески поддерживали и так далее. То есть мы с моим менеджером обсуждали ситуацию, что я говорю, хочу продолжать работать, для меня это важно, но я не знаю, как будет развиваться ситуация с интернетом. Мы искали ауты, в плане того, что у нас, например, в Гитлабе есть отдельные one-man projects, когда ты... Ну, типа, над какой-то большой задачей долгое время работает один человек, это обычно какие-то ресерч-вещи. Вот. Они, в принципе, были готовы дать мне возможность поработать над таким проектом, если у меня будут проблемы с интернетом системным, ну, чтобы там... Не могу daily появляться ежедневно. Но в целом все понимающе, все поддерживающе. Вот неделю назад в Гитлабе появились гайдлайны новые по тому, как поступать с теми, кто призван на military service, ну, то есть на военную службу. В частности, что там до шести месяцев можно уходить в неоплачиваемый отпуск. При этом продолжается вестинг, ну, то есть твой опцион продолжает, ты продолжаешь его получать, несмотря на то, что это неоплачиваемый отпуск. Если срок дольше, то в течение двух лет ты имеешь право восстановиться на должность не ниже той, что у тебя была. Ух ты. вообще круто. Вот. Ну, в общем, Гитлаб и более того, что самое приятное C-Level, то есть организовали созвон, то есть раз в неделю они просто созванивались с нами, с украинцами, спрашивали из серии как дела, чем помочь, помогли там с доставкой айфаков, ну, индивидуальных этих, да, оно звучит так, по-пелевински, оно, наверное, правильно айфак называется, ну, короче, индивидуальные аптечки. Ну, ладно, это я шучу. Вот, индивидуальные аптечки там для наших вооруженных сил, то есть они были очень отзывчивы, очень гибкие, и с одной стороны отнеслись с пониманием, а с другой стороны вот это, наверное, на меня повлияло, почему я решил работать, типа делать упор, в том числе и на работу в Гитлабе, потому что, когда тебе просто так дали много денег, условно говоря, под честное слово, без необходимости их возвращать, я ощущаю моральную ответственность, хочется, как говорится, оправдать оказанное доверие, поэтому я вот все это время усиленно в Гитлабе работал. У меня тут в завершении несколько вопросов, но я не знаю, мы их частично коснулись. Готов ли ты порассуждать на тему того, что будет с айтишкой в Украине и в России через год? В Украине, ну, давай так, в России не готов, я честно говорю, вообще рынки Украины и России очень сильно различаются. Украина — это 95% аутсорса, но что я вижу? Первое, к сожалению, будет существенный отток людей, айтишников, достаточно зайти на наш любимый сайт DoEU, посмотреть количество людей, которые открыто заявляют, что уедут, когда откроют границы. Будет в связи с этим, но тут этот отток будет, я скажу, это будет волна. То есть, на освободившиеся места начнут набирать новых людей с универов, которые продолжают оставаться на территории Украины, которые ведут наборы и так далее. То есть, средняя зарплата, скорее всего, если не упадет, так точно начнет гораздо сильнее падать, гораздо медленнее расти, извини. но вообще, вот по статистикам найма, я каждую неделю говорю, у нас в Украине рынок кандидата даже для топовых айтишников начинает потихоньку заканчиваться, если вот мы говорим именно об работе на украинские компании. То есть, у нас постепенно становится все больше вакансий. То есть, вот Genie, это у нас сайт есть известный по поиску работы, присылает еженедельную статистику, вот уже которую неделю количество вакансий в минус идет открытых, а количество соискателей в плюс. Вот потому, что компании закрываются в том числе из-за войны. Там много чего, да, то есть и компании закрываются в течение войны, и определяющим фактором является длительность, то есть, первое время поддерживать Украину было модно, заказчики не отказывались от этого. Если это продлится условно еще год, то через год заказчикам, как говорится, задача бизнеса все-таки генерировать прибыль, а Украина это риски. Ну, понятное дело, условно говоря, ты не можешь быть уверен, что твой программист завтра будет так же продуктивен, как вчера из-за обстрелов и так далее и тому подобное. Поэтому будет постепенная падение, но я не думаю, что оно будет драматическим, и я думаю, что после окончания войны будет определенное возвращение назад, и посмотрим. Тут, как ни странно, все очень сильно зависит от того, какую политику будет проводить наше государство в контексте восстановления Украины. про Россию вообще ничего сказать не могу, я живу совершенно другой рынок, где всегда был очень сильно силен внутренний рынок и внутренний продукт, очень много айтишников, поэтому что там будет развиваться и вообще какие там происходят процессы, гадки, понимаю. Хорошо. Какой сложный вопрос, который вообще не претендует на объективность, потому что мы с тобой айтишники, не политические обозреватели вообще с войной мало связаны были до войны, но тем не менее, как ты думаешь, как бы тебе хотелось, чтобы закончилась война, когда и как? Есть какое-то ощущение? Когда вчера, конечно, ну если бы не хотелось бы, ощущение, вот реалистичное ожидание того, когда она закончится и как она закончится. Есть старая шутка, можете дать три прогноза, да, оптимистический, пессимистический, реальный, реальный в три раза хуже пессимистического. Вот. То есть я вижу, исключительно со своей колокольни, как все это происходит, две большие точки, это середина осени где-то и, соответственно, условно говоря, начало весны. Почему? Потому что это напрямую связано с отопительным сезоном. Отопительный сезон это дискомфорт введения боевых действий, мы это видели, ну то есть мы это видели и в контексте, как шла война на Донбассе предыдущие восемь лет, то есть как она изменялась, когда выпадало много снега и так далее. Это в том числе возможность дополнительного давления на Европу, которой нужен будет газ для прохождения отопительного сезона. и я считаю, вот там могут начинаться вся, то есть все зависит от того, на какие уступки пойдет и будет готова пойти Европа, Европейский союз, это самое главное. Второе, понятное дело, второе, почему не так скоро, как хотелось бы, потому что даже тот же ленд-лист, который принят, это достаточно длинная по времени вещь. Я знаю ребят, которые уехали уже учиться на технику, которая будет поставлена по ленд-лизу, не в Украине, но это означает, что реально первые, даже первые поставки будут где-то с людьми месяца полтора минимум. То есть фактически, а по поводу как закончилось, я считаю, что Украина рано или поздно, давай так, как хотелось бы, что Украина рано или поздно должна вернуть все свои территории, это однозначно, включая Крым и так далее. Но в контексте Крыма я не считаю это реальным в ближайшей перспективе без учета каких-то тектонических сдвигов в России. Почему? Потому что, насколько я помню, в Конституции Российской Федерации запрет на отторжение территорий, то есть, поскольку Крым официально является территорией Российской Федерации, с точки зрения Российской Федерации она может защищать его как угодно, в том числе атомным вооружением, ядерным оружием. Поэтому для меня я достаточно поддерживаю ту адекватную позицию, что первым шагом будет, наверное, возврат к состоянию то, которое было на 23 февраля в контексте территорий. То есть, вопросы ДНР и ЛНР тоже являются сложными, но мне кажется, что их можно и нужно решать после окончания военных действий. Важно, речь идет ни в коем случае не о чем-то типа Минск-2, ну типа о минских соглашениях это, а о других форматах договоренности с реальными гарантиями безопасности от других стран и так далее. Но это вот как я вижу. Финальные вопросы в отвязке от политики сразу говорю. Где мы были 8 лет назад? Я 8 лет назад работал в своей первой компании и зарабатывал очень мало, снимая однушку, и мне было очень весело, и кроме программирования я больше ничем в жизни не занимался тогда. У меня, я 8 лет назад у меня была своя компания, где в том числе я на кухне говорил ребятам, которые рассказывали про то, как нужно хапать и вешать москалей, про то, что, ребят, вы не забываете, что вам как бы зарплату платит москаль чистокровный. Вот. И я как раз не 8, но 7 лет назад впервые задумывался, потому что в 2015 году начали выдавать повестки тоже на мобилизацию и так далее, как я ко всему этому отношусь, то есть хочу ли я бежать из страны, надо ли бежать из страны, и как я вообще отношусь к тому, что меня могут призвать в армию и отдавать долг. Мне это очень сильно помогло сейчас, потому что когда все это началось сейчас, мне не надо было об этом думать, у меня были готовые ответы 7-летней давности. И завершающий, где мы будем через 8 лет? За себя могу сказать, что я бы хотел оказаться в Минске примерно 8-летним от сегодняшнего дня назад, потому что тогда казалось, что Минск и Беларусь развиваются. Это казалось, и хотелось бы через 8 лет оказаться в таком же Минске, где это не кажется, а где это работает. Вот. А я бы все еще, я все еще хочу оставаться здесь. Я считаю, что, во-первых, после войны будет огромное количество работы по восстановлению всего. Важно понимать, что речь идет не просто о восстановлении здания, о формировании новых экономических связей и так далее. И я считаю, что Украина получает очень большой шанс, еще больше, чем тот, который мы получали условно 8 лет назад, когда была, собственно, революция достоинства. Я, кстати, в то время ее не поддерживал, я не боюсь этого говорить. Я, давай так, я был сторонник, я всегда не понимал вопроса, почему, когда, условно говоря, Янукович согласился уже на досрочные выборы и так далее, зачем было организовывать штурм и так далее. Я последнее время сторонник эволюционных изменений, а не революционных. Вот. Я не стесняюсь, это говорить, хотя справедливости ради, в первую революцию в Украине, оранжевую, 2003 или 2004 год, я с оранжевой ленточкой бегал и верил в идеалы революции. Так вот, я считаю, что Украина получит огромный шанс на фундаментальные изменения во всех сферах, начиная от коррупции, которая всех задолбала, и с которой надо бороться, и заканчивая переформатированием всех отраслей экономики, и важно быть здесь, чтобы не продолбать этот шанс и не дать его продолбать другим. Хорош, хорош. Блин, не могу не спросить все-таки в контексте того, что ты ответил, а видишь ли ты Украину через 8 лет в составе Европы? Евросоюза? Ну, формально. Вообще по барабану. Вот серьезно, я считаю, что... Давай так. Я считаю, что текущая ситуация показала, что в Евросоюзе тоже не все так гладкое, и есть определенные нюансы, связанные с принятием решений и так далее. Я не отрицаю, ну, то есть важности... Вот, как я вот сегодня как раз в чате ребятам рассказывал, ребятам говорю, я не считаю, что нам нужно изобретать что-то новое, нам надо брать то, что уже там в Евросоюзе и прочее внедрено и внедрять у себя в контексте там антикоррупционных решений из экономики, законодательства и так далее. Но это не означает, что если нас через 8 лет не примут в Европейский Союз, это будет какой-то трагедией. Мне важны достижения внутренней страны больше, чем внешняя. Хорошо, спасибо тебе большое, Юх. Хочу сказать тебе, чтобы ты себя берег. Я помню, в одном из чатиков ты наших там переписок написал, что будешь себя беречь до тех пор, как минимум до тех пор, пока не выйдет интервью на IT-бороде. Вот сегодня у нас 19... 21 июня. Шопты с этого момента, пожалуйста, и до окончания жизни канала IT-борода тоже себя берег. Ну да, придется тебе его неопределенно долго вести. Спасибо тебе большое. Все, до новых встреч. Что ж, друзья, спасибо вам большое за то, что вы просмотрели этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезен, надеюсь, он расширил ваш кругозор и дал вам пищу для размышления. Ну и вообще, вы большие молодцы, что просмотрели 4,5 часа. Это за это вам отдельный респект. Не стесняйтесь делиться этим выпуском, не стесняйтесь оставлять комментарии, ставить лайки, а также буду очень благодарен за поддержку меняемого творчества через спонсорство на Ютубе, через криптодонаты и теперь через Патреон. У меня появился Патреон и можно подписаться и получать бонусы, которые получают спонсоры на Ютубе. Все ссылочки на поддержку канала есть в описании к этому видео. Всем спасибо и увидимся в следующих выпусках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok